Глава девятая На подъездной аллее раздался шорох шин. Я вскочила в панике и кинула взгляд на часы. Ну, конечно, это приехали Беатрис с мужем. Было начало первого, они появились раньше, чем я ждала. А Максим еще не вернулся. Может быть, мне удастся спрятаться, выйти через окно в сад? А когда Фрис приведет их в кабинет, он скажет, мадам, должно быть, вышло. И никто этому не удивится, все сочтут это в порядке вещей. Собаки вопросительно подняли на меня глаза, когда я подбежала к окну. Джеспер, виляя хвостом, потрусил следом. Окно открывалось на террасу, за которой была травянистая лужайка. Но только я собралась проскользнуть мимо рододендронов, как совсем рядом раздались голоса, и я вернулась обратно. Они шли в дом через сад, вероятно. Фрис сказал им, что я в кабинете. Я быстро вышла в большую гостиную и кинулась к ближайшей двери слева. Она вела в длинный каменный коридор, и я пустилась бежать по нему, прекрасно сознавая, что это глупо, презирая себя за этот внезапный нервный приступ. Но я знала, что не могу без страха встретиться с этими людьми, во всяком случае, сейчас. Коридор, по-видимому, шел в заднюю часть дома. И когда я завернула за угол и вышла к другой лестнице, я встретила служанку, которую не видела раньше. Возможно, это была судомойка с ведром и тряпкой в руках. Она вытаращила на меня глаза, как на призрак, появление которого здесь никак не предполагалось. «Доброе утро», — сказала я смущенно, направляясь к лестнице. «Доброе утро, мадам», — ответила она, а ее круглые глаза с любопытством следили за тем, как я поднимаюсь по ступеням. Я полагала, что лестница приведет меня к спальням в восточном крыле, и я найду свою комнату и посижу там немного, пока не подойдет время ленча, и мне волей-неволей придется спуститься вниз. Я, должно быть, заблудилась, так как, войдя в дверь на верхней площадке лестницы, я попала в незнакомый мне коридор, чем-то похожий на коридор в западном крыле, но шире и темнее из-за темных панелей на стенах. Я приостановилась, затем свернула налево и вышла к просторной площадке другой лестницы. Кругом было темно и тихо. Вокруг ни души. Если утром здесь и были горничные, они давно закончили свою работу и спустились вниз. Здесь не осталось никаких следов их присутствия, не пахло пылью от подметания ковров, и, стоя там в раздумье, в какую сторону мне повернуть, я подумала, что в безмолвии этом есть что-то не совсем обычное, что-то гнетущее, как в пустом доме, покинутом хозяевами навсегда. Я наугад открыла одну из дверей и оказалась в кромешной тьме. Через закрытые ставни не проникал ни один луч света, лишь в центре комнаты смутно виднелись очертания мебели, закутанные в белые чехлы. Воздух был спертый и затхлый, как бывает в нежилых помещениях, где все украшения собраны в кучу на кровати и прикрыты простыней. Вполне возможно, что здесь не раздвигали занавеси из прошлого лета, и если подойти к окну и отодвинув их в стороны открыть скрипучие ставни, оттуда упадет мертвая бабочка, томившаяся здесь в заточении многие месяцы, и ляжет рядом с потерянной булавкой и сухим листком, который был занесен ветром еще до того, как закрыли окна. Я тихо вышла из комнаты и пошла неуверенно по коридору, по обеим сторонам которого темнели закрытые двери, пока, наконец, не подошла к небольшой нише в наружной стене с широким окном, откуда падал свет. Я поглядела наружу. Подо мной простирались уходящие к морю травянистые лужайки, а за ними само море, ярко-зеленое, с белыми гребешками, взбитыми западным ветром, стремительно и плавно несущимися вдаль. Море было ближе, чем я представляла, куда ближе. Оно начиналось у купа деревьев за последней лужайкой, какие-нибудь пять минут ходьбы. И если бы я прислушалась сейчас, приложив ухо к окну, я услышала бы, как на берегу бухточки невидимые мне разбиваются буруны. Я догадалась, что обошла дом кругом, и теперь стою в коридоре западного крыла. Да, миссис Денверс была права, отсюда хорошо слышно море. Можно было представить, как зимой оно подкрадывается к зеленым лужайкам и угрожает самому дому. Даже сейчас из-за сильного ветра на стеклах лежал туман, словно кто-то дохнул на них снаружи, пропитанный солью туман, поднявшийся с моря. На солнце вдруг набежало облачко, и море сразу изменило цвет, стало черным, безжалостным и жестоким, совсем не похожим на веселое, сверкающее белыми гребешками море, каким оно предстало передо мной сначала. Я обрадовалась, сама не знаю почему, что мои комнаты в восточном крыле, пожалуй, розарий милее мне, чем шум моря. Я вернулась к лестничной площадке и только собралась спускаться, положив одну руку на перила, как за моей спиной открылась дверь и вышла миссис Денверс. Несколько мгновений мы молча глядели друг на друга, и я не могла бы с уверенностью сказать, что отражается в ее глазах — гнев или любопытство. Потому что стоило ей меня увидеть, как ее лицо превратилось в маску, хотя она ничего не спросила, я чувствовала себя виноватой, и мне было стыдно. Словно я вторглась в чужие владения и была поймана с поличным, я ощущала, как предательская краска заливает мне лицо. Я заблудилась, сказала я, я искала свою спальню, — Вы попали в противоположную часть дома, — сказала она, — это западное крыло. — Да, я знаю. — Вы заходили в какую-нибудь комнату? — спросила она. — Нет, — сказала я, — нет, только открыла дверь, но внутрь не зашла, там темно, и все покрыто чехлами. Мне очень неприятно, я не хотела ничего здесь нарушать. Вы, вероятно, предпочитаете все держать закрытым. — Если вы пожелаете открыть комнаты, это будет сделано, только предупредите меня. Они все обставлены, ими можно пользоваться. — О, нет, — сказала я, — я не имела это в виду. — Может быть, вы хотите, чтобы я показала вам все западное крыло? — Я покачала головой. — Нет, спасибо, я должна идти вниз. Я стала спускаться. Она рядом со мной, словно я была узница, а она мой страж. — В любое время, когда вам будет нечего делать, только скажите мне, и я покажу вам комнаты в западном крыле, — настойчиво повторила она, — и мне, не знаю почему, стало не по себе. Ее настойчивость пробудила во мне одно воспоминание, напомнила, как в детстве я гостила однажды в доме наших друзей, и как их дочь, девочка, на несколько лет меня старше, взяла меня за руку и шепнула в самое ухо. — У мамы в спальне есть одна книжка, я знаю, где она спрятана, пойдем посмотрим. — Я помню ее бледное возбужденное лицо, пуговки глаз и то, как она щипала меня за руку. — Я велю снять чехлы, и вы увидите все эти апартаменты такими, какими они были, когда ими пользовались, — сказала миссис Денверс. — Я показала бы их вам сегодня утром, но я думала, что вы пишете письма. Вам надо только позвонить мне в комнату, если я вам понадоблюсь, чтобы привести комнаты в порядок, не нужно много времени. Мы спустились на один короткий лестничный марш, и она открыла еще одну дверь, отступив в сторону, чтобы меня пропустить. Ее черные глаза шарили по моему лицу. — Это очень любезно с вашей стороны, миссис Денверс, — сказала я. — Я вас об этом попрошу как-нибудь в другой раз. — Мы вместе вышли на большую лестничную площадку, и я увидела, что мы находимся наверху парадной лестницы, за галереей Менестрелли. — Я не понимаю, как вы могли заблудиться, — сказала она. — Дверь в восточное крыло совсем не похожа на эту. — Я шла другим путем. — Значит, вы спустились по черной лестнице. — И прошли по каменному коридору. — Да, — сказала я, отводя от нее взгляд. — Да, я прошла по каменному коридору. Она продолжала глядеть на меня, словно ждала, что я расскажу ей, почему я убежала в панике из кабинета и блуждала по черным лестницам и коридорам. И я почувствовала вдруг, что она все знает, что она, должно быть, следила за мной все это время. Возможно, с самого начала подглядывала в щелку двери, пока я была в западном крыле. — Миссис Лейси и майор Лейси уже давно здесь, — сказала она. Я слышала, как их машина подъехала вскоре после двенадцати. — О, — сказала я, — неужели? — Фрис должен был провести их в кабинет, — сказала она. — Сейчас уже не меньше половины первого. — Теперь вы знаете, куда вам идти? — Да. — Да, миссис Денверс. И я пошла по парадной лестнице в холл, зная, что она стоит там наверху, не спуская с меня глаз. Я понимала, что должна вернуться в кабинет и встретиться с сестрой Максима и ее мужем. Мне не удастся теперь спрятаться в спальне. Входя в гостиную, я оглянулась через плечо и увидела, что миссис Денверс все еще стоит на лестничной площадке, как черной часовой. Я приостановилась на мгновение за дверью в кабинет, прислушиваясь к нестроенному шуму голосов. Мне показалось, что в кабинете полно людей. Значит, Максим вернулся, пока я была наверху, и привел с собой управляющего. Меня мутило от страха ужасное чувство, которое я так часто испытывала в детстве, когда меня звали поздороваться с гостями. И, повернув ручку двери, я как слепая вошла в кабинет, меня встретило море лиц и внезапно наступившая тишина. — Ну вот она, наконец, — сказал Максим. — Где ты скрывалась? Мы уже подумывали, не отправится ли нам на поиски. Это Беатрис, это Джайлз, это Фрэнк Кролли. Осторожнее, ты чуть не наступила на собаку. Беатрис была высокая, широкоплечая, очень красивая, с такими же, как у Максима, глазами и подбородком, но не такая модная и элегантная, как я ожидала, скорее спортивная. Такие женщины выхаживают больных собак, разбираются в лошадях, хорошо стреляют. Она не поцеловала меня, она крепко пожала мне руку, глядя прямо в глаза, и обернулась к Максиму. — Ничуть не похоже на то, что я думала, ничего общего с твоим описанием. Все рассмеялись. Я тоже, хотя кто знал, может быть, они смеялись надо мной, спрашивая себя, как Максим меня описал и что именно она ожидала увидеть. — Это Джайлз, — сказал Максим, сжимая мне плечо. И Джайлз, протянув огромную ручищу, чуть не вывихнул мне руку и так стиснул пальцы, что они онемели. Его добродушные глаза приветливо улыбались из-за очков в роговой оправе. — Фрэнк Кролли, — сказал Максим, и я обернулась к управляющему бесцветному, довольно худому мужчине с торчащим кадыком, в глазах которого, при взгляде на меня, я прочла облегчение. Меня это удивило, но задумываться было некогда, так как вошел Фрис и подал мне Херрис. И Беатрис снова обратилась ко мне. — Максим сказал, что вы вернулись только вчера. Я этого не знала, мы не свалились бы вам на голову так скоро. Ну, что вы думаете о Мендерли? — Я почти ничего не видела, — ответила я. — Конечно, он очень красив. Как я и ожидала, она рассматривала меня с головы до пят, но делала это открыто и прямо, без враждебности, как миссис Денверс, без неприязни. Она имела право меня судить, она — сестра Максима, а тут и сам Максим подошел ко мне и взял под руку, и я сразу стала чувствовать себя увереннее. — Ты выглядишь куда лучше, старина, — сказала она, склонив голову на бок и критически вглядываясь в него. — Слава Богу, у тебя теперь совсем другой вид. — Верно, благодарить за это мы должны вас, кивая мне. — Я здоров, как бык, — коротко ответил Максим. — В жизни ничем не болел. — По-твоему, каждый, кто не так толст, как Джайлз, стоит одной ногой в могиле. — Глупости, — сказала Беатрис, — ты прекрасно знаешь, что полгода назад ты был настоящей развалиной. Я до смерти перепугалась, когда приехала и увидела тебя. Я решила, что тебя ждет нервное расстройство. — Джайлз, поддержи меня. Правда, Максим ужасно выглядел, когда мы приезжали сюда в последний раз, и я сказала, что ему грозит нервный срыв. — Ну, я должен сказать, дружище, что ты выглядишь другим человеком, — сказал Джайлз. — Ты хорошо сделал, что уехал отсюда. Правда, он хорошо выглядит, кроли? — Потому как напряглись мускулы Максима под моей рукой, я поняла, что он с трудом сдерживает раздражение. По какой-то неизвестной мне причине этот разговор о его здоровье ему был неприятен, выводил из себя, и я подумала, что со стороны Беатрис бестактно твердить одно и то же, упрямо напирая на то, как он был плох. — Максим очень загорел, — робко сказала я. — Это прикрывает все грехи. Вы бы видели, как он завтракал в Венеции на балконе специально, чтобы стать черным. Он считает, что загар ему к лицу. Все рассмеялись, и мистер Кролли сказал, — Венеции было должно быть чудесно, миссис де Винтер, в это время года. — Да, — сказала я, — погода была замечательная, всего один плохой день, да, Максим? И мы благополучно перешли от его здоровья к Италии, самая безопасная тема, и священному вопросу о погоде. Разговор шел легко, не требуя усилий. Максим, Джайлз и Беатрис обсуждали машину Максима, а мистер Кролли расспрашивал меня о том, верно ли, что на каналах Венеции больше нет гондол, одни моторные лодки. Я понимала, что все это ему глубоко безразлично, пусть даже на Большом канале стоят на якоре пароходы. Он спрашивает все это, чтобы мне помочь. Это его вклад в мою попытку увести беседу в сторону от обсуждения здоровья Максима, и я была ему благодарна, видела в нем союзника при всей его внешней невыразительности. — Джесперу нужен мацион, — сказала Беатрис, трогая пса ногой. Он слишком разжирел, а ведь ему всего два года. — Чем ты его кормишь, Максим? — Дорогая Беатрис, у него такой же режим, как у твоих псов. Он ест то же самое, что и они, — сказал Максим. — Не выставляйся и не делай вид, будто ты больше понимаешь в животных, чем я. — Милый мой, как ты можешь знать, чем кормили Джеспера, если тебя не было здесь больше двух месяцев? Не говори мне, что Фрис дважды в день прогуливал его до сторожки. Я вижу по его шерсти, что он уже давным-давно не бегал. — По мне, пусть лучше будет перекормленным, чем полудохлым, как этот твой слабоумный пес, — сказал Максим. Не очень разумное замечание, если учесть, что Лев выиграл две медали на собачьей выставке в феврале, — сказала Беатрис. Атмосфера снова становилась грозовой. Я видела, что Максим стиснул губы и спросила себя, неужели все братья и сестры пикируются так между собой, не думая о том, как неловко всем, кто слушает их. — Хоть бы поскорее вошел Фрис и сказал, что подан Ленч. Или надо ждать Гонга? Я не знала, как принято в Мендерли звать к обеду. — Вы живете далеко от нас? — спросила я, садясь рядом с Беатрис. — Вам пришлось очень рано выехать? — В пятидесяти километрах отсюда, милочка, в соседнем графстве, по ту сторону от Траучестера. У нас куда лучше охота. Обязательно приезжайте и погостите у нас, когда Максим согласится вас отпустить. Джайлз даст вам лошадь. — К сожалению, я не охочусь, — призналась я. — Верхом я езжу. Меня учили в детстве, но очень плохо. Я совсем с тех пор разучилась. — Вы снова должны за это взяться, — сказала Беатрис. — Нельзя жить за городом и не ездить верхом. Вы не будете знать, куда себя девать. Максим говорит, что вы рисуете. Это неплохо, конечно, но ведь при этом сидишь на месте. Прекрасно в сырой день, когда больше нечего делать. — Дорогая Беатрис, мы не такие безумные любители свежего воздуха, как ты, — сказал Максим. — Я не с тобой, — говорю, дружок. Всем известно, что ты вполне счастлив, нога за ногу прогуливаясь в саду вокруг дома. — Я тоже очень люблю гулять, — быстро проговорила я. — Уверена, мне никогда не надоест бродить по Мендерли, а когда потеплеет, я смогу купаться. — Милочка, вы оптимистка, — сказала Беатрис. — Я не припомню, чтобы я когда-нибудь здесь купалась. Вода слишком холодная, и берег плохой, галька. — Неважно, — сказала я, — я люблю купаться. Если только не очень сильное течение, тут в бухте не опасно купаться. Никто не ответил. И я вдруг поняла, что я сказала. Тяжело и громко забилось сердце, щеки вспыхнули жарким огнем. В мучительном замешательстве я наклонилась и принялась гладить Джеспером. — Да, Джесперу тоже не вредно было бы поплавать, чтобы согнать жирок, — прервала молчание Беатрис. Но это было бы для него слишком тяжелым испытанием. Да, Джеспер? Хорошая собака, славный пес. Мы гладили его, не глядя друг на друга. — Послушайте, я чертовски проголодался. Что ради всего святого случилось с Ленчем? — сказал Максим. — Еще нет часа, — сказал мистер Кроли, — если верить часам на камине. — Эти часы всегда спешили, — сказала Беатрис. — Уже много месяцев они идут точно, — сказал Максим. В этот момент дверь отворилась, и Фрис объявил, что Ленч подан. — Мне надо вымыть руки, — сказал Джайлз. Все поднялись и с облегчением направились через гостиную в холл. Мы с Беатрис немного опередили мужчин. Она взяла меня под руку. — Голубчик Фрис, — сказала она, — он совершенно не меняется. Глядя на него, я снова чувствую себя девочкой. Знаете, не обижайтесь на мои слова, но вы выглядите еще моложе, чем я думала. Максим сказал мне, сколько вам лет, но вы же совершенное дитя. Скажите, вы очень в него влюблены? Я была не готова к такому вопросу, и, увидев удивление у меня на лице, она рассмеялась и сжала мой локоть. Не отвечайте, я вижу, что вы чувствуете. Сую нос в чужие дела, да? Не обращайте на меня внимания. Я очень привязана к Максиму, хотя мы всегда цапаемся, как кошка с собакой, когда встречаемся. Я снова поздравляю вас с тем, как он прекрасно выглядит. Мы все были очень обеспокоены за него год назад, но вы, конечно, знаете всю эту историю. К этому времени мы вошли в столовую, и она замолчала, так как здесь были слуги, и к нам присоединились все остальные. Но, садясь на свое место и разворачивая салфетку, я подумала, что мне ничего не известно о прошлом годе. Я не знаю никаких подробностей о трагедии, которая произошла там внизу, в бухте, что Максим хранит это в тайне, а я не расспрашиваю его. Ленч прошел лучше, чем я могла ожидать. Почти не было споров, возможно, Беатрис проявила, наконец, некоторый такт. Во всяком случае, они с Максимом болтали о Мендерли, лошадях, саде, общих друзьях, а Фрэнк Кролли, мой сосед слева, поддерживал со мной легкий разговор ни о чем, за что я была ему благодарна, так как это не требовало от меня усилий. Джайлз был больше занят едой, чем разговорами, однако время от времени он вспоминал и обо мне, и кидал наугад какое-нибудь замечание. «Тот же повар, Максим?» — спросил он, когда Роберт во второй раз предложил ему холодное суфле. «Я всегда говорю, Бе, что Мендерли — единственное место в Англии, где еще прилично готовят. Я помню это суфле с давних пор». «Да нет, случается, что мы и меняем повара», — сказал Максим. «Но уровень остается прежним. У миссис Денверс хранятся все рецепты, она говорит им, что готовить». «Поразительная женщина эта миссис Денверс», — сказал Джайлз, поворачиваясь ко мне. «Вы не находите?» «О, да», — сказала я. «Миссис Денверс кажется мне необыкновенной личностью». «Хотя красавицей ее не назовешь», — сказал Джайлз и разразился громким смехом. Фрэнк Кролли ничего не сказал, а подняв глаза, я увидела, что Беатрис пристально на меня смотрит. Но она тут же отвернулась и принялась болтать с Максимом. «Вы играете в гольф, миссис Денверс?» — спросил Кролли. «Боюсь, что нет», — ответила я, радуясь, что тема разговора переменилась, и миссис Денверс была опять забыта. И хотя я совсем не разбиралась в гольфе и никогда не играла в него, я была готова слушать Кролли сколько угодно. В гольфе есть что-то солидное и скучное, в нем не таится опасности. Он ничем не грозит. Подали сыр и кофе, и я спросила себя, не надо ли теперь мне встать из-за стола. Я то и дело поглядывала на Максима, но он не подавал мне знака. А тут Джайлз начал рассказывать историю, за которой я с трудом могла уследить, о том, как выкапывали занесенную снегом машину, что навело его на эту тему. Я сказать не могу, и я вежливо слушала ее время от времени, кивая головой и улыбаясь, и видела, что Максим, сидящий на противоположном конце стола, становится все беспокойнее, ерзает на месте. Наконец Джайлз замолчал, и я поймала взгляд Максима. Он слегка нахмурился и кивнул головой на дверь. Я тут же вскочила, неловко задев стол, в то время как отодвигала стул и опрокинула бокал с портвейном, стоявший перед Джайлзом. «О, Господи!» — воскликнула я, замешкавшись, не зная, что делать, тщетно пытаясь дотянуться до салфетки. «Все в порядке, Фрис уберет», — сказал Максим. «Ты сделаешь еще хуже, Беатрис. Возьми ее в сад. Она еще ничего почти не видела». Он казался усталым, поникшим, измученным. «Лучше бы они не приезжали», — думала я. «Они испортили нам день. Потребовалось слишком много усилий. Так вот сразу, после приезда, я тоже чувствовала себя усталой, усталой и подавленной». Голос Максима звучал чуть ли не раздраженно, когда он предложил, чтобы мы пошли в сад. «Какой надо быть идиоткой, чтобы опрокинуть бокал с вином!» Мы вышли на террасу и направились вниз, постриженным зеленым лужайком. «Жаль, что вы так скоро вернулись в Мендерли», — сказала Беатрис. «Было бы куда лучше, если бы вы поболтались месяца три-четыре в Италии и приехали сюда в середине лета. Очень пошло бы на пользу Максиму, не говоря о том, что было бы куда легче для вас. Боюсь, что сперва вам придется здесь туго». «О, не думаю», — сказала я. «Я уверена, что полюблю Мендерли». Она не ответила. И мы молча прошлись взад-вперед по лужайке. «Расскажите мне о себе», — наконец сказала Беатрис. «Что это такое вы делали на юге Франции? Жили с какой-то кошмарной американкой?» — сказал Максим. «Я объяснила ей про миссис Ванхоппер и что привело меня к ней. Беатрис слушала меня сочувственно, но не очень внимательно, словно ее мысли были заняты чем-то другим. «Да», — сказала она, — «когда я приостановилась. Все это произошло очень внезапно, как вы говорите. Но, конечно, мы были в восторге, милочка. И я всем сердцем надеюсь, что вы будете счастливы». «Спасибо, Беатрис. Большое спасибо». Я спрашивала себя, почему она сказала, что надеется, мы будем счастливы, а не сказала, что уверена в этом. Она была добра, она была искренна. Она мне очень понравилась, но в голосе ее проскальзывало сомнение, вселявшее в меня страх. Когда Максим написал мне обо всем, продолжала она, беря меня за руку, и сказал, что нашел вас на юге Франции, что вы очень молоденькая и очень хорошенькая, должна признаться, я пришла в ужас. Мы все ожидали увидеть эту светскую красотку, очень современную, с наштукатуренным лицом, одним словом, девицу, какую ждешь встретить в таких местах. «Когда вы вошли в кабинет перед Ленчем, я не поверила своим глазам». Она рассмеялась, я тоже, но она так и не сказала, разочаровала ее моя внешность или успокоила. «Бедный Максим», — сказала она, — «он прошел через страшные дни. Будем надеяться, что вы заставили его забыть о них. Конечно, он обожает Мендерли». Мне и хотелось, чтобы не прерывался ход ее мыслей, и она так вот легко и естественно еще и еще рассказывала мне о прошлом. И одновременно, в самой глубине души, я боялась о нем знать, боялась о нем слышать. «Мы с Максимом совсем не похожи», — сказала Беатрис. «Наши характеры диаметрально противоположны. Нравится мне человек или нет, довольна я или сержусь. Сразу по мне видно, Максим другой. Очень сдержанный, очень замкнутый и скрытный. Никогда не узнаешь, что там у него в душе. Я взрываюсь по малейшему поводу, вспыхну, а через секунду все позади. Максим выходит из себя один или два раза в год. Но когда это случается, лучше быть подальше. Ну, не бойтесь, вряд ли вы выведете его из себя, детка. У вас такой уравновешенный характер». Она улыбнулась и похлопала меня по руке. И я подумала, уравновешенный характер. Как мирно и идиллически это звучит. Сразу представляешь себе женщину с вязанием на коленях, с гладким безмятежным челом. Женщину, которую ничто не тревожит, не терзают сомнений и страхи. Женщину, которая никогда не стояла, как я, полная надежд, страстных стремлений и неуверенности в себе, грызя и так обкусанные ногти, не зная, какой избрать путь, за какой следовать звездой. «Вы не обидитесь на меня, детка?» продолжала Беатрис. «Но я думаю, вам надо что-то сделать с волосами. Почему бы вам их не завить? Они такие длинные, прямые, наверное, выглядят ужасно под шляпой. Может быть, заложить их за уши?» Я послушно сделала это и ждала ее одобрения. Беатрис критически смотрела на меня, склонив голову на бок. «Нет», — сказала она, — «нет, я думаю, так еще хуже. У вас делается слишком суровый вид, вам это не идет. Нет, вам нужна завивка, чтобы немного их поднять. Мне никогда не нравился этот стиль а-ля Жанна Дарк или как там еще это называется. А что говорит Максим, к лицу вам эта прическа, по его мнению, или нет?» «Не знаю. Он ничего об этом не говорил». «Ну что ж», — сказала Беатрис, — «возможно, ему нравится. Вы меня не слушаете. Скажите, вы купили какие-нибудь вещи в Лондоне или в Париже? Нет, нам было некогда. Максиму не терпелось попасть домой, и ведь я всегда могу выписать каталог и заказать платье по почте». «Глядя на вас, сразу видно, вам безразлично, что носить», — сказала Беатрис. Я виновата взглянула на свою юбку из легкой шерсти. «Нет, не безразлично», — сказала я. «Я люблю красивые вещи, но до сих пор я не могла тратить много денег на одежду». «Странно, что Максим не задержался на недельку в Лондоне, чтобы купить вам какие-нибудь приличные вещи», — сказала она. «По правде говоря, это эгоизм с его стороны. И так не похоже на него. Обычно он очень взыскательный, ему трудно угодить». «Да», — сказала я. «Мне так не показалось. По-моему, он вообще не замечает, что на мне надето. По-моему, ему все равно». «О, — протянула она, — должно быть, он очень изменился». Она отвернулась от меня и, засунув руки в карманы, засвистела, подзывая Джеспера. Затем поглядела наверх на возвышавшийся над нами дом. «Значит, вы не пользуетесь западным крылом», — сказала она. «Нет, наши комнаты в восточном крыле. Там все переделали. Да?» «Я этого не знала. Интересно, почему?» «Так решил Максим», — сказала я. «Ему, по-видимому, больше здесь нравится». Она ничего не ответила. Она продолжала свистеть, глядя на окна дома. «Как вы поладили с миссис?» — Денверс. «Внезапно?» — спросила она. Я наклонилась и принялась похлопывать Джеспера по голове и гладить ему уши. «Я не так уж часто с ней встречаюсь», — сказала я. «Она меня немного пугает. Я никогда не видела таких людей». «Да, думаю, что никогда», — сказала Беатрис. Джеспер поднял на меня глаза большие, покорные, даже застенчивые. Я погладила его шелковую макушку и положила ладонь на черный нос. «Вам нечего ее бояться», — сказала Беатрис. «И главное, чтобы она не заметила этого. Конечно, мне почти не приходилось иметь с ней дело, да и желание такое вряд ли возникнет. Однако она всегда очень вежлива со мной». Я продолжала гладить Джеспера по голове. «Она дружелюбно держится с вами?» — спросила Беатрис. «Нет, не очень». Беатрис снова принялась свистеть и чесать голову Джеспера носком туфли. «Я бы на вашем месте постаралась как можно меньше общаться с ней», — сказала Беатрис. «Да», — сказала я. «Она прекрасно ведет хозяйство. Мне нет необходимости вмешиваться. О, я не думаю, чтобы она против этого возражала», — сказала Беатрис. «Это же самое», — сказал накануне вечером Максим. И я подумала, как странно, что тут мнения сестры и брата сошлись. «Я считала, что вмешательство в ее дела меньше всего должно быть по вкусу, миссис Денверс». «Я полагаю, со временем она смирится», — сказала Беатрис. «Но поначалу вам придется трудно, это понятно. Она дико ревнует». «Я боялась, что так оно и будет». «Почему?» — спросила я, глядя на нее. «К кому она ревнует?» «Мне не показалось, что Максим так уж обожает ее». «Милое дитя, при чем тут Максим?» — сказала Беатрис. «Я полагаю, она уважает его и все такое, но и только нет, понимаете». Она остановилась, слегка нахмурясь, неуверенно взглянула на меня. «Ей невыносимо то, что вы вообще здесь появились, вот в чем беда». «Почему?» — спросила я. «Почему ей это должно быть невыносимо?» «Я думала, вы знаете», — пробормотала Беатрис. «Максиму следовало бы сказать вам об этом». «Она просто боготворила Ребекку». «О!» — воскликнула я. «Вот оно что!» Мы продолжали обе похлопывать и гладить Джеспера. И непривычный к таким знаком внимания пес, подставляя нам живот, в экстазе перекатился на спину. «А вот и мужчины», — сказала Беатрис. «Давайте вынесем кресло и посидим под каштаном». «Как растолстел Джайлз. На него просто противно глядеть рядом с Максимом. Я думаю, Фрэнк вернется в контору. Ну и скучный он человек, никогда не скажет ничего интересного. Что это вы так обсуждали?» «Верно, от всего нашего мира камня на камне не осталось». Она рассмеялась. «Мужчины не спеша подошли к нам». Джайлз швырнул ветку, чтобы Джеспер принес ее обратным. Мы все глядели на пса. Мистер Кролли взглянул на часы. «Мне пора двигаться», — сказал он. «Большое спасибо за ленч, миссис де Винтер». «Приходите почаще», — сказала я, пожимая ему руку. «Интересно, уедут ли Беатрис с мужем? Я не знала, приехали ли они только на ленч или собираются провести у нас день. Я надеялась, что они уедут. Я хотела остаться одна с Максимом, чтобы было так, как бывало в Италии. Роберт вынес кресло и пледы, и мы все уселись под каштаном. Джайлз откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза шляпой. Вскоре он начал похрапывать с раскрытым ртом. «Закрой рот, Джайлз», — сказала Беатрис. «Я не сплю», — пробормотал он, открыл глаза и вновь их закрыл. Он казался мне непривлекательным. Я не понимала, почему Беатрис вышла за него. Не могла же она в него влюбиться? Кто знает? Возможно, она думает то же самое про меня. Время от времени я ловила на себе ее взгляд, недоуменный, задумчивый, словно она спрашивала себя, что ради всего святого Максим в ней нашел, но вместе с тем добрый и благожелательный. Они говорили о своей бабушке. «Мы должны поехать навестить старую даму», — сказал Максим. «Она впадает в детство», — сказала Беатрис. «У нее, бедняжки, еда валится изо рта». Я слушала их, опершись на руку Максима и терлась подбородком о его рукав. Он рассеянно поглаживал мою руку, не думая о том, что делает, разговаривая с Беатрис. «В точности, как я с Джеспером», — подумала я. «Я Джеспер для него сейчас. Время от времени он гладит меня, когда вспоминает. Я довольна, я делаюсь ближе к нему на миг. Он любит меня так, как я люблю Джеспера». Ветер утих, все оцепенело в мирной дремоте. Траву только недавно скосили, от нее шел густой душистый запах, запах лета. Над головой Джайлза повисла жужжанием пчела, и он отмахивался от нее шляпой. Джеспер перебрался поближе к нам, ему стало жарко на солнце, язык болтался в раскрытой пасти. Он плюхнулся на землю рядом со мной и, виновато, глядя большими глазами, принялся вылизывать бок. Сверкали под солнцем высокие узкие трехстворчатые окна, в стеклах отражались терраса и зеленые лужайки. Из ближней к нам трубы валил дымок, возможно, зажгли, как заведено, огонь в библиотеке. Через лужайку пролетел дрозд, направляясь к магнолии у окна столовой. Даже сюда, на лужайку, доносился слабый сладкий запах ее белых цветов. Все было спокойно и неподвижно. Шум прибоя в бухте отступил вдаль. Должно быть, шел отлив, снова зажужжала пчела, приостановив свой полет, чтобы сесть на цветы каштана над нами. Так я все себе и представляла, подумала я. Такой, я надеялась, и будет жизнь в Мендерли. Мне хотелось сидеть здесь вечно, не разговаривая, не слушая остальных, сохранить навсегда этот драгоценный момент, потому что, погрузившись в полудрему, мы были умиротворены, мы были согласны с собой и жизнью, как гудящая над нашими головами пчела. Скоро все изменится, наступит завтра и послезавтра и следующий год, и мы, возможно, тоже изменимся и не будем сидеть вот так вместе. Кто-то из нас уедет, или заболеет, или умрет. Будущее терялось во мраке, невидимое, неведомое, совсем не такое, возможно, какое бы мне хотелось, не такое, каким мы задумали его. Но этот момент ничто не может нарушить. Ему ничто не грозит. Мы сидим вместе, рука в руке, Максим и я, и прошлое, и не будущее, и сейчас не существует для нас. Этот смешной осколочек времени, который он никогда не вспомнит, о котором не подумает вновь под надежной защитой, да, для Максима в нем не было ничего святого. Он говорил с Беатрис о том, что надо разрядить подлесок у подъездной аллеи, и Беатрис то соглашалась, то предлагала еще что-то, кидая в то же время в Джайлза пучки травы. Для них это было обычное времяпрепровождение после Ленча. Четверть четвертого, как любой другой час, в любой другой день, им не хотелось прижать эти минуты к груди, спрятать их в безопасном месте. Их не мучил страх, как меня. «Ну, нам, верно, пора трогаться», — сказала Беатрис, стряхивая с юбки траву. «Я не хочу запаздывать. Мы ждем к обеду кортриджей». «Как поживает Вера?» — спросил Максим. «О, все по-прежнему. Один разговор о своем здоровье». «А он сильно постарел. Они, конечно, будут расспрашивать о вас». «Передайте им привет», — сказал Максим. Мы встали. Джайлз зевнул и потянулся. Солнце скрылось. Я поглядела на небо. Оно потемнело. На нем появились небольшие облачка. Они неслись в боевом порядке, ряд за рядом. «Ветер меняется», — заметил Максим. «Надеюсь, мы не попадем под дождь», — сказал Джайлз. «Боюсь, погода портится», — проговорила Беатрис. «Мы медленно направились к подъездной аллее, где стояла машина». «Вы так и не видели, что мы сделали с восточным крылом», — сказал Максим. «Поднимемся наверх», — предложила я. «На одну минутку». Мы вошли в холл и поднялись по парадной лестнице. Мужчины следом за Беатрис и мной. Как странно, что Беатрис прожила здесь столько лет. Сбегала девочкой по этим ступенькам рядом с няней. Она родилась здесь, выросла здесь. Все здесь ей было знакомо. Я никогда не сумею сродниться с Мендерли так, как она. В ее душе должно быть храниться много картин. Интересно, она когда-нибудь думает о прошедших днях? Вспоминает тощую девочку с крысиными хвостиками, совсем не похожую на ту женщину, какой она стала к сорока пяти годам, бодрую, энергичную, равновешенную. Совсем другой человек. Мы подошли к нашим комнатам, и Джайлз, наклонив голову под низкой притлокой, сказал «Как весело здесь все выглядит. Стало куда лучше, правда, Би?» «Да, старина, ты превзошел самого себя», — сказала Беатрис. «Новые занвеси, новые кровати, все новое. Помнишь, Джайлз, мы жили здесь, когда у тебя болела нога. Здесь все было таким тусклым и серым, и неудивительно. Матушка не понимала, что такое комфорт. Вы никогда здесь не помещали гостей, да, Максим? Только когда дом был набит битком, запихивали сюда холостяков. Ну, должна сказать, сейчас здесь просто очаровательно. И к тому же окна выходят на розарий. От этого комната выигрывает. Можно я напудрю нос?» Мужчины двинулись вниз, а Беатрис подошла к зеркалу. «Это все сделала старуха Денверс?» — спросила она. «Да», — сказала я, — «по-моему, она устроила все чудесно». «Не приходится удивляться при ее-то выучке», — сказала Беатрис. «Интересно, во что все это обошлось, верно, в хорошую копеечку? Вы не спрашивали?» «Нет, боюсь, что нет». «Хотя вряд ли расходы беспокоили бы миссис Денверс», — сказала Беатрис. «Можно я возьму вашу гребенку?» «Какие красивые щетки, свадебный подарок». «Мне их купил Максим». «Хм, они мне нравятся. Мы, конечно, тоже что-нибудь вам подарим. Что вы хотите?» «О, право, не знаю. Пусть это вас не волнует», — сказала я. «Милочка, не болтайте ерунды. Неужели я пожалею деньги вам на подарок, даже если нас и не позвали на свадьбу? Надеюсь, вы не обиделись на нас за это. Максим хотел, чтобы мы поженились за границей». «Конечно нет. Очень разумно с вашей стороны. В конце концов, он...» Она остановилась на середине фразы и уронила сумочку. «Черт, неужели я сломала замок?» «И это все в порядке. О чем я говорила, не могу вспомнить. Ах, да, о свадебных подарках. Нужно что-то придумать. Как вы относитесь к драгоценностям?» Я не ответила. «Вы так отличаетесь от обыкновенных молодоженов», — продолжала она. На днях вышла замуж дочь одних моих друзей. Понятно, им надарили, что и всегда, белье, кофейные сервизы, кресло для столовой и прочее в этом роде. Я купила им довольно симпатичный торшер, заплатила за него у Харрада пять фунтов. «Если вы соберетесь в Лондон покупать наряды, рекомендую вам мою портниху, мадам Каро. У нее очень хороший вкус, и она не обсчитывает». Беатрис встала из-за туалетного столика и оправила юбку. «Как вы думаете, вы много будете принимать?» «Я не знаю. Максим ничего не говорил. Да, с ним никогда ничего не знаешь. Чудной он человек. Было время, когда здесь нельзя было найти свободные постели. Дом был полон гостей. Мне почему-то трудно представить вас». Она резко остановилась и похлопала меня по руке. «Ладно», — сказала она, — «посмотрим. Жаль, что вы не ездите верхом и не охотитесь. Вы так много теряете. Вы случайно не увлекаетесь парусным спортом, нет?» «Нет», — сказала я. «Спасибо и за это», — сказала Беатрис. Она подошла к дверям и двинулась по коридору. Я за ней. «Приезжайте погостить, если будет охота», — сказала она. «К нам все ездят без приглашения. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пригласительные письма. Большое спасибо». Мы подошли к парадной лестнице, спускавшейся в холл. Мужчины уже стояли на крыльце. «Скорее, Би!» — крикнул Джайлз. «На меня упала капля, так что мы подняли верх машины. Максим говорит, что барометр падает». Беатрис взяла меня за руку и, наклонившись, быстро клюнула в щеку. «До свидания», — сказала она. «Простите, если я наговорил тут кучу вещей, которые не следовало говорить, и задавала бестактные вопросы. Максим подтвердит, что я никогда не отличалась особым тактом. И, как я вам уже сказала, вы ни чуточку не похожи на то, что я ждала». Она поглядела мне прямо в глаза, губы ее сложились для свиста. Затем она вынула из сумочки сигарету и щелкнула зажигалкой. «Понимаете», — сказала она, закрывая сумочку и спускаясь по ступеням. «Вы так сильно отличаетесь от Ребекки». Мы вышли на крыльцо и увидели, что солнце скрылось за грядой облаков, сеется мелкий дождь, и по лужайке торопливо идет Роберт, чтобы занести кресло в дом. Глава десятая Мы смотрели им вслед, пока машина не исчезла за поворотом подъездной аллеи. Затем Максим взял меня под руку и сказал, «Слава Богу, это уже позади. Скорее надень пальто и пойдем. Черт с ним, с дождем. Мне необходимо пройтись. Я больше не в состоянии сидеть под крышей». Он выглядел бледным и усталым. «Странно», — подумала я, — «почему Беатрис и Джайлз, его родная сестра и зять, так его утомили». «Погоди, я сбегаю наверх за пальто», — сказала я. «Тут в комнате под лестницей висит куча макинтоши. Бери любой», — нетерпеливо сказал он. «Стоит женщине попасть к себе в спальню, она проторчит там не менее получаса. Роберт, принесите, пожалуйста, миссис де Винтер макинтош. Там не меньше полудюжины дождевиков, которые забывали у нас разные люди». Он уже стоял на подъездной аллее и подзывал Джеспера. «Пошли, пошли, бездельник, мы из тебя жирок спустим». Джеспер описывал вокруг него круги, истерические лая и предвкушая прогулки. «Замолчи, дурачок», — сказал Максим. «Куда ради всего святого подевался Роберт?» Роберт бегом выбежал из холла с дождевиком в руках, и я поспешно натянула его, запутавшись в рукавах и с трудом выпростов воротник. Планщ был, конечно, слишком длинен и широк, но искать другой было некогда, и мы тронулись по лужайке к лесу. Джеспер бегом впереди. «Да, для меня и двух родственников более чем достаточно», — сказал Максим. «Беатрис — одна из лучших людей в мире, но она не может не ляпнуть чего-нибудь не в попад». Я не была уверена, в чем именно допустила промах Беатрис, и решила, что лучше не спрашивать. Возможно, Максим все еще сердится из-за того разговора о его здоровье, которое она подняла перед Ленчем. «Что ты о ней думаешь?» — спросил он. «Она мне очень понравилась», — сказала я. «Она была очень со мной мила». «О чем она говорила там с тобой после Ленча?» «О, не знаю, говорила больше я. Рассказывала ей о миссис Ван Хоппер и как мы с тобой познакомились и все такое. Она сказала, что я совсем не похожа на то, что она ожидала». «А что, черт подери, она ожидала?» «Я думаю, более элегантную и модную женщину, более изысканную и умудренную опытом, светскую красавицу», — сказала она. Максим ничего не ответил. Он наклонился и, подняв прутик, кинул его Джасперу. «Иногда, Беатрис, бывает чертовски глупа», — сказал он. «Мы поднялись по травянистому склону за лужайкой и вошли в лес, густой и темный. Мы ступали по сломанным веткам, по прошлогодней листьве, а местами по свежей зеленой щетинке молодого папоротника и стеблям еще не распустившейся пролески». Джаспер затих, опустил нос к земле. Я взяла Максима за руку. «Тебе нравятся мои волосы?» — спросила я. «Он удивленно уставился на меня. «Твои волосы?» — повторил он. «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Конечно, нравятся. Что с ними не так?» «О, ничего», — ответила я. «Я просто хотела знать». «Смешная ты», — сказал он. «Мы вышли на небольшую полянку. Отсюда отходили в противоположные стороны две тропинки. Джаспер, не колеблясь, подбежал к правой. Ко мне позвал его Максим. «Иди сюда, старина». Пес оглянулся, завилял хвостом, глядя на нас, но не тронулся с места. «Почему он хочет идти туда?» — спросила я. «Верно, потому что привык», — коротко ответил Максим. «Та тропинка ведет к бухточке, где мы держали яхту». «Пошли, пошли, дружище». «Мы свернули на левую тропинку, ничего больше не сказав, и когда я вскоре оглянулась, я увидела, что Джаспер бежит следом». «Эта тропинка идет к той долине, о которой я тебе говорил», — сказал Максим, «где так чудесно пахнут Азалии. Не обращая внимания на дождь, запах станет еще сильнее». Он уже пришел в себя, стал веселым и оживленным тем Максимом, которого я знала и любила. Он принялся говорить о Фрэнке Кролле, о том, какой он славный малый, какой прекрасный и надежный работник, и как он предан Мендерли. «Так-то лучше», — думала я. «Так было в Италии». И я улыбнулась ему, сжимая его руку, с облегчением видя, что с его лица сошло это странное напряженное выражение, и в то время, как я говорила «да» или «правда», и подумать только, милые мои мысли, вновь и вновь возвращались к Беатрис. Я не понимала, почему ее присутствие так взбудоражило Максима, до такой степени выбило из колеи. Что она сделала? Я думала также о том, что она сказала мне о его характере, о том, как бывает страшно, когда изредка, раза два за год, он выходит из себя. Конечно, она должна хорошо его знать, она его сестра. Но я не могла с ней согласиться, я иначе представляла Максима. Он мог быть хмурым, упрямым, порой раздраженным, но неистовый, не обузданный, как говорила Беатрис, нет. Возможно, она преувеличивала, люди часто ошибаются в оценке своих близких. — Стоп! — внезапно сказал Максим. — Гляди. Мы стояли на склоне поросшего лесом холма. Тропинка, извиваясь вдоль журчащего ручья, убегала вниз, в долину. Здесь не было темных деревьев и густого подлеска. По обе стороны тропинки росли азалии и рододендроны. Не кроваво-красные великаны, как у подъездной аллеи, а розовые, белые и золотистые, в воплощении изящества и красоты, они склоняли свои прелестные нежные головки под ласковым летним дождем. Воздух был напоен их запахом, душистым и опьяняющим. Мне казалось, будто этот аромат, самое их существо, смешивается с быстрыми водами ручья, пронизывает падающий дождь и влажный густой мох под ногами. Не слышно было ничего, кроме журчания струй и тихого шелеста дождя. Когда Максим заговорил, голос его тоже звучал мягко и тихо, словно он приглушил его, не желая нарушать тишину. — Мы называем это место «Счастливая долина», — сказал он. Мы стояли неподвижно, безмолвно, глядя в чистые бледные лица ближайших к нам цветов. Максим нагнулся, поднял с земли упавший лепесток и протянул его мне. Он был раздавлен и смят, края уже покоричневели и закруглились внутрь, но когда я растерла его на ладони, до меня донесся запах душистый и крепкий, такой живой, как куст, с которого упал цветок. А затем запели птицы. Начал дрозд. Его песня чистая и прохладная поднялась над журчащим ручьем. Через минуту из леса за нами раздался ответ его подруги. Вскоре беззвучный ранний воздух вибрировал от птичьих голосов. Они сопровождали нас, пока мы спускались в долину, и аромат белых лепестков сочился нам вслед. Сердце у меня громко билось. Мне казалось, я попала в волшебную страну. Я не представляла, что существует такая красота. Небо, хмурое, затянутое тучами, такое непохожее на послеполуденное, и ровный, непрекращающийся дождь, не мешали мирному покою долины. Дождь и ручей сливали свои звуки, и мелодичная песня дрозда звучала в сыром воздухе в гармонии с тем и другим. По пути я задевала мокрые головки азалий, так густо они росли по обеим сторонам тропинки. С напоенных водой лепестков падали капли мне на руки. Лепестки лежали и под ногами, коричневые, разбухшие, но все еще пахучие. Тянуло и еще каким-то более застарелым пряным запахом, запахом глубокого мха и горькой земли, стеблей папоротника и невидимых нам узловатых корней деревьев. Я держала Максима за руку и молчала. Я была во власти чар счастливой долины. Наконец-то я попала в самое сердце Мендерли, того Мендерли, который я узнаю и полюблю. Позабыт был путь сюда, черный густой лес, кричащие рододендроны, сладострастные и гордые. Позабыт огромный дом, безмолвие холла, где блуждало эхо, тревожная тишина западного крыла, закутанного в чехлы. Там я была самозванкой, вторгающейся в чужие владения, бродящей по комнатам, которые не знают меня, сидящей в кресле за столом, который мне не принадлежит. Здесь все было иначе. Для счастливой долины не существует людей, нарушающих право владения. Мы достигли конца тропинки, здесь цветущие ветви образовали арку над головой. Мы наклонились, прошли под ней, и когда я вновь выпрямилась, смахивая с волос капли дождя, я увидела, что долина осталась позади. Позади остались азалии и деревья, и, в точности, как много недель назад в Монте-Карло описывал мне это Максим, мы стоим у небольшой узкой бухты. Под ногами хрустит белая галька, на берег с шумом накатывается прибой. Максим улыбается мне с высоты своего роста, глядя на мое изумленное лицо. — Настоящий сюрприз, правда? — сказал он. — Этого никак не ждешь. Контраст так внезапен, что причиняет чуть ли не физическую боль. Он поднял камень и швырнул его через пляж в воду. — Принеси его, старина! — крикнул он Джесперу. Пес стремглав кинулся вдогонку за камнем, его длинные черные уши хлопали на ветру. Волшебство исчезло, чары рассеялись, мы снова стали смертными двумя людьми, играющими на морском берегу. Мы кидали камушки Джесперу, подойдя к кромке воды, бросали блинчики, а затем стали вылавливать плавник. Начался прилив. Волны с плеском набегали на берег, низкие скалы покрыло водой, морские водоросли полоскались на камнях. Мы нашли толстую доску и оттащили ее подальше. Максим обернулся ко мне со смехом и откинул волосы с глаз, а я закатала рукава Макинтоша, намокший от брызг. А потом мы оглянулись вокруг и увидели, что Джеспер исчез. Мы звали его, мы свистели, но все было напрасно. Я тревожно поглядела на вход в бухту. Волны с шумом разбивались о скалы. — Нет, — сказал Максим, — мы бы увидели его, он не мог туда упасть. — Джеспер, дурачок, где ты, Джеспер, Джеспер? — Может быть, он вернулся в счастливую долину, — сказала я. — Минуту назад он был вон у той скалы, обнюхивал мертвую чайку, — сказал Максим. Мы пошли вглубь берега по направлению к счастливой долине. Джеспер, Джеспер, — звал Максим. Вдалеке за скалами с правой стороны пляжа послышался короткий пронзительный лай. — Слышишь, — сказала я, — он перебрался через те скалы. Я принялась карабкаться на скользкие камни, из-за которых доносился лай. — Вернись, — резко сказал Максим. — Нам ни к чему туда идти. Этот дурацкий пес сам позаботится о себе. — А вдруг он упал, — сказала я. — Бедняжка, разреши мне его поискать. Джеспер снова залаял, на этот раз издалека. — Ну, пожалуйста, — сказала я. — Я должна до него добраться. Там безопасно, да? Его не может отрезать прилив. — С ним все в порядке, — раздраженно сказал Максим. — Ну, что ты беспокоишься? Он знает дорогу домой. Я притворилась, что не расслышала его, и снова принялась карабкаться с камня на камень. Большие неровные валуны стояли стеной, и я скользила и чуть не падала на мокрых камнях, стараясь пробраться поближе к псу. Но разве это не жестоко? Со стороны Максима оставить Джеспера одного, я не могла этого понять. К тому же идет прилив. Я достигла огромного валуна, из-за которого раньше ничего не было видно, и посмотрела вниз. К своему удивлению, я обнаружила, что гляжу в другую бухточку, похожую на ту, которая осталась позади, но шире и круглее. Ее пересекал небольшой каменный волнорез, за которым заливчик образовывал крошечную естественную гавань. Там стоял на якоре буй, но лодок не было видно. Берег покрывала такая же белая галька, но он был круче, падал уступом в море. Деревья подходили к полосе перепутанных водорослей, отмечающей границу полной воды, захватывая чуть не весь берег до самых скал, а на опушке леса стояло длинное низкое строение, не то коттедж, не то сарай для лодок, построенный из таких же камней, что и волнорез. На пляже был какой-то человек, возможно, рыбак, в высоких сапогах и клеенчатой шапке, на которого и лаял Джеспер, то описывая вокруг него круги, то стрелой кидаясь к ногам. Мужчина не обращал на него никакого внимания, склонившись вниз, он копался в гальке. «Джеспер!» — крикнула я. «Джеспер, ко мне!» Пес взглянул наверх, завилял хвостом, но не послушался и продолжал облаивать одинокую фигуру на берегу. Я оглянулась. Максима по-прежнему не было видно. Я перебралась по скалам вниз. Галька под ногами у меня заскрипела, и человек поднял голову. Я увидела крошечные щелочки глаз и красный слюнявый рот идиота. Он улыбнулся мне, показав беззубые десны. «Здрасте! Грязно, да?» «Добрый день!» — сказала я. «Да, боюсь, сегодня не очень хорошая погода». Он с интересом глядел на меня, не переставая улыбаться. «Ищу ракушки!» — сказал он. «Нет ракушек! Копаю тут целый день!» «Да? Мне очень жаль, что вы не можете ничего найти». «Ага!» — сказал он. «Здесь ракушек нет». «Пошли, Джеспер!» — сказала я уже поздно. «Пошли, старина!» Но Джеспер был в выступлении. Возможно, ветер и море ударили ему в голову. Он отбежал от меня с бессмысленным лаем и принялся гоняться по пляжу неизвестно зачем. Я видела, что по доброй воле он за мной не пойдет, а у меня не было поводка. Я обернулась к мужчине, который снова принялся за свое бесполезное занятие. «У вас нет веревки?» «У вас нет веревки?» — повторила я. «Нет здесь ракушек!» — сказал он, покачивая головой. «Копаю с самого полудня!» Он кивнул мне и вытер свои бледно-голубые водянистые глаза. «Мне нужно что-нибудь вместо поводка», — сказала я. «Собака не хочет за мной идти». «Э?» — сказал он и улыбнулся жалкой улыбкой идиота. «Ладно», — сказала я, — «неважным». Он поглядел на меня неуверенно, затем наклонился вперед и ткнул меня в грудь. «Я знаю эту собаку», — сказал он. «Она из большого дома. Да. Я хочу, чтобы она вернулась туда со мной. Она не твоя». «Она мистера Деввинтера», — ласково сказала я. «Я хочу увезти ее обратно в дом». «Э?» Я снова позвала Джеспера, но он гонялся за перышком, летавшим на ветру. Я подумала, что, возможно, найду веревку в сарай для лодок и пошла берегом по направлению к нему. Некогда вокруг него был садик, но теперь все заросло сорняком и крапивой, окна были заколочены досками, здесь, конечно, заперто. Я отодвинула щеколду без особой надежды. К моему удивлению, дверь, хоть и туго вначале, открылась, и я вошла в дом, наклонив голову под низкой притолокой. Я ожидала увидеть обычный лодочный сарай, грязный, пыльный, так как им давно не пользовались, с мотками, бечевки, шкивами и веслами на полу. Пыли там было достаточно, грязи кое-где тоже, но никаких шкивов и бечевки, во всю длину домика шла комната, обставленная мебелью. В углу стояло бюро, посредине стол с креслами, у стены диван. Был там и кухонный шкаф с посудой, книжные полки с книгами, а наверху выше полок модели кораблей. На какой-то миг я подумала, что здесь живут, возможно, этот бедняга на берегу, но, посмотрев вокруг, еще раз увидела, что дом необитаем. За этой ржавой каминной решеткой уже давно не пылал огонь, по этому пыльному полу давно не ступали ноги, и фонарь на кухонном шкафчике покрылся от сырости голубыми пятнами. В воздухе стоял странный затхлый запах. Пауки спряли нити паутины вокруг моделей кораблей, новый призрачный такелаж. Нет, здесь никто не живет. Никто не приходит сюда. Когда я открывала входную дверь, петли скрипели от ржавчины. Дождь глухо барабанил по крыше, стучался в заколоченные окна, обивку дивана прогрызли мыши или крысы. Я видела дыры с неровными, обтрепанными краями. В доме было сыро, сыро и промозгло, темно, гнетуще. Мне не нравилось здесь, я не хотела больше здесь оставаться, мне был неприятен стук дождя барабанищего по крыше. Казалось, ему вторит эхо. Тут, внутри, было слышно, как течет вода по заржавленной каминной решетке. Я огляделась в поисках веревки, но там не было ничего, что могло мне пригодиться, абсолютно ничего. Я заметила в конце комнаты еще одну дверь и направилась к ней. Я открыла ее. Теперь уже робко и боязливо, потому что у меня возникло странное тревожное чувство, будто я могу нечаянно наткнуться на что-то, что предпочла бы не видеть, что-то ужасное, что-то, что причинит мне вред. Ну, конечно, все это были глупости, и я распахнула дверь. Вот теперь я попала в настоящий лодочный сарай. Здесь были веревки и шкивы, которые я ожидала увидеть, два или три паруса, кранцы, небольшой плоскодонный ялик, банки с краской, всевозможные мелочи и хлам, который скапливается в таких местах. На полке я заметила моток бечевки. Рядом ржавый перочинный нож. То самое, что мне было надо. Я открыла нож, отрезала от мотка кусок и вернулась в комнату. Дождь по-прежнему барабанил по крыше и капал в камин. Я быстро вышла из домика, не глядя назад, стараясь не смотреть на изодранный диван, покрытый пятнами фарфор и паутину на моделях кораблей. Миновала скрипучую калитку и поспешила на белый пляж. Мужчина больше не копал. Глядел на меня во все глаза. Джеспер был с ним рядом. «Пошли, Джеспер», — сказала я. «Пошли, хорошая собака». Я наклонилась. На этот раз он разрешил мне притронуться к нему и взять его за ошейник. «Я нашла в доме веревку», — сказала я мужчине. Он не ответил. «Я привязала веревку к ошейнику. До свидания», — сказала я и дернула за поводок. Мужчина кивнул, все еще не спуская с меня глаз узеньких щелочек идиота. «Я видел, ты ходила туда». «Да», — сказала я. «Все в порядке. Мистер Де Винтер не будет сердиться». «Она туда не ходит теперь», — сказал он. «Нет», — сказала я. «Теперь нет». «Она ушла в море, да? Она больше не вернется?» «Нет», — сказала я. «Она не вернется». «Я ничего не говорил никому, да?» «Нет, конечно, нет. Не тревожьтесь», — сказала я. Он снова склонился к гальке и принялся копать, бормоча что-то себе под нос. Я пошла по пляжу и увидела, что у скал меня ждет Максим, сунув руки в карманы. «Прости», — сказала я. «Джеспер не желал уходить отсюда. Мне надо было достать веревку». Он резко повернулся на каблуках и двинулся к лесу. «Разве нам не надо перелезать через скалы?» — сказала я. «Какой смысл, раз уж мы здесь?» — коротко ответил он. Мы миновали домик и двинулись по тропинке через лес. «Мне очень неприятно, что я так задержалась. Это Джеспер виноват», — сказала я. «Он без конца лаял на того человека. Кто он такой?» «Всего лишь Бен», — сказал Максим. «Он совершенно безвреден, бедняга. Его отец был одним из наших лесничих. Они живут рядом с фермой. Где-то взяла этот кусочек бечевки. Нашла в домике на берегу. Разве дверь была не заперта? Нет, я оттолкнула, и она открылась. Я нашла веревку во второй комнате, там, где лежали паруса, и стоит маленькая лодка. А, — только и сказал он, — понятно. Через минуту он добавил, «Дому полагается быть закрытым. С чего это вдруг там открыта дверь?» Я ничего не сказала, это меня не касалось. «Ты от Бена узнала, что дверь открыта?» «Нет», — сказала я. Мне показалось, он не понимал ничего из того, о чем спрашивала я его. «Он притворяется глупее, чем он есть», — сказал Максим. «Он может вполне осмысленно говорить, если захочет. Возможно, он десятки раз заходил туда и предпочел утаить это от тебя». «Не думаю», — сказала я. «Судя по виду, там давно никого не было». «Ничего не тронуто, всюду пыль, и не видно ничьих следов. Там ужасно сыро и промозгло. Боюсь, книги испортятся и кресла, и диван. И там крысы, они изгрызли многие переплеты». Максим не ответил. Он шел очень быстрым шагом, а подъем от берега был крутой. Здесь ничто не напоминало счастливую долину. Темные деревья стояли густо, одно к одному. У тропинки не было видно азалий. Сквозь густую листву сеялся частый дождь. Капли шлепали мне за воротник и текли по спине. Я дрожала, это было неприятно, словно кто-то проводил по позвоночнику холодным пальцем. Ноги у меня болели после непривычного лазания по скалам, а Джеспер, устав после дикой беготни на берегу, еле тащился за мной, вывалив на сторону язык. — Шевелись, Джеспер, ради всего святого, — сказал Максим. — Заставь его идти быстрее, тяни за веревку или еще как-нибудь. Беатрис права, этот пес слишком растолстел. — Ты сам виноват, — сказала я. — Ты так быстро идешь, нам за тобой не поспеть. — Если бы ты послушалась меня, вместо того, чтобы лезть, как сумасшедшая на эти скалы, мы бы уже были дома, — сказал Максим. — Джеспер прекрасно знает дорогу обратно. Не представляю, зачем тебе понадобилось бежать за ним. Я думала, вдруг он упал, и я боялась прилива. — Неужели я оставил бы пса, если бы ему грозил прилив? — сказал Максим. — Я сказал тебе, чтобы ты не ходила туда, а теперь ты ворчишь, потому что устала. — Я не ворчу, — сказала я. Любой, пусть даже у него будут железные ноги, устал бы от такой быстрой ходьбы. И, во всяком случае, я думала, ты нагонишь меня, когда я пошла искать Джеспера. — Зачем мне было утомляться, носясь галопом за чертовым псом? — Ну, носиться за Джеспером ничуть не более утомительно, чем носиться за плавником, — ответила я. — Ты говоришь это просто потому, что у тебя нет другого оправдания. Мое милое дитя, в чем же это я, по-твоему, должен оправдываться? — Ой, я не знаю, — устала, — сказала я. — Давай кончим этот разговор. — Ну, уж нет, ты первая его завела. Что ты имела в виду, когда говорила, что я пытался найти оправдание? Оправдание в чем? Ну, наверное, в том, что ты не перелез вместе со мной через скалы. И почему же это я не захотел переходить в другую бухту, как ты думаешь? О, Максим, откуда мне знать? Я не умею читать чужие мысли. Я знаю, что ты не хотел, вот и все. Я видела это по твоему лицу. — Что видела по лицу? Я уже сказала тебе, видела, что ты не хочешь туда идти. О, давай прекратим этот разговор. Мне он до смерти надоел. Все женщины так говорят, когда им нечего больше сказать. Хорошо, я не хотел идти на тот пляж. Ты довольна? Я никогда не хочу в это проклятое место, к этому проклятому дому. И если бы ты помнила то, что помню я, ты бы тоже не захотела туда ходить или говорить об этом и даже думать. Ну, как тебе это, по вкусу? Попробуй переварить. Максим побледнел. В глазах появилось то же затравленное, потерянное выражение, которое поразило меня при нашей первой встрече. Я протянула руку и взяла его ладонь, крепко сжала ее. — Пожалуйста, Максим, пожалуйста, — взмолилась я. — В чем дело? — грубо сказал он. — Я не хочу, чтобы у тебя был такой вид, — сказала я. — Мне это слишком больно. Пожалуйста, Максим, давай забудем все, что мы наговорили. Глупый пустой спор. Прости меня, любимый, прости меня, пожалуйста. Пусть все будет хорошо. — Нам надо было оставаться в Италии, — сказал он. — Нам не надо было приезжать в Мендерли. О, Господи, какой же я был дурак, что вернулся. Он нетерпеливо отводил в стороны ветви деревьев, шагая еще быстрее, чем прежде, и мне приходилось бежать, чтобы не отстать от него. Я задыхалась, ловила ртом воздух, к глазам подступали слезы, а тут еще бедняга Джеспер, которого я с трудом волокла за собой. Наконец мы подошли к началу тропинки, и я увидела вторую, отходящую налево в счастливую долину. Значит, мы поднимались по той самой тропинке, по которой тогда днем захотел пойти Джеспер. Теперь я поняла, почему он свернул на нее. Она вела к той части берега, которую он знал лучше, она вела к лодочному домику. Он привык ходить этим путем. Мы вышли к лужайке и молча пошли к дому. Лицо Максима было суровым, я ничего не могла по нему прочитать. Он вошел в холл и, не глядя на меня, направился к библиотеке. В холле был фриз. «Подавайте чай», — сказал Максим и закрыл дверь библиотеки. «Я с огромным трудом удерживалась от слез. Фриз не должен видеть, что я плачу. Он подумает, что мы ссорились, пойдет и скажет всем остальным слугам. Миссис де Винтер плакала сейчас в холле. Похоже, у них не все благополучно». Я отвернулась, чтобы он не увидел моего лица, но он подошел ко мне, чтобы помочь снять макинтош. «Я повешу ваш дождевик на старое место, мадам», — сказал он. «Спасибо, фриз», — ответила я, все еще отворачиваясь. «Боюсь, не очень подходящий день для прогулки, мадам». «Да», — ответила я, — «да, не очень». «Ваш платок, мадам», — сказал он, поднимая что-то с пола. «Спасибо», — сказала я, кладя его в карман. «Я не знала, идти ли мне наверх или последовать за Максимом в библиотеку». Фриз унес макинтош. Я стояла в нерешительности и грызла ногти. Фриз вернулся. Увидев, что я все еще здесь, он удивленно посмотрел на меня. «В библиотеке уже давно горит камин, мадам». «Спасибо, фриз». Я медленно двинулась через холл к библиотеке. Открыла дверь и вошла. Максим сидел в кресле, Джеспер у его ног, старый пес в своей корзинке. На подлокотнике кресла лежала газета, но Максим не читал. Я подошла, стала возле него на колени и прижалась лицом к его лицу. «Не сердись на меня больше», — шепнула я. Он взял мое лицо в ладони и посмотрел на меня усталыми, измученными глазами. «Я не сержусь на тебя», — сказал он. «Нет, сердишься», — сказала я. «Я огорчила тебя. Это то же самое, что рассердила. Ты весь истерзан и изранен. У тебя все внутри болит. Я просто не могу этого видеть. Я так тебя люблю». «Да», — сказал он. «Да». Он крепко сжал мне плечи. Его глаза вопрошали меня, темные, неуверенные. Глаза ребенка, которому больно, которому страшно. «Что с тобой, любимый? Почему у тебя такой взгляд?» Он не успел ответить. Дверь отворилась. Я отпрянула назад, сделав вид, будто хотела достать полено и подкинуть его в огонь. А в комнату вошел фриз. За ним Роберт, и ритуал чаепития начался. Повторилась та же церемония, что и накануне. Был принесен столик, покрыт белоснежной скатертью, поставлены блюда со сдобными лепешками и пирожками, выдружен на газовую горелку серебряный чайник с кипятком. Джесс, провеляя хвостом и подрагивая ушами от радостного предвкушения, не сводил глаз с моего лица. Прошло минут пять, прежде чем мы остались одни, и когда я взглянула на Максима, я увидела, что на его щеке вернулась краска, измученный потерянный взгляд исчез, и он тянет руку к тарелке с сандвичами. — Вся эта куча народа за ленчем, вот кто во всем виноват, — сказал он. Бедняжка Беатрис всегда страшно раздражает меня. Детьми мы дрались с ней, как кошка с собакой. Я очень ее люблю, благослови ее, Господь. Но как хорошо, что они не живут рядом с нами. Кстати, это напомнило мне, что нам надо как-нибудь съездить повидать бабушку. Налей мне чаю, детка, и прости за то, что я был так с тобой груб. Эпизод был закончен. Подведена черта. Больше об этом не следовало говорить. Максим улыбнулся мне, поднеся ко рту чашку чаю. Затем протянул руку за газетой, лежавшей на кресле. Улыбка должна была вознаградить меня. Как Джеспера, если погладить его по голове. Хороший пес. Хороший. А ну, на место, и больше меня не тревожь. Я снова стала Джеспером. Вернулась туда, где была раньше. Я взяла кусок лепешки и разделила его между псами. Я не хотела ее. Я была не голодна. Только теперь я почувствовала, как устала, как разбита. Я была, как выжатый лимон. Я поглядела на Максима, но он читал газету. Он уже перевернул газетную страницу. Я перепачкала пальцы маслом от лепешки и стала искать в кармане носовой платок. Вытащила его. Кружечный лоскут, обшитый кружевами. Я, нахмурясь, уставилась на него. Это был не мой платок. И тут я вспомнила, что Фрис поднял его с пола в холле. Наверное, выпал из кармана Макинтоша. Я развернула его на ладони. Он был грязный, с налипшими ворсинками от подкладки. Он, должно быть, пролежал в кармане Макинтоша много времени. В уголке была вышита монограмма. Высокая, косоя, Р переплеталась с Д, У. Р подавляла остальные буквы. Палочка уходила из кружевного уголка, чуть не к самому центру. Крошечный платочек, лоскуток Батиста. Его скатали в комочек, сунули в карман и забыли. Я, вероятно, была первой, кто надел Макинтош после того, как пользовались этим платком. Та, которая носила его, была высокая, стройная, шире меня в плечах, потому что Макинтош был мне велик и длинен. И рукава доходили до самых пальцев, на нем не хватало многих пуговиц. Она не потрудилась их пришить, носила дождевик в накидку, как пелерину, или надевала, не застегивая, и ходила, сунув руки в карманы. На платке было розовое пятно, губная помада. Она вытерла губы платком, скатала его в комочек и оставила в кармане. Я принялась обтирать им пальцы, и тут почувствовала, что в нем все еще держится запах. Запах, который я знаю, запах, который мне знаком. Я закрыла глаза и попыталась вспомнить. Еле уловимый аромат ускользал от меня. Я не могла распознать его, но я вдыхала его раньше. Я держала в руках цветок, источавший его еще сегодня днем. И тут я его узнала. Исходивший от платка, почти исчезнувший запах был тот самый, что струился от раздавленных в пальцах лепестков белой азалии в счастливой долине. Глава одиннадцатая. Целую неделю было сыро и холодно, как это часто бывает ранним летом в западных графствах. И мы больше ни разу не ходили на берег. Море я видела с террасы и лужаек. Оно выглядело серым и неприветливым. Мимо маяка на мысу катились к заливу огромные валы. Я представляла, как они устремляются в бухточку и с грохотом разбиваются о скалы, а затем быстрые и мощные накатываются на отлого спускающийся берег. Когда я выходила на террасу и прислушивалась, до меня доносился издалека приглушенный рокот моря, печальный и мрачный. Унылый, упорный звук, не затихающий ни на миг. Летели на сушу чайки, гонимые непогодой. Они кружили над домом, крича и хлопая распростертыми крыльями. Я начала понимать, почему некоторые люди не выносят шум моря. Порой у него был тоскливый заунывный звук, и самое его упорство, и бесконечно чередующиеся грохоты шипения резали ухо, действуя на нервы, как неблагозвучная песня. Я радовалась, что наши комнаты находятся в восточном крыле, и я могу высунуться из окна и поглядеть вниз на розарий. Порой я не могла уснуть, и, выбравшись потихоньку из постели, подходила в безмолвии ночи к окну и облокачивалась на подоконник. Вокруг был такой мир, такой покой. Мне не слышно было бурного моря, и поэтому в мыслях моих тоже были мир и покой. Они не вели меня по крутой тропинке через лес к серой бухте и покинутому сараю для лодок. Я не хотела думать о нем. Слишком часто я вспоминала о нем днем. Стоило мне увидеть с террасы море, и он тут же вставал передо мной, как дурной сон. Я снова видела фарфоровые чашки в голубых пятнах, нити паутины на крошечных мачтах игрушечных кораблей и прогрызенные крысами дырки на обивке дивана. Я слышала стук дождя по крыше, вспоминала Бена, его водянисто-глубые узкие глаза, щелочки, его хитрую хмылку идиота. Все это тревожило меня, выводило из равновесия. Я хотела забыть обо всех этих вещах и в то же время хотела знать, почему они тревожат меня, почему я чувствую себя так скверно и неловко. Где-то в глубине души у меня медленно и незаметно прорастало украдкое зернышко любопытства, как я не старалась его подавить. И я испытывала все сомнения и тревоги ребенка, которому сказано «Об этом не говорят, это запретная тема». Я не могла забыть потерянного выражения в глазах Максима, когда мы поднимались по тропинке через лес. Я не могла забыть его слов. О, Господи, какой же я был дурак, что вернулся. Во всем этом была виновата я одна. «Зачем я пошла в ту бухту?» Я вновь открыла дорогу в прошлое. И хотя Максим оправился и вновь стал самим собой, и мы жили с ним бок о бок, ели, спали, гуляли, писали письма, ездили в деревню, прокладывая себе путь, час за часом, сквозь каждый день, я знала, что из-за этого между мной и Максимом стоит стена. Он блуждал в одиночку, по другую сторону от нее. И я не могла к нему присоединиться. Я теперь все время волновалась. Я боялась, как бы неосторожное слово или неожиданный поворот разговора не вызвали в его глазах то выражение. Я стала страшиться простого упоминания о море, ведь это могло повлечь за собой разговор о лодках, о несчастных случаях, о том, что кто-то где-то утонул. Даже Фрэнк Кролли, пришедший как-то к Ленчу, страшно меня напугал, сказав что-то насчет парусных гонок в гавани Керрита в трех милях от нас. Я уставилась к себе в тарелку, сердце пронзило острая боль, но Максим продолжал разговаривать, как ни в чем не бывало, по-видимому, слова Фрэнка, никак его не задели. А я сидела, обливаясь потом от неизвестности, спрашивая себя, что может случиться, куда может завести нас этот разговор. Это было во время десерта. Фрис вышел из комнаты, и я, помню, поднялась из-за стола и пошла к буфету взять сыра, хотя мне вовсе его не хотелось просто, чтобы не сидеть с ними вместе и не слушать. Я даже напевала что-то в полголоса, чтобы заглушить разговор. Конечно, это было дурно, глупо, так мог вести себя болезненно, впечатлительный, склонный к подозрительности и страхам невропат. А не я, веселый и всем довольный от природы, но я ничего не могла с собой поделать, я не знала, как мне быть. Моя робость и неловкость еще усилились, и когда у нас появились чужие, я тупо молчала. Я помню, что в эти первые недели нам наносили визиты наши ближайшие соседи, и принимать их, пожимать им руки, тянуть время, пока не пройдут обязательные полчаса, стало для меня еще более тяжким испытанием, чем я предполагала, из-за этого моего нового страха, что они заговорят о чем-то, что нельзя обсуждать. Какая мука, этот хруст гравия на подъездной аллее, перезвон колокольчика, паническое бегство к себе в спальню, небрежный мазок пуховкой по носу, торопливый взмах гребенки над головой, и затем неизбежный стук в дверь и карточки на серебряном подносе. Прекрасно, я сейчас спущусь. Перестук моих каблучков по ступеням и плитам холла, распахнутые передо мной двери в библиотеку или еще того хуже, в длинную, холодную, безжизненную гостиную, и там ожидающая меня незнакомая дама, а то и две, или муж, и жена. Здравствуйте, как вы поживаете? К сожалению, Максим где-то в лесу, Фрис пошел его искать. Мы просто не могли не заехать, не за свидетеля стоит наше почтение молодой хозяйке. Легкий смех, легкая болтовня, молчание, взгляд по сторонам. Мендерли, как всегда, прекрасен, вам, конечно, здесь нравится, О, да, еще бы! И от робости, и желания им угодить у меня вырывались те любимые школьницами словечки, которые я употребляла только при сильном замешательстве. О, великолепно! О, потрясно! И абсолютно бесценно! А одной вдовствующей герцогине с лорнетом я даже сказала «Привет!». Облегчение, которое я испытывала, когда появлялся Максим, умерялось страхом, что они скажут что-нибудь неосторожное. И я тут же немела. На лице застывала улыбка, руки складывались на коленях. Они начинали обращаться к одному Максиму, разговаривая о людях, которых я не встречала. И местах, где я не бывала. И время от времени я ловила на себе их взгляд, недоверчивый, недоуменный. Я представляла, как они говорят друг друга по пути домой. «Дорогая, какая скучная девица!» Она почти не открывала рта. И затем фраза, которая впервые слетела с губ Беатрис и преследовала меня с тех пор. Фраза, которую я читала во всех глазах, которая была, казалось мне, у всех на языке. Она так не похожа на Ребекку. Время от времени мне удавалось подобрать какой-нибудь мелкий фактик, обрывок сведения и упрятать его в мой тайник, оброненное мимоходом словцо, вопрос, мимолетная фраза. И если я была одна без Максима, слышать их доставляло мне тайное, мучительное удовольствие, греховное знание, добытое обходным путем. Предположим, я возвращала визит. Максим был весьма щепетилен в таких вопросах и не давал мне пощады. И если он не сопровождал меня, мне приходилось, набравшись храбрости, выполнять эту формальность одной. В разговоре неизменно наступала пауза, и в это время я лихорадочно искала, «Что бы мне такое сказать?» «Вы часто будете устраивать приемы в Мендерли?» «Миссис де Винтер», — раздавался вопрос. Я отвечала. «Я не знаю. Максим пока ничего об этом не говорил». «Да, естественно, еще рановато. В прежние времена дом был полон людей. Еще одна пауза. Из Лондона, знаете, здесь устраивались потрясающие приемы. Да, — говорила я, — да, я слышала об этом». Снова пауза, затем понизив голос, как всегда, когда говорят об умерших, она пользовалась такой колоссальной популярностью, знаете. Это была выдающаяся личность. «Да, — говорила я, — да, я знаю». И через минуту-две кидала взгляд на часы, приподняв перчатку, и говорила, «Боюсь, мне пора ехать. Должно быть уже пятый час. Неужели вы не останетесь к чаю? Мы всегда пьем его в четверть пятого». «Нет-нет, право. Огромное спасибо. Я обещала Максиму». Я не кончала, но хозяйки знали, что я хочу сказать. Мы обе поднимались с места, понимая, что меня не обмануло приглашение к чаю, а ее мои слова об обещании Максиму. Иногда я задавала себе вопрос, что бы произошло, если бы я пренебрегла условностями и, сев в машину и помогав рукой хозяйке, стоящей на пороге, я вдруг снова открыла бы дверцу и сказала, я все-таки решила не уезжать. Пойдемте опять в гостиную, я останусь к обеду, а если хотите, то и переночую у вас. Интересно, что оказалось бы сильнее условности и хорошей манеры или удивление, и появилась ли бы радушная улыбка на оцепеневшем лице? Ах, конечно, как мило с вашей стороны это предложить. Как мне хотелось набраться храбрости и проделать это? Но вместо того дверца машины захлопывалась, машина катилась по гладкой гравиевой аллее, а моя очередная хозяйка дома возвращалась со вздохом и облегчением в комнату, становилась сама собой. Кажется, это была жена епископа в соседнем с нами кафедральном городке, кто спросил меня, как вы думаете, ваш муж возродит ежегодный маскарад? Такое прелестное зрелище! Я никогда его не забуду! Я улыбнулась так, словно мне все было про это известно, и сказала, мы еще не решили, так много надо сделать и обсудить. Да, вероятно, так, но я надеюсь, этот обычай не будет утрачен, вы должны повлиять на мужа. В прошлом году, конечно, ничего не было, но я помню, мы с епископом ездили на маскарад два года назад. Это было нечто волшебное. Мендерли удивительно подходит для таких вещей. Холл выглядел изумительно, там танцевали, а оркестранты сидели на галерее. Все так хорошо гармонировало. Конечно, организовать это нелегко, но все-таки все высоко это ценят. Да, сказала я, да, нужно спросить Максима. Я думала об отделениях для бумаг в бюро, стоящем в кабинете. Я представляла груды пригласительных билетов, длинные списки имен, адресов. Я видела женщину, сидящую за бюро, видела, как она ставит галочки возле имен тех, кого намерена пригласить. И, протянув руку за пригласительным билетом, макает перо в чернильницу и быстро, решительно пишет на билете несколько слов своим узким, косым почерком. А еще как-то раз летом мы были на приеме в саду, продолжала жена епископа. Все было, как всегда, красиво устроено. Все цветы цвели, день был великолепный, чай сервировали на маленьких столиках в розарии. Так мило придумана, такая оригинальная мысль. Конечно, она была очень умна. Она замолчала и немного покраснела, испугавшись, что допустила бестактность. Но я тут же согласилась с ней, чтобы вывести ее из замешательства. Я услышала, как храбро, бесстыдно говорю, «Ребекка, должно быть, была удивительная женщина». Я не поверила сама себе. Неужели я, наконец, произнесла это имя? В слух сказала слово «Ребекка». Это было колоссальным облегчением, словно я приняла слабительное и избавилась от мучительной боли. «Ребекка». Я произнесла это вслух. Я испугалась. Не заметила ли жена епископа, как у меня вспыхнуло лицо, но она продолжала говорить без запинки, и я слушала ее жадно, как соглядатый, подсматривающий в замочную скважину. «Значит, вы никогда ее не видели?» спросила она, и когда я покачала отрицательно головой, на секунду приостановилась, не вполне уверенная, что это дозволенная тема. Мы, конечно, не были с ней близки. епископ был введен в должность здесь всего четыре года назад, но, конечно, она принимала нас, когда мы были на костюмированном балу и приеме в саду. И как-то зимой мы были приглашены на обед. Да, прелестная была женщина, полна жизни. И такая способная, и разносторонняя, судя по всему, сказала я небрежно, чтобы показать, что мне все равно, играя в бахромой перчатки. Не так часто встретишь человека, который умен и красив, и увлекается спортом. Да, вы совершенно правы, сказала жена епископа. Она, безусловно, была очень одаренным человеком. Прямо вижу, как она стоит у подножия лестницы в тот вечер, когда мы приехали на бал и здоровается с гостями. Облако черных волос оттеняет ее белую кожу и такое красивое платье, и так ей шло. Да, она была настоящая красавица. И сама вела весь дом, продолжала я, улыбаясь, словно хотела сказать, я чувствую себя вполне непринужденно, я часто обсуждаю ее. Это, должно быть, требовало массу времени и труда. Боюсь, что сама я предоставлю это экономке. Ну, не все могут все делать сами. Вы ведь еще так молоды, не правда ли? Без сомнения, потом, когда вы здесь ко всему привыкнете, к тому же у вас, кажется, есть свое хобби, не так ли? Кто-то мне говорил, что вы увлекаетесь рисованием, любите рисовать этюды. Ах, вы об этом, сказала я. По-моему, это такая мелочь. Это очень приятный талант, сказала жена епископа. Вовсе не каждый умеет рисовать этюды. Вы не должны бросать это занятие. В Мендерли масса красивых уголков, которые прямо просятся на бумагу. Да, сказала я, да, вероятно, так. Придя в уныние от ее слов, я внезапно увидела, как я блуждаю по лужайкам со складным стулом и ящиком с карандашами в одной руке и моим приятным талантом, как она его назвала, в другой. Это звучало, приятный талант, как любимая болезнь. Вы играете в какие-нибудь игры, ездите верхом, охотитесь, спросила жена епископа. Нет, сказала я, ничего этого я не умею, я люблю ходить пешком, добавила я жалкое оправдание. Лучший эмоцион в мире, сказала она оживленно, мы с епископом очень много ходим пешком. Я представила, как он кружит по собору в широкополой шляпе и гетрах, держа ее под руку. Она принялась рассказывать о том, как много лет назад они совершили пешую прогулку по Пенинским горам, проходили в среднем по двадцать миль в день. И я кивала, вежливо улыбаясь, спрашивая себя, где эти пенины, которые я представляла чем-то вроде анд, и лишь потом вспомнила, что это та самая цепь невысоких гор, которые были отмечены неровной линией посредине розовой Англии в моем школьном атласе. И епископ так и не снял ни разу шляпу и гетры. — Неизбежная пауза. Взгляд на часы не нужен, потому что стенные часы в гостиной пронзительно пробили четыре, и я поднимаюсь со своего кресла. Я так рада, что застала вас. Надеюсь, вы нас навестите. С большим удовольствием. Епископ, к сожалению, всегда очень занят. Передайте, пожалуйста, привет вашему супругу и не забудьте попросить его возродить костюмированный бал. Да, разумеется, притворяясь, что мне все про это известно, а затем, сидя в уголке машины, направлявшиеся домой и кусая ногти, я представляла огромный холл в Мендерли, забитый людьми в маскарадных костюмах, шум, болтовню и смех движущейся толпы, музыкантов на галереях, ужин а-ла-фуршет, возможно, в парадной гостиной, длинные столы с закусками вдоль стен. И я представляла Максима, стоящего у подножия лестницы. Он смеялся, пожимая руки, и оборачивался к той, кто стояла рядом с ним, высокая и стройная, с темными волосами, как сказала жена епископа, темными волосами и очень белым лицом, к той, чьи быстрые глаза следили, чтобы ее гостям было хорошо, кто отдавал через плечо приказания слугам, той, что никогда не бывала неловкой и неизящной, за кем, когда она танцует, остается в воздухе аромат белой азалии. Вы часто будете устраивать приемы, миссис де Винтер? Я снова слышала этот голос, любопытный, словно на что-то намекающий голос женщины, живущей по другую сторону от Керлита, которой я нанесла ответный визит. Я видела снова ее глаза, подозрительные, оценивающие, охватывающие единым взглядом мой туалет от шляпы до туфель, быстрый взгляд сверху донизу, от которого не убережется ни одна новобрачная. Не в положении ли я? Я не хотела больше ее видеть. Я не хотела больше видеть ни одну из них. Они приезжали с визитом в Мендерли только из любопытства, из желания сунуть нос в чужие дела. Им нравилось критиковать мою внешность, мои манеры, мою фигуру. Им нравилось смотреть, как мы с Максимом держимся друг с другом, влюблены ли мы один в другого или нет, чтобы потом вернуться к себе домой и, перемывая нам косточки, сказать, совсем не то, что в прежние дни они приезжали потому, что хотели сравнить меня с Ребеккой. Я не буду больше возвращать визиты, решила я. Так я и заявлю Максиму. Пусть считают меня грубой и невоспитанной, мне все равно. У них будет больше пищи для критики, больше пищи для разговоров. Они смогут сказать, что я плохо воспитана. Я ничуть не удивляюсь, скажет одна другой. В конце концов, кто она была? Смех, пожимание плечами. Милочка, разве вы не знаете? Он подобрал ее в Монте-Карло или где-то в подобном месте. У нее не было ни гроша за душой. Компаньонка у какой-то старухи. Снова громкий смех и поднимание бровей. Не может быть! Это невероятно! Какие странные эти мужчины! И не кто-нибудь, а Максим, который всегда был таким разбором. Как он мог после Ребекки? Мне все равно. Мне это безразлично. Пусть говорят, что им угодно. Машина свернула в ворота у старушки, и я наклонилась вперед и улыбнулась женщине, которая там жила. Она срывала цветы в саду перед домом. Услышав, что подъезжает машина, она распрямилась, но не заметила моей улыбки. Я помахала ей рукой. Она безучастно взглянула на меня. Верно, она и не знала, кто я. Я снова откинулась на спинку сиденья. Машина покатилась по подъездной аллее. За одним из поворотов я увидела впереди фигуру мужчины. Это был Фрэнк Кролли, управляющий. Услышав шорох шин, он остановился, и шофер сбавил ход. Фрэнк Кролли снял шляпу и улыбнулся мне. Казалось, он рад меня видеть. Мне нравился Фрэнк. Он не казался мне скучным и неинтересным, как отозвалась о нем Беатрис. Возможно, потому что я сама была скучная. Мы оба были скучные. Я постучала по стеклу и попросила шофера остановиться. Я, пожалуй, выйду и пройдусь пешком с мистером Кролли, сказала я. Фрэнк открыл дверцу машины. Ездили с визитами, миссис де Винтер, сказал он. Да, Фрэнк, сказала я. Я звала его Фрэнк, потому что так звал его Максим, но он обращался ко мне только миссис де Винтер. Такой уж он был человек. Даже очутись мы с ним вместе на необитаемом острове и проживи там в самой тесной близости до конца своих дней, я осталась бы для него миссис де Винтер. Я ездила к епископу, сказала я. Его я не застала, но супруга епископа была дома. Они с епископом очень любят ходить пешком. Иногда они проходят по двадцать миль в день. В пеннинах. Я тех краев не знаю, сказал Фрэнк Кролли. Говорят, там очень красиво. Мой дядюшка жил там. Типичный ответ для Фрэнка Кролли. Безопасный, общепринятый, корректный, абсолютно точный. — Жена епископа спрашивает, когда в Мендерли будет костюмированный бал, — сказала я, следя за ним уголком глаза. — Она была на прошлом балу и получила большое удовольствие, — говорит она. Я не знала, что у вас тут бывают балы-маскарады, Фрэнк. Он не сразу ответил. У него сделался несколько встревоженный вид. — О, да, — ответил он, помолчав. Бал в Мендерли был главным событием года. Приезжали все, кто живет в нашем графстве. И куча народа из Лондона — колоссальное зрелище. — Это, верно, было нелегко организовать, — сказала я. — Да, — сказал он. — Вероятно, небрежно, — сказала я, — основную работу брала на себя Ребекка. Я глядела прямо перед собой на дорогу, но видела, что он повернулся ко мне, словно хотел прочитать выражение моего лица. — Мы все работали на совесть, — спокойно сказал он. В его словах звучала странная сдержанность, нерешительность, даже робость, напоминавшая мне меня самое. Я вдруг подумала, не был ли он влюблен в Ребекку? Если да, так я бы на его месте говорила именно таким тоном. Эта мысль повлекла за собой множество новых предположений. Ведь Фрэнк Кролли был так застенчив, так скушен. Он никогда никому не признался бы в своем чувстве и, в последнюю очередь, самой Ребекке. Боюсь, от меня было мало проку, если бы мы устроили этот бал, — сказала я. Я совершенно не умею ничего организовывать. А вам и не надо было бы ничего делать, — сказал он. Просто быть самой собой и украшать праздник. — Очень любезно с вашей стороны, Фрэнк, — сказала я, — но, боюсь, я это не сумею сделать как следует. А я думаю, что вы сделаете это превосходно, — сказал он. — Милый Фрэнк Кролли, как он был тактичен, как деликатен! Он чуть было меня не обманул, но в глубине души я все равно ему не поверила. Вы не спросите Максима про бал? Почему бы вам самой не спросить? Мне бы не хотелось, — сказала я. Мы замолчали. И молча продолжали идти вперед по подъездной аллее. Теперь, когда я сломила свое внутреннее сопротивление и произнесла имя Ребекки, и, сперва в разговоре с женой епископа, затем с Фрэнком Кролли, что-то все сильнее и сильнее побуждало меня говорить о ней. Это доставляло мне какое-то странное удовольствие, словно опьяняло меня. Я знала, что пройдет еще несколько минут, и я повторю его. На днях я была на берегу, — сказала я, — там, где построен волнорез. «Джеспер чуть с ума меня не свел, без конца лаял на какого-то несчастного дурачка». «Вы, вероятно, имеете в виду Бена», — сказал Фрэнк. Голос его снова звучал непринужденно. «Он славный малый, его нечего бояться, он и мухи не обидит». «О, я не испугалась», — сказала я. Несколько минут я молчала, напевая в полголоса, чтобы набраться храбрости. «Боюсь, этот домик на берегу скоро совсем развалится», — небрежно проговорила я. «Мне пришлось туда зайти. Я искала веревку или что-нибудь, чтобы взять Джеспера на поводок. Фарфор покрылся плесенью, книги гибнут. Почему не принимаются никакие меры? Неужели не жаль всего этого?» Я знала, что он ответит не сразу. Он наклонился и завязал шнурок на ботинке. Я сделала вид, что рассматриваю листок на одном из кустов. Полагаю, если бы Максим хотел, чтобы что-нибудь там было сделано, он сказал бы мне об этом, произнес Фрэнк, все еще возясь со шнурком. «Это все Ребеккины вещи?» — спросила я. «Да», — сказал он. Я кинула лист и, сорвав другой, принялась вертеть его в руках. «Для чего она использовала этот дом?» — спросила я. «Он полностью обставлен. Снаружи он похож на обыкновенный сарай для лодок». Он и был первоначально сараем для лодок, — сказал Фрэнк с трудом. Его голос снова сдавленный, напряженный, голос человека, которому неловко говорить на какую-то тему. А потом, потом она переделала его, велела принести туда мебель и посуду. Мне показалось странным, что он говорит «она», а не Ребекка или миссис де Винтер, как я ожидала. «Она часто там бывала?» — спросила я. «Да», — сказал он, — «часто». «Пикники при луне? Ну, то одно, то другое». Мы снова шли бок о бок. Я все еще напевала про себя. «Какая прелесть!» — весело воскликнула я. «Пикник при луне! Это, верно, восхитительно! Вы когда-нибудь участвовали в этих пикниках?» «Один или два раза», — сказал он. Я притворилась, что не замечаю, каким неразговорчивым он стал, с какой неохотой отвечает на мои вопросы. «А почему там, в маленькой гавани, поставлен буйок?» — спросила я. «Раньше там стояла на якоре яхта», — сказал он. «Какая яхта?» — спросила я. «Ее яхта». Меня охватило странное возбуждение. Я не в силах была прекратить расспросы. Фрэнк не хотел говорить об этом. Я знала, но хотя я испытывала жалость к нему и стыд за себя, я должна была продолжать. Я не могла замолчать. «Что с ней случилось?» — сказала я. «Это была та самая яхта, на которой она утонула?» «Да», — тихо сказал он. Яхта перевернулась и пошла ко дну. Ее смыло за борт. «Какой величины была яхта?» — спросила я. «Около трех тонн водоизмещения с небольшой каютой». «Из-за чего она перевернулась?» — спросила я. «В заливе бывают сильные штормы», — сказал он. Я представила зеленые, покрытые барашками волны, в проливе за мысом. Возможно, ветер поднялся внезапно. Смерч, идущий воронкой от маяка на холме, и крошечная яхта накренилась, сотрясаясь. Набок белый парус лег плашмя на бушующие волны. «Неужели никто не мог добраться до нее?» — сказала я. «Никто не видел, как это случилось. Никто не знал, что она вышла в море», — сказал Фрэнк. «Я боялась взглянуть на него. Он бы увидел по лицу, как я поражена. Я всегда думала, что несчастье произошло во время парусных гонок, что рядом были другие яхты, яхты из Кэррита, что все это произошло на глазах у людей, у зрителей, сидевших на скалах на берегу. Я не знала, что она была одна, совершенно одна там, в заливе. «Но в доме должны же были знать», — сказала я. «Нет», — сказал он. «Она часто вот так уходила в море, возвращалась в любое время ночи и спала в домике на берегу». «И не боялась?» «Боялась?» — сказал он. «Нет, она не боялась ничего на свете». «И Максим... Максим не возражал против того, что она плавала вот так, одна?» Он ничего не ответил, затем через несколько секунд коротко сказал «не знаю». У меня создалось впечатление, что он не хочет кого-то предать, то ли Максима, то ли Ребекку, то ли даже самого себя. Он был странным. Я не знала, как его понять. «Значит, она утонула, когда пыталась доплыть до берега, после того, как яхта пошла ко дну», — сказала я. «Да», — сказал он. Я представила, как крошечная яхта содрогалась, ныряла вниз, как вода хлынула потоком в углубление за рулем, как под порывом ветра паруса внезапно легли горизонтально, и она перевернулась. В заливе было должно быть очень темно. Берег, должно быть, казался очень далеким тому, кто к нему плыл. «Сколько прошло времени, пока ее нашли?» — спросила я. «Около двух месяцев», — сказал он. «Два месяца?» Я думала, утопленников находят. Через два дня, я думала, прилив прибивает их к берегу. «Где ее нашли?» — спросила я. «Возле Эджкума, в сорока милях вверх по проливу». Я провела как-то раз в Эджкуме лето, когда мне было лет семь. Порядочный городок с дамбой и осликами. Я помню, как я каталась на ослике по песчаному пляжу. «Как узнали, что это она, когда прошло два месяца?» «Как это можно было определить?» — сказала я. «Интересно, почему он не отвечает мне сразу?» — подумала я, словно взвешивает каждое слово. «Значит, он все-таки ее любил. Значит, все это было небезразлично для него». «Максим ездил в Эджкум для опознания», — сказал Фрэнк. «Внезапно мне расхотелось его расспрашивать. Я была отвратительна сама себе, мерзка и отвратительна, словно зевака, стоящая с краю толпы, собравшаяся, когда кого-то сбила машина, словно бедная жилица в муниципальном доме, просящая разрешения взглянуть на тело, когда умер кто-то из жильцов. Я ненавидела себя. Мои вопросы были унизительными, позорными. Фрэнк Кролли должен презирать меня». «Это было ужасное время для всех вас», — поспешно сказала я. «Вам, верно, неприятно, когда о нем вспоминают? Я просто подумала, нельзя ли что-нибудь сделать с домиком на берегу. Вот и все. Жалко, что мебель и все пропадет от сырости». Он ничего не сказал. Мне было жарко и неловко. Он, должно быть, догадался, что вовсе не забота о пустом доме подтолкнула меня на все эти расспросы и теперь молчит, потому что ему стыдно за меня. Между нами была такая ровная, спокойная дружба. Я чувствовала в нем союзника. Возможно, я все это погубила, и он не будет больше относиться ко мне так, как прежде. «Какая длинная эта подъездная аллея», — сказала я. Она всегда напоминает мне тропинку в одной из сказок Гримма. Ну, помните, где принц заблудился в лесу? Всякий раз она оказывается длиннее, чем ожидаешь. И деревья такие темные, и так близко стоят одно к другому. «Да, она довольно необычна», — сказал Фрэнк. По его тону, по тому, как он держался, я видела, что он все еще на стороже, словно ждет от меня очередного вопроса. Нам было неловко друг с другом. Мы оба это ощущали. Что-то надо было сделать, даже если это покроет меня позором. «Фрэнк», — с отчаянием сказала я, — «я знаю, что вы думаете. Вы не понимаете, почему я задавала вам сейчас все эти вопросы. Вы думаете, что это у меня нездоровое любопытство, и это очень противно. Уверяю вас, это не так. Просто иногда я чувствую себя в таком невыгодном положении. Жизнь в Мендерли так непривычна для меня. Я вышла из совсем другой среды, когда я возвращаю визиты, так вот, как сегодня. Я знаю, эти люди осматривают меня с ног до головы и спрашивают себя, достигну ли я здесь хоть какого-нибудь успеха. Я представляю, как они говорят, и что только Максим в ней нашел. И тогда, Фрэнк, я начинаю задавать себе тот же вопрос, и сомневаться, и меня начинает преследовать ужасное чувство, что мне не следовало выходить замуж за Максима, что мы не будем счастливы друг с другом. Понимаете, я знаю, что всякий раз, как я знакомлюсь с людьми, они все думают одно и то же, как она не похожа на Ребекку». Я остановилась, задыхаясь, уже начиная раскаиваться в своей вспышке, чувствуя, что я навеки сожгла свои корабли. Фрэнк обернулся ко мне с озабоченным, даже встревоженным лицом. «Миссис де Винтер, пожалуйста, не думайте так», — сказал он. «Что касается лично меня, не могу выразить, как я счастлив, что вы вышли замуж за Максима. Это совершенно изменит его жизнь. Я уверен, что вы добьетесь большого успеха. С моей точки зрения, это просто замечательно, освежающе то, что здесь появился кто-то вроде вас, кто не совсем...» Он покраснел, подыскивая подходящее слово. «Не совсем в курсе дела, знаком, если можно так сказать, с обычаями в Мендерли. А если у вас создалось впечатление, что наши соседи вас осуждают, то это... это мерзко с их стороны, вот и все. Я не слышал ни одного осуждающего слова, а если бы услышал, приложил бы все старания, чтобы его ни разу больше не произнесли. «Очень мило с вашей стороны, Фрэнк», — сказала я. «То, что вы сказали, огромная помощь. Я веду себя очень глупо. Я трудно схожусь с новыми людьми. Раньше у меня было очень мало знакомых, и все время я думаю... Думаю о том, как было в Мендерли раньше, когда здесь была хозяйка и женщина, созданная для этого природой и положением, которая делала все, что надо, естественно, без всяких усилий. С каждым днем я все больше осознаю, что качества, которых мне так недостает, уверенность в себе, изящество, красота, ум, остроумие... О, все качества, которые так важны для женщины, она имела в избытке. Эти мысли не помогают мне, Фрэнк. О, нет!» Он ничего не сказал. Вид у него был все такой же обеспокоенный и тревожный. Он вытащил платок и высморкался. «Вы не должны так думать», — сказал он. «Почему это правда?» — сказала я. «Вы обладаете качествами, которые не менее важны, даже куда важнее, если хотите. Возможно, с моей стороны большая смелость так говорить. Я не так уж хорошо вас знаю, я холостяк и не очень разбираюсь в женщинах. Я веду тихую, спокойную жизнь здесь, в Мендерли, как вы и сами знаете, но я считаю, что доброта и искренность, и, если мне будет позволено, так сказать, скромность, значит, куда больше для мужчины, для мужа, чем все остроумие и вся красота на свете». Он казался очень взволнованным и снова высморкал нос. Я видела, что вывело его из душевного равновесия куда сильнее, чем самое себя, и это успокоило меня и вселило чувство превосходства. Я не понимала, почему он так волнуется. В конце концов, я не сказала ему ничего особенного. Я лишь призналась в мучившей меня неуверенности из-за того, что я была преемницей Ребекки. У нее, конечно же, были и те качества, которые он приписал мне. Она должна была быть доброй и искренней, ведь у нее было столько друзей. Она была так безгранично популярна. Я не совсем понимала, что он вкладывает в слово «скромность». Я никогда не понимала толком его значения. Всегда думала, что оно как-то связано с тем, что тебе неприятно встретить кого-нибудь в коридоре, когда ты идешь в ванную комнату. Бедный Фрэнк. А Беатрис назвала его скучным. Сказала, что от него не дождешься интересного слова. «Ну, в замешательстве», — сказала я. «Я не знаю ничего об этом. Не думаю, чтобы я была очень добра или так уж правдива. А что касается скромности, так мне еще не представлялось случая быть какой-нибудь другой. Конечно, выйти замуж в Монте-Карло через две недели знакомства, а до того жить в отеле вряд ли можно считать скромным, но, возможно, вы так не считаете». «Дорогая миссис Дуинтер, я и на миг не усомнился, что, когда вы познакомились с Максимом там, в Монте-Карло, вы вели честную игру. Как вы могли подумать что-нибудь другое?» — сказал он негромко. «Нет, разумеется, нет», — серьезно сказала я. «Милый Фрэнк. «Думаю, я шокировала его. И какое типичное для него выражение — честная игра. Сразу начинаешь представлять себе, что происходит, когда люди ведут нечестную игру». «Я уверен...» — начал он и остановился, все с тем же выражением тревоги на лице. «Я уверен, что Максим был бы очень обеспокоен, очень огорчен, если бы знал о ваших чувствах. Думаю, он и представления об этом не имеет». «Вы ему не скажете», — торопливо проговорила я. «Естественно, нет, за кого вы меня принимаете. Но, видите ли, миссис Дуинтер, я неплохо знаю Максима. Я помогал ему справиться не с одним настроением. Если бы он думал, что вы тревожитесь из-за... Ну, из-за прошлого, это расстроило бы его как ничто другое, уверяю вас. Сейчас он выглядит прекрасно, он в хорошей форме, но миссис Лейси была совершенно права, когда сказала не так давно, что в прошлом году Максим был на грани нервного срыва, хотя, конечно, говорить это ему в лицо не следовало. Вот почему вы так для него полезны. Вы молоды, вы бодры, вы благоразумны. Вы не имеете ничего общего с тем временем, что осталось у нас позади. Забудьте об этом времени, как это, слава Богу, сделал он и все мы. Никто из нас не хочет вспоминать прошлое. Максим меньше, чем все остальные. В ваших силах увести нас от прошлого, а не возвращать снова к нему. Он был прав. Ну, конечно же, он был прав, дорогой Фрэнк, мой добрый друг, мой союзник. Я была эгоистична, я слишком болезненно все воспринимала, я страдала, была жертвой своего чувства неполноценности. Мне следовало давно вам все это рассказать. Да, жаль, что вы этого не сделали, сказал он. Это, возможно, избавило бы вас от лишних волнений. Я чувствую себя счастливее, сказала я. Куда счастливее? И вы будете мне другом, что бы ни случилось, да, Фрэнк? О, да, сказал он. Мы вышли из леса к свету. Нас окружали рододендроны. Скоро их время пройдет. Уже и сейчас они выглядели чересчур распустившимися, немного увядшими. Весь следующий месяц лепестки будут один за другим облетать с их головок, и садовники будут сметать их прочь. Их красота скоротечна, ей не суждена долгая жизнь. Фрэнк, сказала я, прежде чем мы закончим этот разговор, чтобы никогда к нему не возвращаться, обещайте мне ответить на один вопрос, только правду. Он приостановился, подозрительно глядя на меня. Это не совсем честно, сказал он. Вы можете задать мне вопрос, на который я не смогу ответить. Спросить что-нибудь невозможное? Нет, сказала я. Этот вопрос совсем другого рода. В нем нет ничего личного или интимного. Хорошо, сказал он. Постараюсь ответить. Мы зашли за поворот подъездной аллеи, и перед нами возник Мэндерли, безмятежный и мирный, на ладони лужаек, поразив меня в который раз изяществом и безупречностью пропорции, своей удивительной простотой. На высоких, узких, трехстворчатых окнах играли лучи солнца. Каменные стены чуть рдели там, где их покрывал лишайник, из трубы над библиотекой поднимался дымок. Я принялась обкусывать ноготь, поглядывая на Фрэнка краешком глаза. «Скажите мне», — проговорила я небрежно, словно мне было все равно, «скажите мне, Ребекка была очень красива?» Фрэнк не ответил. Я не видела его лица. Он отвернулся от меня и смотрел на дом. «Да», — наконец медленно сказал он, «да, это была, пожалуй, самая красивая женщина, какую я встречал в жизни». А затем мы поднялись по лестнице в холл, и я позвонила, чтобы подавали чай. Глава двенадцатая Я редко видела миссис Денверс. Она предпочитала свою компанию моей и держалась от меня в стороне. Она по-прежнему звонила утром в кабинет и представляла мне на утверждение меню, хотя и чисто формально этим и ограничивалось наше общение. Она наняла для меня горничную. Клэрис, дочь кого-то из арендаторов, милую, спокойную, хорошо воспитанную девушку, которая, к счастью, никогда раньше не была в услужении и не держала в памяти устрашающих образцов, с которыми стала бы меня сравнивать. Я думаю, она была единственным человеком в доме, которому я внушала почтение. Для нее я была госпожа, миссис Денверс. Даже если все остальные слуги и судачили обо мне, на нее это никак не влияло. Она с детства жила у тетки в пятнадцати милях от Мендерли и в каком-то смысле была здесь такой же чужой, как я. Я чувствовала себя с ней легко. Я не стеснялась сказать ей, Клэрис, вам не трудно заштопать мне чулок. Элис была такая высокомерная. Я потихоньку вынимала из комода свои сорочки и ночные рубашки и чинила их сама, лишь бы не просить ее. Однажды я увидела, как она стояла, держа в руках одну из моих сорочек и рассматривала простой материал и узкое кружевце, которым был оторочен подол. Никогда не забуду ее выражение. Она была шокирована, словно ее гордости был нанесен удар. Я никогда раньше не думала о своем нижнем белье. Я следила, чтобы оно было чистое и аккуратное, но не подозревала, что качество материи и кружева имеют какое-нибудь значение. В романах у молодых жен всегда есть приданая, дюжины различных гарнитур одновременно, а я и не побеспокоилась об этом. Выражение Элис преподала мне урок. Я тут же написала в Лондон и попросила прислать каталог нижнего белья. К тому времени, как я выбрала то, что мне нравится, Элис больше не прислуживала мне. Вместо нее водворилась Клэрис. Покупать новое белье ради Клэрис казалось мне напрасной тратой денег. Я положила каталог в ящик и так, в конце концов, и не написала больше в магазин. Я часто спрашивала себя, рассказала ли Элис о моем белье другим служанкам и стало ли это у них одной из тем разговора, жуткой темой, обсуждать которую можно только в полголоса, когда поблизости нет мужчин. Элис была слишком горда, чтобы превращать такую вещь в забаву. Она никогда не станет перекидываться насчет этого шутливыми фразами, хотя бы с фрисом. Нет, мое нижнее белье было серьезным вопросом, нечто вроде дела о разводе, которое слушается в суде при закрытых дверях. Так или иначе, я очень обрадовалась, когда Элис сдала меня с рук на руки Клэрис. Клэрис ни за что не отличила бы ручное кружево от фабричного. Со стороны миссис Денверс было очень тактично приставить ее ко мне. Должно быть, она подумала, что мы будем друг для друга подходящей компанией. Теперь, когда я узнала причину ее нелюбви, даже ненависти, мне стало легче. Я поняла, что она ненавидит не меня лично, а то, что я собой олицетворяю. Она испытывала бы такие же чувства по отношению к любой женщине, занявшей место Ребекки. Во всяком случае, я сделала такой вывод из слов Беатрис в тот день, когда она приезжала к Ленчу. «Разве вам никто не сказал?» воскликнула Беатрис. «Да она просто обожала Ребекку». Тогда ее слова поразили меня. Почему-то я не ожидала их услышать, но когда я над ними поразмыслила, я стала меньше бояться миссис Денверс. Я стала ее жалеть. Было легко представить себе, что она, должно быть, чувствует всякий раз, как меня называют при ней миссис Де Винтер, для нее это должно быть нож в сердце. Каждое утро, когда она звонит мне по внутреннему телефону, я отвечаю «Да, миссис Денверс». Она, должно быть, вспоминает другой голос. Проходя по комнатам и видя повсюду мои вещи, берет на подоконнике, корзинку с вязанием в кресле, она, должно быть, думает о той, которая жила здесь до меня, точно так же, как я. Я никогда не знавшая Ребекку, а миссис Денверс знает ее походку, знает тембр ее голоса, она знает, какая у Ребекки улыбка, какого цвета глаза, мягкие или жесткие у нее волосы. Я не знаю ничего, я никогда ни о чем не спрашивала, но порой Ребекка казалась мне такой же реальной, какой она была для миссис Денверс. Фрэнк посоветовал мне забыть прошлое, и я хотела его забыть, но Фрэнку не приходилось каждое утро сидеть в кабинете и брать в пальцы перо, которое она держала в руках. Ему не приходилось, облокотившись на откидную доску бюро, видеть перед глазами сделанные ею рукой надписи над ячейками для бумаг. Ему не приходилось глядеть на подсвечники на каминной доске, на стенные часы, на вазу с цветами, на картина на стенах и каждый раз вспоминать, что все это принадлежит ей. Она выбирала их. Я тут не хозяйка. Фрэнку не приходилось сидеть на ее месте в столовой, держать в руке ее вилку и нож, пить из ее бокала. Он не накидывал на плечи макинтош, который раньше носила она, и не находил в кармане ее платок. Он не ловил, как я, слепой взгляд старой собаки, поднимавшей голову, стоило мне войти в библиотеку, ведь она слышала мои шаги, женские шаги, а затем вновь ронявший ее, потому что нюх говорил ей, что я не та, кого она ждет. Мелочи, бессмысленные и глупые сами по себе, но я не могла их не видеть, не замечать, не чувствовать. Господи, я вовсе не хотела думать о Ребекке. Я хотела быть счастливой и сделать счастливым Максима. И я хотела, чтобы мы были вместе. В моем сердце не было никакого иного желания, ни моя вина, если Ребекка вторгалась в мои мысли, в мои сны. Не моя вина, если я чувствовала себя в Мендерли, моем доме гостьей, бродящей там, где раньше гуляла она, отдыхающей там, где она ложилась отдохнуть, непрошенной гостьей, ждущей, что вот-вот вернется хозяйка, и ей придется уйти. Отдельные слова, отдельные короткие фразы напоминали мне об этом каждый день, каждый час. Фрис, сказала я, входя как-то в библиотеку летним утром с букетом сирени в руках, где мне найти высокую вазу? В цветочной комнате есть только низкие. Мы всегда ставили сирень в белую алебастровую вазу из гостиной, мадам. А она не испортится, вдруг она разобьется. Миссис Дев Винтер всегда брала алебастровую вазу, мадам. А, понимаю. Мне тут же принесли алебастровую вазу, уже наполненную водой, ставя в нее ветку за веткой душистую сирень, поворачивая так и этак розовато-лиловые грозди, залившие комнату теплым ароматом, к которому примешивался доносящиеся с лужайки дух свежескошенной травы, я думала, Ребекка тоже делала это, брала сирень, как я сейчас, и ставила ветку за веткой в белую вазу. Я не первая, кто так делал. Это Ребеккина ваза, это Ребеккина сирень. Она, наверное, выходила в сад, как и я, в этой садовой шляпе с большими обвисшими полями, которую я как-то увидела в глубине шкафа, в цветочной комнате под старыми диванными подушками, и шла через всю лужайку к кустам сирени, возможно, насвистывая или тихонько напивая, подзывала к себе собак, а в руках у нее были те же ножницы, что сейчас брала я. Фрис, вы не могли бы немного отодвинуть книжный стенд от столика в Эркере? Я хочу поставить туда сирень. Миссис де Винтер всегда ставила алибастровую вазу на стол позади дивана, мадам. А что ж... Я приостановилась с вазой в руках, лицо Фриса было бесстрастно. Конечно, он сделает по-моему, если я скажу, что предпочла бы все же поставить вазу на столик у окна. Он немедленно отодвинет книжный стенд. Неважно, сказала я, возможно, букет будет лучше выглядеть на большом столе. И алибастровая ваза была поставлена, как и раньше, на стол позади дивана. Беатрис не забыла свое обещание насчет свадебного подарка. Однажды утром с почтой прибыл большой пакет. Роберт еле его внес. Я сидела в кабинете, просматривая меню. Я всегда, как маленькая, любила подарки. Нетерпеливо разрезав бечевку, я принялась срывать жесткую оберточную бумагу, кажется, книги, да, так и есть, это действительно были книги. Четыре толстых тома. История живописи. На листке бумаги, вложенном в первый том, было написано «Надеюсь, мой подарок придется вам по вкусу» и подпись «С приветом от Беатрис». Я так и видела, как она заходит в магазин на Уичмор стрит, чтобы купить их, осматривает полки, резко по-мужски поворачивая голову. «Мне нужен комплект книг для человека, который увлекается искусством», говорит она, и продавец отвечает. «Да, мадам, сюда, пожалуйста». Она несколько подозрительно вертит в руках каждый том. «Да, цена подходит, это свадебный подарок, надо, чтобы он имел хороший вид, и все четыре тома об искусстве». «Да, апробированный труд на эту тему», говорит продавец. «Затем Беатрис, должно быть, написала записку, заплатила по чеку и дала мой адрес миссис де Винтер Мендерли». Это было так мило с ее стороны. Отправиться в Лондон и купить мне все эти книги, потому что я люблю рисовать, в этом было что-то искреннее и трогательное. Она верно представляла, как я сижу в дождливый день и рассматриваю одну за другой иллюстрации, а возможно даже достаю лист рисовальной бумаги и краски и срисовываю одну из картинок, милая Беатрис. Мне вдруг захотелось плакать, как глупо. Я сложила тяжелые тома с топкой и обвела глазами кабинет, где бы их поставить. Они казались такими неуместными в этой комнате с изящными хрупкими вещами. Ну и пусть в конце концов теперь это моя комната. Я расположила книги в ряд на верхушке бюро. Они угрожающе зашатались, навалившись одна на другую. Я отступила на шаг, чтобы посмотреть, как они выглядят. Вероятно, я сделала слишком уж резкое движение. Это нарушило их равновесие. Во всяком случае, первый том свалился, за ним соскользнули все остальные. Они опрокинули маленького фарфорового купидона, который раньше один стоял на бюро, не считая подсвечников. купидон упал на пол, ударившись по пути о мусорную корзину и разлетелся на тысячу осколков. Я поспешно взглянула на дверь, как провинившийся ребенок. Встала на колени и собрала в руку осколки, нашла конверт, положила их туда и спрятала его в глубине одного из ящиков бюро, затем унесла книги в библиотеку и подыскала для них местечко на полке. Максим рассмеялся, когда я гордо показала ему полученный подарок. «Славная старушка, Би!» сказал он, «Ты, должно быть, ей понравилась. Сама она раскрывает книгу только в случае крайней необходимости». «Она ничего не говорила о том, какого она обо мне мнения?» спросила я. «В тот день, когда приезжала сюда?» «Нет, по-моему, нет. Я думала, может быть, она написала или еще что-нибудь». «Мы с Беатрис не переписываемся, разве что в семье происходит какое-нибудь исключительно важное событие, писать письма, только время тратить», сказал Максим. «Что ж, верно, я не такое уж важное событие. И все же, будь я на месте Беатрис, и имею я единственного брата, и брат этот женился бы, неужели я бы ничего не сказала о своем впечатлении? Не написала бы хоть пару слов? Другое дело, если бы мне не понравилась его жена, или я сочла бы, что она ему не пара, тогда, конечно, не о чем и говорить. «Но ведь Беатрис не поленилась съездить в Лондон и купила мне в подарок книги. Она бы не стала брать на себя этот труд, если бы я не понравилась ей». А на следующий день, как сейчас помню это, Фрис подал мне в библиотеку кофе после Ленча, задержался на секунду за стулом Максима и сказал, «Могу я поговорить с вами, сэр?» Максим поднял глаза от газеты «Да, Фрис, в чем дело?» сказал он удивленно. Деревянное лицо Фриса было серьезным, губы крепко сжаты. Я сразу подумала, что у него умерла жена. «Я насчет Роберта, сэр. Между ним и миссис Денверс произошла небольшая ссора. Роберт очень расстроен». «О, боже», сказал Максим и скривил лицо. «Я наклонилась и принялась гладить Джеспера, испытанный, не изменявший мне способ скрыть свое замешательство». «Да, сэр». Миссис Денверс обвинила Роберта в том, что он потихоньку унес ценную безделушку из кабинета. «В обязанности Роберта входит ставить в кабинете свежие цветы. Сегодня утром, после того, как он поменял цветы в вазах, в кабинет зашла миссис Денверс и обнаружила, что одна из безделушек исчезла. Миссис Денверс говорит, что вчера еще она была на месте. Она утверждает, что Роберт или взял ее, или разбил и скрыл это. Роберт категорически отрицает и то, и другое. Он чуть не плакал, когда пришел ко мне, сэр. Вы, возможно, заметили во время ленча, что он не в себе. Я удивился, почему он предлагает мне котлеты, не подав тарелку для них, пробормотал Максим, не знал, что Роберт такой впечатлительный, но, вероятно, это сделал кто-то другой, одна из горничных. Нет, сэр, миссис Денверс зашла в кабинет до того, как там убирали. Последними там были мадам вчера и Роберт сегодня утром. Все это крайне неприятно для Роберта и меня, сэр. Еще бы, попросите миссис Денверс зайти сюда, и мы попытаемся докопаться до правды. Кстати, какая это была безделушка? Фарфоровый купидон, сэр, который стоял на бюро. Да? О, господи, это ведь одно из наших сокровищ, если не ошибаюсь, надо непременно его найти. Сейчас же позовите ко мне миссис Денверс. Хорошо, сэр. Фрис вышел из комнаты, и мы снова остались одни. Проклятие, сказал Максим, страшно неприятно. Этот купидон стоит кучу денег, и я так ненавижу улаживать ссоры между прислугой. Почему только они идут со всем этим ко мне? Это ведь твое дело, детка. Я подняла голову, перестав гладить Джеспера, мое лицо горело огнем. Милый, проговорила я, я хотела сказать тебе раньше, но я забыла, это я разбила купидона, когда была вчера в кабинете. Ты? Почему же, черт побери, ты не обмолвилась об этом и словом, когда Фрис был здесь? Не знаю, мне не хотелось, я боялась, что он сочтет меня дурой. Ну, теперь он тем более будет так считать, придется тебе объяснить все ему и миссис Денверс. О, нет, Максим, пожалуйста, скажи им сам, позволь мне пойти к себе. Ты впрямь ведешь себя как дурочка, можно подумать, что ты их боишься. А я и боюсь их. Ну, не то, что-то боюсь, но... Дверь отворилась и Фрис пропустил вперед миссис Денверс. Я тревожно взглянула на Максима, он пожал плечами, мое поведение и забавляло, и сердило его. Произошло недоразумение, миссис Денверс, оказывается, Купидон разбила сама миссис Дев Винтер и забыла сказать об этом, произнес Максим. Все глаза устремились ко мне. Я чувствовала себя как в детстве, на моих щеках все еще полыхал предательский румянец. Мне так жаль, сказала я, глядя на миссис Денверс. Я никак не думала, что у Роберта будут из-за меня неприятности. Как вы полагаете, мадам, возможно починить эту статуэтку? спросила миссис Денверс. Темные глаза на белом, похожем на череп лице, были прикованы ко мне. Казалось, ее вовсе не удивляет, что виновной оказалась я. Я и не сомневалась, что она знала это с самого начала и обвинила Роберта, только чтобы увидеть, хватит ли у меня мужества признаться в своей вине. «Боюсь, что нет». Она разбилась на мелкие кусочки. «Что ты сделала с ними?» спросил Максим. «Словно я заключенная на допросе в тюрьме. Каким презренным, каким жалким казался мой поступок даже мне самой. Я засунула их в конверт», сказала я. «Ну а с конвертом что ты сделала?» спросил Максим, зажигая сигарету. В его тоне звучали и смех, и раздражение. «Положила его в ящик письменного стола», сказала я. «Похоже, миссис Девинтер боялась, как бы вы не посадили ее за решетку». «Да, миссис Денверс», сказал Максим, «может быть, вы найдете конверт и пошлете осколки в Лондон? Ну а если Купидон разбит в дребезги и склеить его нельзя, ничего не поделать». «Ладно, Фрис, скажите Роберту, чтобы он осушил свои слезы». Фрис вышел, но миссис Денверс задержалась. «Я, разумеется, принесу Роберту свои извинения», сказала она, «но все улики были против него. Мне и в голову не пришло, что сама миссис Девинтер разбила статуэтку. Может быть, если подобный случай произойдет снова, миссис Девинтер скажет об этом мне лично и я сама за всем прослежу, это избавит нас от многих неприятностей». Естественно, нетерпеливо прервал ее Максим, не представляю, почему она не сделала этого вчера. Как раз это я и собирался сказать ей, когда вы вошли в комнату. Быть может, миссис Девинтер не представляла себе, насколько ценна эта безделушка, сказала миссис Денверс, глядя на меня. «Нет», жалким голосом пролепетала я, «я как раз подумала, что она, наверное, очень ценная, потому и собрала все кусочки до единого». «И спрятала их в глубине ящика, где бы их никто не нашел, да?» со смехом проговорил Максим и пожал плечами. «Словно младшая горничная, да, миссис Денверс? Только от младшей горничной можно этого ждать». «Младшей горничной в Мендерли не разрешается и пальцем дотронуться до безделушек в кабинете, сэр», сказала миссис Денверс. «Да, действительно, вряд ли бы вы пустили ее туда», сказал Максим. «Это очень досадно», сказала миссис Денверс. «По-моему, у нас еще ни разу в кабинете ничего не разбивалось. Мы всегда были так осторожны. Я вытирала там пыль сама. С прошлого года никому не могла это доверить. Когда миссис Дев Винтер была жива, мы вытирали ценные вещи вместе». «Да, вы правы, но о чем теперь говорить? Будем считать, что мы покончили с этим миссис Денверс?» Она вышла из комнаты, а я села на диван в Эркере и уставилась в окно. Максим снова взял в руки газеты, мы оба молчали. «Мне так жаль, так ужасно жаль, милая, сказала я наконец. Это было так неосмотрительно с моей стороны, я даже сама не понимаю, как это вышло. Я ставила книги на бюро, хотела посмотреть, будут ли они там стоять, и купидон соскользнул на пол. «Мое прелестное дитя, забудем об этом, какое это имеет значение? очень большое. Я должна была быть внимательнее, миссис Денверс должна быть страшно на меня сердиться». «Какого дьявола ей на тебя сердиться? Это не ее статуэтка. Да, но она так всем здесь гордится, как подумаю, что никто ни разу ничего здесь не разбивал, а я разбила. Просто ужасно». «Лучше ты, чем бедолага Роберт». «Нет, лучше Роберт, миссис Денверс мне этого не простит». «Пропади она пропадом, эта миссис Денверс», сказал Максим. «Что она, Господь Всемогущий, что ли? Я тебя не понимаю. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что боишься ее?» «Ну, не то, чтобы боюсь. Я не так часто ее вижу, не боюсь, а мне трудно это объяснить». «Ты так нелепо ведешь себя, продолжал Максим, подумать только, не позвать ее, когда разбила эту штуку». «Тебе только и надо было, что сказать, возьмите ее, миссис Денверс, и отдайте склеить». «Это бы она поняла, а вместо того, ты суешь осколки в конверт, прячешь их на дно ящика, в точности, как младшая горничная, а не как хозяйка дома». «А я и правда похожа на младшую горничную», медленно произнесла я, «очень многими своими чертами и повадками. Я и сама это знаю. Вот почему у меня так много общего с Клэрис. Мы с ней стоим на равной ноге». Из-за того она меня и любит. На днях я ходила навещать ее матушку, и знаешь, что та сказала? Я спросила, как она думает, «Клэрис у нас хорошо?» И она ответила, «О, да, миссис де Винтер Клэрис, так у вас все нравится, она говорит, даже не похоже, что она леди, мам, кажется, она одна из нас. Как ты думаешь, это похвала с ее стороны или порицание? «С ее стороны не знаю», сказал Максим, но вспоминая мать Клэрис, я бы воспринял ее слова, и у них всегда ужасный беспорядок и пахнет вареной капустой. Было время, когда там копошилось девять маленьких ребятишек, а сама она возилась на огороде без туфель, повязав голову старым чулком. Мы чуть не предложили ей съехать, не представляю, почему Клэрис такая чистюля и аккуратистка. «Она прожила много лет у тетки», сказала я подавленно, не скрою, на серой юбке у меня спереди пятно, но я никогда не хожу без туфель и не повязываю голову старым чулком. Теперь я понимала, почему Клэрис, в отличие от Элис, не смотрит с таким презрением на мое нижнее белье. Может быть, мне потому приятнее ходить в гости к матери Клэрис, чем к таким людям, как жена епископа продолжала я, жена епископа ни разу не сказала, что я одна из них. Если ты будешь надевать грязную юбку, когда едешь к ней с визитом, вряд ли она когда-нибудь скажет так, подтвердил Максим. «Конечно же, я не ездила к ней в старой юбке, я надела платье», сказала я, «и вообще я невысокого мнения о людях, которые судят о других по одежде». «Я думаю, жена епископа не придает никакого значения тому, кто как одет», сказал Максим, «но она, возможно, сильно удивилась, когда ты села на самый краешек стула и отвечаешь лишь да и нет», «вот именно ты вела себя в тот единственный раз, что мы с тобой вместе ездили к кому-то с визитом». «Я же не виновата, что я рабею». «Конечно, милочка, я знаю, но ты и не пытаешься перебороть себя». «Ты не справедлив», сказала я, «я борюсь с собой каждый день, каждый раз, что еду к кому-нибудь или встречаюсь с новыми людьми, я все не понять. Тебе все легко, ты привык ко всему этому с детства, а я получила совсем другое воспитание». «Чепуха», сказал Максим, «дело вовсе не в воспитании, как ты утверждаешь, это вопрос долго, надо приложить усилия». «Ты что думаешь, мне доставляет удовольствие наносить визиты? Да я умираю со скуки, но в наших краях иначе нельзя». «Не о скуке речь», сказала я, «я не боюсь поскучать, если бы мне грозила только скука, не о чем было бы и говорить, я ненавижу, когда меня осматривают с головы до ног, словно я корова-рекордистка». «Кто осматривает себя с головы до ног?» «Здесь все». «Ну и что с того?» «Пусть их». «Это вносит в их жизнь интерес». «Почему именно я должна служить объектом их интереса и давать пищу для критики?» «Потому что Мэндерли единственное, что интересует всю округу». «Какой же тогда ты нанес удар их гордости, женившись на мне?» сказала я. Максим не ответил. Он продолжал читать газету. «Какой же тогда ты нанес удар их гордости?» повторила «Я». Затем добавила «Нет, ты не потому женился на мне, ты знал, что я скучная, тихая и неопытная и обо мне никогда не будут сплетничать». Максим швырнул газету на пол и вскочил на ноги. «Что ты имеешь в виду?» Лицо его потемнело и сказилось, голос сделался жестким. «Я с трудом узнала его». «Я не знаю», сказала, я, откидываясь назад и прислоняясь к окну. «Я ничего не имею в виду, почему ты так на меня смотришь?» «Какие тебе здесь передавали сплетни?» «Никакие», пролепетала я, испуганная его видом. «Я сказала это просто, просто, чтобы что-нибудь сказать. Не гляди на меня так, Максим». «Что такого, я сказала, в чем дело?» «Кто говорил с тобой?» медленно произнес он. «Никто ни одна живая душа». «Тогда почему ты сказала то, что ты сказала?» «Сама не знаю, мне просто пришло это в голову. Я была сердита, раздражена. Мне так тягостно ездить с визитами ко всем этим людям. Я ничего не могу с собой поделать, а ты осуждал меня за то, что я рабею. у меня не было никаких задних мыслей. Правда, Максим, никаких, пожалуйста, поверь мне». «Не очень-то приятное высказывание. Как по-твоему?» «Да», сказала я, «да, это было мерзко грубо». Максим пасмурно глядел на меня, засунув руки в карманы и покачиваясь с носка на пятку. «Боюсь, я совершил очень эгоистический поступок, женившись на тебе», сказал он медленно, задумчиво. «Мне вдруг стало холодно, я почувствовала тошноту. Я тебя не понимаю», сказала я. «Не очень-то я тебе хорошая пара, да», сказал Максим. «Между нами слишком большая разница в летах. Тебе следовало подождать и выйти замуж за своего ровесника, а не за такого человека, как я, у кого осталась позади половина жизни». «Это просто нелепо», поспешно проговорила я. «Ты сам знаешь, возраст не имеет тут никакого значения, конечно же, мы хорошая пара». «Да?» «Не уверен», сказал он. «Я встала коленями на сиденье дивана и обвела руками плечи Максима». «Почему ты говоришь мне такие вещи?» сказала я. «Ты ведь знаешь, я люблю тебя больше всего на свете, для меня не было и нет никого, кроме тебя. тебя. Ты мой отец и мой брат и мой сын все вместе». «Это моя вина», проговорил он, не слушая. «Я вовлек тебя в этот брак, не дав ни времени, ни возможности ничего обдумать». «Мне не надо было ничего обдумывать», сказала я. «Ты мой единственный избранник, ты не понимаешь, когда любишь человека». «Ты счастлива здесь?» спросил он, отвернувшись от меня и глядя в окно. «Иногда я задаю себе этот вопрос, ты похудела, потеряла румянец». «Конечно, я счастлива», сказала я, «мне очень нравится Мендерли, и я ничего не имею против визитов, мне просто хотелось поворчать. Я буду ездить с визитами хоть каждый день, если ты хочешь. Я на все согласна, я ни разу, ни на миг не пожалела, что вышла за тебя замуж. Неужели ты сомневаешься?» Он потрепал меня по щеке с этим его ужасным отсутствующим видом, наклонившись, поцеловал в макушку. «Бедняжка, тут жизнь не очень для тебя веселая, что и говорить. Боюсь, тебе трудно со мной. Вовсе не трудно, горячо сказала я, легко, очень даже легко, куда легче, чем я представляла. Я раньше думала, как это ужасно быть замужем, вдруг муж станет пить или выражаться плохими словами, или ворчать, если я недостаточно прожарю к завтраку гринки, ну и вообще окажется не очень привлекательным, пахнуть от него будет или еще что-нибудь, а ты ничего этого не делаешь». «Надеюсь, что нет», сказал Максим и улыбнулся. Я поспешила воспользоваться этим, тоже улыбнулась, взяла его руки в свои и поцеловала их. «Как нелепо говорить, что мы не пара», сказала я. «Погляди, как мы с тобой сидим здесь каждый вечер, ты с книгой или газетой, я с вязаньем, как две чашки с чаем, как старичок и старушка, которые уже тысячу лет женаты. Конечно же, мы пара. Конечно же, мы счастливы. Ты говоришь так, словно думаешь, будто мы совершили ошибку, ведь ты же не считаешь этого на самом деле, да, Максим? Ты же знаешь, что у нас удачный брак, на редкость удачный. Если ты так считаешь, все в порядке, сказал он. Но ведь ты тоже так считаешь, да, любимый? Не только я одна. Мы ведь счастливы, да? Ужасно счастливы. Он не ответил. Он продолжал глядеть в окно. Я все еще держала его руки, в горле у меня пересохло, его сжимала судорога, глаза горели. О, Боже, думала я, мы точно персонажи пьесы, через минуту упадет занавес, мы раскланиваемся перед зрителями и пойдем переодеваться к себе в уборную. Не может быть, что все это происходит на самом деле с Максимом и со мной. Я выпустила его руки и снова села на диван. Я услышала свой голос, сухой, холодный. Если ты не считаешь, что мы счастливы, лучше признать это открыто. Я не хочу, чтобы ты притворялся. Лучше я уеду, не буду больше с тобой жить. нет, это не могло происходить на самом деле. Эти слова произносила не я, а та девушка в пьесе. Я представила себе, какая актриса подошла бы, чтобы сыграть ее роль, высокая, стройная, нервозная. Почему ты мне не отвечаешь? спросила я. Максим сжал мне лицо ладонями и посмотрел на меня точно так, как смотрел, когда в комнату вошел фриз с чаем в тот день, что мы ходили на берег. Как я могу тебе ответить? сказал он. Я сам не знаю. Если ты говоришь «мы счастливы», значит, так оно и есть. Что я знаю о счастье? Я верю тебе на слово. Мы счастливы, вот и прекрасно. Так мы и порешим. Он поцеловал меня и пошел в другой конец комнаты. Просто ты во мне разочаровался, сказала я. Я неловкая и неотесанная, плохо одеваюсь, рабею перед людьми. Я предупреждала тебя в Монте-Карло, как все это будет. Ты считаешь, что мне не место в Мендерли. Не болтай глупости, сказал он. Я никогда не упрекал тебя в том, что ты плохо одеваешься или что ты неотесанная. Все это твое воображение, а от робости ты со временем избавишься. Я тебе об этом и раньше говорил. «Мы ходим по замкнутому кругу», сказала я. «Мы вернулись к тому, с чего все началось. Я разбила Купидона. Если бы не это, не было бы и дальнейшего разговора, мы бы выпили кофе и пошли в сад». «Черт подери, этого проклятого Купидона», устало проговорил Максим. «Неужели ты на самом деле думаешь, будто меня волнует целый он или разлетелся на десять тысяч кусочков?» «Он очень ценный, бог его знает, думаю, что да, я забыл, сколько он стоит». «И все остальные безделушки в кабинете тоже такие ценные?» «Да, скорее всего, да». «Почему все самые ценные вещи оказались собранными в кабинете?» «Не знаю, вероятно, потому, что они там хорошо выглядят». «А они всегда там стояли и при жизни твоей матери?» «Нет, не думаю, при маме они были разбросаны по всему дому, кресла, кажется, вообще стояли в чулане». «А когда кабинет был обставлен так, как сейчас? Когда я женился?» «Вероятно, и Купидон попал туда тогда же, вероятно». «Его тоже нашли в чулане?» «Нет, не думаю, по правде говоря, это был свадебный подарок. Ребекка превосходно разбиралась в фарфоре». Я не глядела на него. Я принялась полировать ногти. Он произнес ее имя так естественно, так спокойно. Он не сделал никакого усилия над собой. Спустя минуту я бросила на него быстрый взгляд. он стоял у камина, руки в карманах, он глядел прямо перед собой в пространство. «Он думает о Ребекке», сказала я себе. «Он думает о том, как странно, что мой свадебный подарок уничтожил свадебный подарок, преподнесенный ей». «Он думает о статуэтке», старается вспомнить, кто всплывает, как появилась посылка и как довольна была Ребекка, Ребекка превосходно разбиралась в фарфоре. Возможно, он зашел к ней в комнату, когда она стояла на коленях и срывала крышку ящика, в котором была упакована статуэтка. Наверное, она подняла на него глаза и улыбнулась. «Взгляни, Макс», сказала она, «Взгляни, что нам прислали». И, засунув руку в стружки, она вытащила купидона с луком в руке. «Мы поставим его в кабинете», наверное, сказала она, и Максим, наверное, опустился на пол с ней рядом, и они вместе разглядывали подарок. Я продолжала полировать ногти. Такие ногти бывают у мальчишек, лунки заросли, ноготь на большом пальце был обкусан до мяса. Я снова взглянула на Максима, он все еще стоял перед камином. «О чем ты думаешь?» спросила я. Мой голос был ровным и спокойным, не то, что сердце, тяжело бившееся в груди, не то, что мысли, горькие, исполненные обиды и возмущения. Максим закурил сигарету, наверное, двадцать пятую в тот день, а мы еще только кончили ленч, кинул спичку в пустой камин и поднял с пола газету. «Не о чем особенном, а что?» спросил он. «О, не знаю», сказала я, «ты выглядел таким сосредоточенным, таким далеким». Он рассеянно засвистел что-то, покручивая в пальцах сигарету. «Ну, если уж ты так хочешь знать», сказал он, «я думал о том, выбрана ли уже команда играть за Сэр Рэй в крикетном матче против Мидлсекса». Он снова уселся в кресло и сложил газету. Я принялась глядеть в окно. Вскоре подошел Джеспер и забрался ко мне на колени. Глава тринадцатая В конце июня Максиму надо было поехать в Лондон на какой-то официальный обед, только для мужчин. Что-то связанное с делами графства. Он уезжал на два дня и я оставалась одна. Как я страшилась его отъезда. Когда машина исчезла за поворотом аллеи, меня охватило чувство, будто мы с ним расстались навеки, и я никогда больше его не увижу. Конечно же, произойдет несчастный случай, и когда я вернусь днем с прогулки, меня будет ожидать перепуганный бледный фриз с трагическим известием, позвонит врач из какой-нибудь сельской больницы, мужайтесь, скажет он, вы должны быть готовы к худшему. Появится Фрэнк, и мы вместе поедем в больницу, Максим не узнает меня. Сидя за ленчем, я представила себе все это в мельчайших подробностях, я видела местных жителей, стоящих грубками у кладбища во время похорон, и себя, опиравшуюся на руку Фрэнка. Я видела все это так реально, что не могла проглотить ни кусочка, и все время прислушивалась, не зазвонит ли телефон. После ленча я вышла в сад и села под каштаном, взяла с собой книгу, но не прочла ни строки. Когда на лужайке показался Роберт и направился ко мне, я знала, был звонок, и мне чуть не стало дурно. Звонили из клуба, мадам, просили передать, что мистер прибыл десять минут назад. Я захлопнула книгу. Спасибо, Роберт. Как он быстро добрался. Да, мадам, прекрасный пробег. Он просил позвать меня или передавал что-нибудь? Нет, мадам, только что поездка прошла благополучно. Звонил швейцар. Хорошо, Роберт, большое вам спасибо. Я почувствовала колоссальное облегчение, дурноты, как не бывало, боль в сердце исчезла, словно я пересекла Ла-Манш и теперь снова стою на берегу. Я даже захотела есть, и когда Роберт вернулся в дом, пробралась потихоньку в столовую через балконную дверь и стянула с буфета несколько печенец, целых шесть штук, сухое печенье по рецепту доктора Оливера из бата и яблоко. Я не представляла, что я так голодна. Я пошла в парк и съела все это там, боясь, как бы кто-нибудь из слуг не увидел меня, если я буду есть на лужайке и не сказал повару, что миссис Деввинтер, видно, не нравится еда, которую готовят на кухне, раз она набивает себе живот фруктами и печеньем. Повар обидится и, возможно, пойдет к миссис Денверс. Теперь, когда я знала, что Максим благополучно приехал в Лондон и утолила голод, мне стало удивительно хорошо. Я давно не была так счастлива. Меня охватило чувство необыкновенной свободы, словно у меня не было никаких обязательств. Так бывает субботним днем в детстве. Ни школы, ни уроков. Делай, что хочешь. Надевай старую юбку и парусиновые туфли и играй на выгоне с соседскими ребятами в зайцев и собак. Именно такое и было у меня ощущение. Впервые с тех пор, как я приехала в Мендерли, наверное, потому, что Максим уехал в Лондон. Фу, как не стыдно так думать. Я ничего не могла понять. Ведь я же не хотела, чтобы он уезжал. Почему же у меня так легко на сердце? Почему я не иду, а танцую? Откуда это детское желание припустить по лужайке бегом и скатиться кубарем вниз с откоса? Я смахнула с губ крошки от печенья и позвала Джеспера. Возможно, причиной всему была прекрасная погода. Мы прошли по счастливой долине до бухточки. Азалии отцвели, мох был усеян сморщенными коричневыми лепестками. Пролеска еще не завяла и устилала сплошным ковром землю в лесу за долиной. Зеленый, кудрявый стремился вверх молодой папоротник орляк. От мха тянула густым пряным духом, пролеска пахла горечью и землей. Я легла на спину в густой высокой траве, усеянной пролеской, заложив руки за голову. Джеспер пристроился рядом со мной. Он глядел на меня часто и тяжело дыша, с дурацким видом, из раскрытой пасти капала слюна. Где-то надо мной на деревьях ворковали голуби. Мир и покой. Почему, интересно, когда ты один, все кажется тебе куда красивей? Каким заурядным и глупым все тут выглядело бы, если бы возле меня была подруга кто-нибудь, с кем я училась в школе, и она бы сказала, между прочим, я видела на днях Хильду, помнишь, ту, что так хорошо играла в теннис, а на замужем двое детей, и пролеска осталась бы незамеченной, а голуби над нами неуслышанными. Мне не нужен был никто, даже Максим. Если бы он был со мной, я не лежала бы так, как сейчас, закрыв глаза и жуя травинку. Я бы следила за ним, следила за его глазами, за выражением лица, спрашивала бы себя, нравится ли ему тут, не скучно ли ему, спрашивала бы себя, о чем он думает, а сейчас я могла сделать передышку. Все это не имело значения, Максим как приятно снова побыть одной. Нет, я вовсе не хотела так сказать. Это дурно, подлое, это предательство с моей стороны. Я хотела сказать совсем другое. Максим, моя жизнь, весь мой мир. Я поднялась с земли и громко позвала Джеспера. Мы двинулись дальше по направлению к берегу. Шел отлив. Море казалось далеким и спокойным. Оно было похоже на огромное безмятежное озеро. Мне так же было трудно представить его бурным, как трудно летом представить себе зиму. Ветра не было, волны с тихим плеском набегали на скалы, оставляя лужицы, сверкавшие под лучами солнца. Джеспер Джеспер сразу полез на каменную гряду, то и дело, поглядывая на меня, ветер закинул ему назад одно ухо, и у него сделался забавный ухарский вид. «Назад, Джеспер!» крикнула я, но он, конечно, оставил мои слова без внимания и продолжал прыгать с камня на камень, словно и не слышал меня. «Какая досада!» громко сказала я и стала забираться на скалы за ним следом, притворяясь перед самой собой, будто мне вовсе не хочется идти в бухту. «А, ладно», думала я, «что я могу поделать? В конце концов, я одна без Максима, ко мне все это не имеет никакого отношения». Напивая в полголоса, я побрела с плеском по лужицам между скалами. При отливе бухточка выглядела иначе, не такой страшной. В крошечной гавани глубина казалась фута три, не больше, вода была неподвижной. Сейчас, верно, ничего не стоит причалить яхту, подумалось мне, буй все еще был здесь. Белый с зеленым, в тот раз я не заметила этого, возможно, потому, что шел дождь, и все казалось серым. На никого не было, я прошла по гальке на другой конец бухты и взобралась на низкую каменную стену пирса. Джеспер бежал впереди с таким видом, будто тысячу раз так делал. В стене было кольцо, к воде спускалась железная лесенка, тут, наверное, и стоял ялик, на него садились с этой лестницы. Буй был как раз напротив, футах тридцати, на нем что-то было сбоку написано. Я вытянула шею, чтобы прочесть надпись. Она была сделана по-французски, какое странное название, так яхты не называют, но, может быть, раньше это была французская лодка, рыбачья, например, у рыбачьих лодок иногда бывают такие названия «Счастливо возвращаться», «Я уже здесь», и в таком же духе «Я вернусь», как и это. Да, пожалуй, это вполне подходящее название, только этой яхте оно не подошло, ведь она-то никогда не вернулась назад. Как должно быть холодно плыть там за буем у мыса? Конечно, в заливе спокойно, но даже сейчас при полном безветрии на воде белели барашки. Это стремительно шел отлив, обогнув мыс и, оказавшись в открытом море, яхта кренится под ветром, волны будут захлестывать внутрь яхты, сбегать по палубе вниз, сидящей руля, смахнет брызги с глаз и волос, взглянет на натянутую как струна мачту, интересно, какого цвета была яхта, вероятно, зеленая с белым, как буй. Не очень большая, сказал Фрэнк, с крошечной каюткой. Джеспер нюхал железную лесенку. Пошли отсюда, сказала я. Куда ты меня ведешь? Я туда не хочу. Я вернулась по молу на берег. Каменный домик на опушке леса не выглядел сегодня таким укромным и мрачным. При солнце все кажется иным, и дождь не стучит по крыше. Я медленно шла берегом по направлению к нему. В конце концов, это просто дом, нежилой дом, вот и все. Чего тут бояться? Абсолютно нечего. Любое место покажется сырым и мрачным, если там долго не жить. Даже новые дачи и коттеджи. К тому же здесь устраивались пикники при луне и другие развлечения. Гости, приезжавшие на конец недели, возможно, приходили сюда купаться, а потом катались на яхте. Я остановилась возле запущенного сада, сплошь заросшего крапивой. Надо, чтобы кто-нибудь здесь все расчистил, кто-нибудь из садовников. Зачем же все так бросать? Я толкнула калитку и направилась к дверям. Дверь была приоткрыта. Я твердо помнила, что захлопнула ее в прошлый раз. Джеспер принюхался, у порога зарычал. «Прекрати, Джеспер», сказала я, распахнула дверь и заглянула внутрь. Было очень темно. Как и тогда. Ничего не изменилось. На оснастке игрушечных яхт по-прежнему висела паутина, хотя нет. Дверь в лодочный сарай в противоположном конце стояла настежь. Джеспер снова зарычал в сарае, что-то с шумом упало. Яростно лая, Джеспер проскочил у меня между ног и кинулся к противоположной двери. Я последовала за ним. Сердце громко стучало у меня в груди. Затем приостановилась в нерешительности посреди комнаты. «Назад, Джеспер, назад!» «Не будь идиотом», сказала я. Он стоял на пороге, все еще отчаянно лая, в его голосе появились истерические нотки. «Значит, там кто-то есть, там, в сарае, не крыса, иначе он бросился бы за ней. Джеспер, Джеспер ко мне», сказала я. Он не послушался. Я медленно подошла к двери. «Есть тут кто-нибудь?» спросила я. Никто не ответил. Я наклонилась к Джесперу, положила руку ему на шейник и заглянула внутрь. В углу у стены кто-то сидел, сжавшись в комок. «Кто-то, кто был еще сильнее напуган, чем я». Это был Бен. Он пытался спрятаться позади одного из сложенных парусов. «В чем дело? Вам что-нибудь нужно?» спросила я. Он тупо смотрел на меня, рот его был приоткрыт. «Я ничего не делаю», сказал он. «Тихо, Джеспер!» прикрикнула я и сжала ему пасть рукой, затем сняла пояс и привязала его к ошейнику, как поводок. «Что вам тут нужно, Бен?» снова спросила я, теперь уже посмелее. Он не ответил. По-прежнему глядел на меня уклончивым, хитроватым взглядом, взглядом идиота. «Вам лучше выйти отсюда», сказала я. «Мистер Девинтер не любит, когда сюда ходят». Бен неуклюже поднялся на ноги, чуть приметно ухмыляясь и вытирая нос тыльной стороной ладони, вторую руку он держал за спиной. «Что у вас там, Бен?» спросила я. Он послушно, как ребенок показал вторую руку, в ней была леска. «Я ничего плохого не делаю», повторил он. «Вы здесь взяли леску?» спросила я. «Протянул Бен. Послушайте, Бен, сказала я, вы можете взять эту леску, если хотите, но больше вы не должны так делать, брать чужие вещи нечестно». Бен ничего не ответил, моргал глазами и корчился всем телом. «Пошли», твердо сказала я. Я перешла в жилую комнату, Бен за мной, Джеспер перестал лаять и обнюхивал его каблуки. Мне не хотелось больше оставаться в доме. Я быстро вышла наружу, на солнце. Бен, тяжело ступая, шел следом. Я закрыла дверь. — Шли бы вы лучше домой, Бен, — сказала я. Он прижал леску к груди, словно бесценное сокровище. — Вы не отправите меня в больницу, — сказал он. И я увидела, что он дрожит от страха. Руки у него тряслись. Глаза, с немой мольбой, как у бессловесного животного, были прикованы к моим глазам. — Конечно, нет, — мягко сказала я. — Я ничего не сделал, — повторил он. — Никому ничего не говорил. Я не хочу в больницу. По его грязной щеке покатилась слеза. — Все в порядке, Бен, — сказала я. — Никто вас туда не отправит, но в домик этот ходить больше не надо. Я отвернулась, но он схватил меня за руку. — Погодите, — сказал он, — погодите, у меня для вас что-то есть. Глупо улыбаясь, он манил меня пальцем на берег. Я пошла за ним. Он наклонился и поднял плоский камень, лежавший у скалы. Под ним была кучка ракушек. Он выбрал одну из них и преподнес ее мне. — Это вам, — сказал он. — Спасибо, очень красивая ракушка, — сказала я. Он снова улыбнулся, забыв недавний страх, и потер ухо. — У вас глаза, как у ангела, — сказал он. Я снова принялась рассматривать ракушку. Я была озадачена и не знала, что ему сказать. — Вы не такая, как та другая. — О ком вы говорите, — сказала я. — Какая другая? Бен покачал головой. В глазах его снова появился хитроватый блеск. Он приложил палец к носу. — Высокая и черная, — сказал он, — настоящая змея. Я видел ее тут своими глазами. Она приходила ночью. Я ее видел. Он замолчал, но по-прежнему не сводил с меня глаз. Я ничего не сказала. — Я разок заглянул в окно, — продолжал Бен. — А она как накинется на меня. Ты меня не знаешь, — говорит. Не видел меня здесь никогда и не увидишь. А если ты еще хоть раз сунешься в окно, я запрячу тебя в больницу, — говорит. Тебе там не понравится. Тебя там будут бить, — говорит. — Я ничего не скажу, мадам, — сказал я, — и шапку снял, как вот сейчас. Бен притронулся рукой к зюйдвестке. — Ее больше нет, да? — тревожно спросил он. — Я не знаю, о ком вы говорите, — медленно сказала я, — но никто не собирается отправлять вас в больницу. Всего хорошего, Бен. Я повернулась и пошла по берегу, к тропинке, волоча Джеспера на ремешке. Бедняга, конечно, он не в своем уме, он сам не понимает, что говорит. Трудно поверить, чтобы кто-нибудь пугал его психиатрической больницей. Максим сказал, что Бен и мухи не обидят, и Фрэнк это тоже говорил. Возможно, он когда-нибудь слышал, как о нем толковали родные, и воспоминание об этом осталось у него в памяти, как остается в уме ребенка страшная картинка. И как у ребенка, его симпатии и антипатии трудно объяснить. Вдруг ни с того ни с сего кто-нибудь придется ему по вкусу. Сегодня он будет вести себя дружелюбно, а завтра, возможно, станет угрюмым и замкнутым. Он отнесся ко мне с приязнью, потому что я разрешила ему оставить леску. А встретив я его завтра, он, может быть, и не узнает меня. Нелепо обращать внимание на слова идиота. Я оглянулась на бухту через плечо, начался прилив, за стеной волнореза медленно кружились воронки. Бен исчез за скалами, берег опять опустел. В просвет между темными деревьями была видна лишь каменная дымовая труба. Меня вдруг охватило необъяснимое желание побежать. Я натянула поводок и, тяжело дыша, поспешила вверх по крутой тропинке через лес, ни разу больше не оглянувшись. Я бы не повернула обратно и не спустилась бы на берег к дому за все сокровища мира. Мне казалось, будто там, в садике, заросшем крапивой, кто-то подстерегает меня, кто-то, кто все видит и слышит. Мы бежали все дальше. Джеспер безостановочно лаял. Он решил, что это новая игра. То и дело он принимался дергать и грызть ремешок. Я не заметила раньше, как густо растут здесь деревья. Их корни щупальцами протянулись на тропинку, чтобы тебя схватить. Все это надо расчистить, думала я на бегу, с трудом переводя дыхание. Попрошу Максима послать сюда людей. Какой смысл оставлять этот подлесок? Какая в нем красота! Эти заросли кустарника нужно вырубить, чтобы на тропинку проник свет. Здесь темно, слишком темно. Это голое эвкалиптовое дерево, заглушенное куманикой, похоже на выбеленный дождем и солнцем человеческий костяк. Ах, какой черный и тенистый бежит под ним ручей! Дожди год за годом забивали его землей, и теперь лишь тонкая бесшумная струйка спадает на берег внизу. Здесь не раздавались, как в долине птичьи голоса. Тишина здесь была другая. И все время, что я бежала, задыхаясь по тропинке, до меня доносился шум прибоя. Это на берег надвигался прилив. Я поняла, почему Максим не любит эту тропу и бухту. Мне они тоже не нравились. Глупо было идти этим путем. Надо было остаться в первой бухте на белом галечном берегу и вернуться домой через счастливую долину. Как я обрадовалась, выйдя, наконец, на лужайку и увидев дом там, в лощине, незыблемый и надежный. Лес остался позади. Попрошу Роберта принести чай под каштан. Я взглянула на часы. Еще не было четырех. Я думала, гораздо позже. Придется немножко подождать. В Мендерли не заведено было подавать чай раньше половины пятого. Хорошо, что у Фриса свободный день. Роберт не станет устраивать исчаепитие такого театрального действа. Когда я шла по лужайке к террасе, мои глаза привлек металлический блеск за зеленью Рады Дондронов у поворота подъездной аллеи. Я приложила руку к колбу, чтобы разглядеть, что это. Похоже на радиатор машины, сверкающий на солнце. Может быть, приехал кто-нибудь в гости? Нет, вряд ли. Тогда подъехали бы к самому дому, а не поставили бы машину за поворотом у кустов так, чтобы ее не было видно из окон. Я подошла ближе. Я не ошиблась. Это была машина. Теперь мне были видны крылья и складной верх. Как странно. Гости никогда так не поступали. А торговцы подъезжали к черному ходу, мимо старых конюшен и гаража. Машину Фрэнка я прекрасно знала. Это не она. Это был длинный низкий автомобиль, спортивный автомобиль. Я не представляла, как мне быть. Если в этой машине приехали гости, Роберт проводил их в гостиную или библиотеку, я непременно попадусь им на глаза, когда пойду по лужайке к дому. Мне не хотелось очутиться перед гостями в таком виде. Придется пригласить их к чаю. Я стояла в нерешительности с краю лужайки. Без всякой причины, быть может, потому что по траве скользнул солнечный луч, я подняла глаза на дом и с удивлением заметила, что ставни одного из окон западного крыла были распахнуты. У окна кто-то стоял. Мужчина. Но тут он, должно быть, меня увидел, потому что резко отпрянул назад, а кто-то, стоявший за ним, поднял руку и закрыл ставни. Это была рука миссис Денверс. Я узнала черный рукав. Сперва я подумала, что был один из открытых дней, когда в Мендерли пускают посетители, хотя нет, этого не могло быть, и их по дому всегда водит фриз, а его сегодня нет. К тому же комнаты в западном крыле не показывают посторонним. Я и сама еще их не видела. Да какой же сегодня открытый день! В среду дом закрыт для посетителей. Может быть, это связано с ремонтом одной из комнат? А все же очень странно, что этот человек поспешил спрятаться, стоило ему меня увидеть, и они тут же захлопнули ставни. И эта машина, поставленная за рододендронами, чтобы ее не заметили из дома? Однако это не моя забота. Меня это не касается. Если миссис Денверс хочет принимать своих друзей в западном крыле, это в сущности не мое дело. Хотя раньше ничего подобного не случалось. Странно, что все это произошло как раз тогда, когда Максим уехал. Я неловко зашагала по лужайке к дому, уверенная, что они следят за мной в прорезь ставни. Я поднялась по ступенькам и через парадные двери вошла в холл. Ни шляпы, ни трости, поднос для визитных карточек пуст. По-видимому, это был частный гость. Что ж, не мое дело. Я зашла в цветочную и помыла руки, чтобы не подниматься наверх. Будет не очень удобно столкнуться с ними нос к носу на лестнице или где-нибудь. Я вспомнила, что перед ленчем оставила вязание в кабинете и пошла туда, за ним, через парадную гостиную. Верный Джеспер следом за мной. Дверь в кабинет была почему-то распахнута, и я заметила, что моя корзинка с вязанием лежит на другом месте. Я оставила ее на диване, а ее сунули за подушку. А там, где раньше стояла корзинка, была вмятина на обивке. Совсем недавно здесь кто-то сидел. Он-то и переставил корзинку, чтобы она не мешала. Стул у бюро тоже был передвинут. Похоже, что миссис Денверс принимает гостей в моем кабинете. Когда нас с Максимом нет дома, мне стало не по себе. Я предпочла бы не знать об этом. Джеспер, виляя хвостом, обнюхивал диван. Ему, во всяком случае, неведомый гость не внушал подозрений. Я взяла корзинку с вязанием и вышла. В этот самый момент дверь гостиной, выходившая в выложенный плитами коридор, и заднее помещение распахнулось, послышались голоса. Я кинулась обратно в кабинет. Еще секунда, и было бы поздно. Я притаилась за дверью, грозно хмурясь на Джеспера. Застыв на пороге, он глядел на меня, вывалив язык и виляя хвостом. «Негодник меня выдаст!» Я стояла неподвижно, затаив дыхание. Затем я услышала голос миссис Денверс. Она, верно, в библиотеке, пришла домой почему-то раньше, чем обычно. Если она там, ты сможешь выйти через холл, она тебя не увидит. Подожди здесь, я пойду посмотрю. Я знала, что они говорят обо мне. Мне стало еще больше не по себе, чем раньше. Во всем этом было что-то подозрительное. И я вовсе не хотела ловить миссис Денверс с поличным. Тут Джеспер насторожился, повернул голову к гостиной и потрусил туда, помахивая хвостом. «Привет, Барбос!» — раздался мужской голос. Джеспер принялся радостно лаять. Я в отчаянии посмотрела вокруг, не удастся ли где-нибудь спрятаться. Конечно, нет. А затем, совсем рядом со мной раздались шаги, и в комнату вошел мужчина. Сперва он меня не заметил, ведь я была в углу за дверью, но Джеспер кинулся ко мне, все еще восторженно лая. Мужчина внезапно повернулся в полоборота и увидел меня. Да чего же он был удивлен? Словно он хозяин дома, а я взломщик. «Прошу прощения», — сказал незнакомец, оглядывая меня с головы до пят. Это был крупный, дородный, загорелый мужчина, даже красивый в своем роде, вульгарной, дешевой красотой. У него были воспаленные голубые глаза, какие обычно бывают у пьяниц и людей, ведущих распутный образ жизни, рыжеватые волосы, красноватая кожа. Через несколько лет он разжиреет, шея валиком нависнет над воротником. Его выдавал рот, слишком розовый, слишком слабый. Даже туда, где я стояла, от него доносился запах виски. На его лице стала расплываться улыбка, улыбка, какой он приветствует всех женщин. — Надеюсь, я вас не испугал? — сказал он. Я вышла из-за двери, выглядя без сомнения так же глупо, как я себя ощущала. — Нет, разумеется, — сказала я. Я услышала голоса, только не была уверена, кто это. Я не ждала сегодня гостей. — Ах, как нехорошо, — сказал он с жаром. — Очень гадко с моей стороны налететь на вас так неожиданно. Надеюсь, вы простите меня. Дело в том, что я заскочил сюда на минутку, повидать старушку Денни. Мы с ней давнишние друзья. — О, конечно, я все понимаю, — сказала я. — Голубушка Денни, — сказал он, — она так боится причинить беспокойство, благослови ее Господь. Она не хотела вас тревожить. — О, право же, это не важно, — сказала я. Я смотрела на Джеспера. Он подпрыгивал от восторга и пытался положить лапы на грудь незнакомца. — Не забыл меня, дружок, да? — сказал тот. — Отличная выросла собачка. Когда я видела его в последний раз, это был еще совсем щенок. Но он слишком толстый, его нужно больше выгуливать. — Мы только что пришли с большой прогулки. — Да, вот молодец, — сказал он, по-прежнему гладя Джеспера и фамильярно мне улыбаясь. Затем он вытащил портсигар. — Угощайтесь, — сказал он. — Я не курю. — Правда? Он вынул сигарету и закурил. — Я никогда не имела ничего против курения, но курить в чужой комнате? Мне это показалось странным. Довольно плохие манеры, правда. Не очень вежливо по отношению ко мне. — Как поживает старина Макс? — спросил незнакомец. Его тон меня удивил. Словно они прекрасно знают друг друга, и было непривычно слышать, как кто-то зовет Максима Макс. Макс. Здесь никто так его не называл. — Прекрасно благодарю вас, — сказала я. Он уехал в Лондон. И оставил молодую жену одну одинешеньку. Ай-яй-яй, как нехорошо. Он не боится, что кто-нибудь вас похитит? Он расхохотался во все горло. Мне не понравился этот смех. В нем было что-то оскорбительное. Он и сам мне не нравился. И тут в комнату вошла миссис Денверс. Она обратила на меня глаза, и я похолодела. О, Боже! Думала я. Да чего же она меня должна ненавидеть? — Хелло, Денни! Вот и ты, — сказал незнакомец. — Все твои предосторожности были зря. Хозяйка дома пряталась за дверью. И он снова расхохотался. Миссис Денверс ничего не сказала и продолжала смотреть на меня. — Ты разве не собираешься меня представить? — сказал он. Что особенного, если человек приехал засвидетельствовать свое почтение молодой жене хозяина дома? Разве это не в порядке вещей? — Это мистер Февелл, мадам, — сказала миссис Денверс. Говорила она тихо и неохотно. Не думаю, что бы ей хотелось представлять его мне. — Очень приятно, — сказала я. Затем, стараясь соблюсти правила вежливости, спросила. — Вы не останетесь к чаю? Мои слова явно позабавили его. Он обернулся к миссис Денверс. — Какое прелестное приглашение! — сказал он. — Меня попросили остаться к чаю, клянусь небом, Денни. У меня есть большое желание его принять. Я видела, что она метнула на него предостерегающий взгляд. Я чувствовала себя очень неловко. Я оказалась в ложном положении. Всего этого вообще не должно было происходить. — Что ж, возможно, ты и права, — сказал он. — А все равно это было бы занятно. Мне верно, пора двигать. Идемте, взгляните на мою машину. Он говорил все таким же оскорбительно-фамильярным тоном. Я не хотел идти смотреть его машину. Я была в замешательстве, сбита с толку. — Пошли, — сказал он. — Отличная машина. Лучше не сыщешь. Куда быстрее, чем колымаги, на которых ездит бедняга Макс. Я не могла придумать отговорку. Во всем этом с начала до конца было что-то аффектированное и нелепое. И с какой стати миссис Денверс стоит и смотрит на меня так, словно хочет испепелить. — Где ваша машина, — сама того не желая, — спросила я. — За поворотом аллеи. Я не подъезжал к дверям, боялся вас обеспокоить. Я почему-то думал, что вы отдыхаете днем. Я промолчала. Ложь была слишком явной. Мы все трое прошли через гостиную в холл. Я видела, как он оглянулся через плечо и подмигнул миссис Денверс. Она не подмигнула ему в ответ. Я и не ждала этого. У нее был суровый и мрачный вид. Джеспер, резвясь, помчался на подъездную аллею. Видно было, что он в восторге от внезапного появления гостя, которого, как оказалось, он хорошо знал. — Вероятно, я оставил кепку в машине, — сказал мужчина, обшаривая глазами холл. Сказать по правде, я зашел в дом другим путем. Проскользнул через черный ход и влез в логово Денни. — Ты пойдешь с нами? — он вопросительно взглянул на миссис Денверс. Она колебалась, поглядывая на меня краешком глаза. — Нет, — сказала она. — Нет, пожалуй. До свидания, мистер Джек. Он схватил ее руку и горячо пожал. — До свидания, Денни, береги тебя. Ты знаешь, как связаться со мной. Было так приятно тебя повидать. Он двинулся по направлению к подъездной аллее. Джеспер прыгал у его ног. Я медленно шла следом, все еще чувствуя себя очень неловко. — Милый Мендерли, — сказал он, глядя на дом. Тут почти ничего не изменилось. Видно, Денни следит за этим, удивительная женщина, а? — Да, она хорошо знает свое дело. — А как вы вообще ко всему этому относитесь? Похоронить себя в такой глуши? — Я очень люблю Мендерли, — холодно сказала я. — Вы ведь жили где-то на юге Франции, да? Когда Макс вас встретил в Монте, кажется. Я раньше частенько бывал в Монте. — Да, я жила в Монте-Карло, — сказала я. — Мы подошли к машине. Зеленый спортивный автомобиль, типичный для его владельца. — Ну, как нравится? — спросил он. — Очень красиво и вежливо ответила я. — Давайте прокачу вас до ворот, — сказал он. — Нет, спасибо, лучше не стоит, — сказала я. — Я довольно сильно устала. — Вы считаете, что негоже будет, если хозяйку Мендерли увидят в одной машине с человеком вроде меня, да? — сказал он и засмеялся, качая головой. — Ну что вы, — сказала я, — и покраснела. — Вовсе нет. Он продолжал обшаривать меня с ног до головы своими противными фамильярными голубыми глазками, так, словно все это очень его забавляло. Я чувствовала себя барменшей. — Ну что ж, не будем сбивать молодую жену с пути истинного, да, Джеспер? Это было бы с нашей стороны очень гадко. Он потянулся к сиденью за кепкой и парой огромных автомобильных перчаток, бросил сигарету на землю. — До свидания, — сказал он, протягивая мне руку. Я получил огромное удовольствие от нашего знакомства. — До свидания, — сказала я. Между прочим, — небрежно обронил он, — было бы шикарно, если бы вы не говорили обо мне Максу. Будьте другом, а? Боюсь, он не особенно жалует меня, а бог весть почему, и у Дэнни могут быть неприятности. — Хорошо, — с запинкой промолвила я, — не скажу. Вот молодчага, может быть, вы передумали все же и решили прокатиться? Нет, я лучше останусь, если вы не возражаете. В таком случае пока как-нибудь заеду вас навестить. Убирайся, Джеспер, бесенок, ты сдерешь мне краску. Нет, как хотите, стыд и срам уехать самому в Лондон и оставить вас здесь одну. Я ничего не имею против, я люблю быть одна, — сказала я. — Да? Как странно, это, знаете, грешно. Разве можно идти против природы? Сколько вы уже замужем? Три месяца, да? — Около того, — сказала я. — Хотел бы я, чтобы меня ждала дома молодая жена, но я бедный одинокий холостяк. Он снова рассмеялся и натянул кепку козырьком на глаза. — Счастливо оставаться, — сказал он, включая мотор, и машина понеслась по аллее с яростным треском, выпуская выхлопные газы. Джеспер стоял и глядел ей вслед. Уши его поникли, хвост повис между ног. — Пошли, Джеспер, — сказала я. — Не будь идиотом. Я медленно направилась к дому. Миссис Денверс исчезла. В холле я остановилась и дернула звонок. Никого. Я подождала минут пять и позвонила снова. Вскоре на пороге появилась Элис. У нее был кислый вид. — Да, мадам, — сказала она. — О, Элис, — сказала я, — разве Роберта нет? Мне так хотелось выпить чай в саду под каштаном. Роберт поехал на почту, мадам, и еще не вернулся, — сказала Элис. Он понял со слов миссис Денверс, что вы опоздаете к чаю. У Фриса свободный день. Если вы хотите пить чай сейчас, я вам принесу. По-моему, еще нет половины пятого. — О, неважно, Элис. Я подожду, пока вернется Роберт, — сказала я. Видимо, когда Максим в отлучке, все автоматически разбалтывается. Я не помнила, чтобы Фрис и Роберт когда-нибудь уходили из дома одновременно. Ну, Фрис в своем праве, у него свободный день. А Роберта послала на почту миссис Денверс. Про меня думали, что я надолго ушла гулять. Этот тип, Февелл, выбрал удачное время, чтобы навестить миссис Денверс. Даже слишком удачная, темная история. Теперь я в этом была убеждена. И к тому же он попросил меня не говорить о нем Максиму. Все это было крайне неловко. Я вовсе не хотела, чтобы у миссис Денверс были неприятности, и вообще не собиралась устраивать никаких сцен. Что еще важнее, я не хотела тревожить Максима. Интересно, подумала я, кто он этот Февелл? Он называл Максима Макс? Никто так к нему не обращался. Однажды я видела это имя на форзаце книги. Узкие, странно-острые буквы с резким наклоном, с длинным и четким хвостом У-М. Я думала, на свете был лишь один человек, называвший его Максом. И пока я стояла так в холле, раздумывая, что мне делать и как быть с чаем, мне внезапно пришла в голову мысль, что, возможно, миссис Денверс не честна. И все это время она обделывала за спиной Максима сомнительные делишки, что, вернувшись сегодня раньше, чем она ожидала, я нашла здесь ее сообщника, который попытался меня провести, сделав вид, будто он свой человек в Мендерли и близок с Максимом. Что интересно знать, им было надо в западном крыле. Почему они захлопнули ставни, когда увидели меня на лужайке? Меня томило смутное беспокойство. Фриса и Роберта нет. Горничные в это время обычно переодеваются у себя в спальнях. Дом в полном распоряжении миссис Денверс. Что, если этот человек грабитель, а миссис Денверс его сообщница? В западном крыле были ценные вещи. Меня охватило внезапное, напугавшее меня саму, желание прокрасться потихоньку наверх в западное крыло и осмотреть комнаты собственными глазами. Роберт все еще не вернулся. Я все успею до чая. На миг я заколебалась, глядя на галерею. В доме было тихо и спокойно. Прислуга находилась в своих комнатах за кухней. Джеспер громко лакал воду из миски под лестницей. Звук гулка разносился по огромному каменному холлу. Я начала подниматься по ступенькам. Сердце мое лихорадочно билось. Глава четырнадцатая Я очутилась в коридоре, куда попало в то первое утро. С тех пор я не ходила сюда, не имела к тому никакой охоты. Из окна в нише струились лучи солнца, разрисовывая золотыми узорами темную обшивку стен. Не слышалось ни единого звука. В нос мне снова ударил тот же затхлый, нежилой запах. В какую же сторону мне идти? Я не знала расположения комнат. Затем мне вспомнилось, что в тот раз миссис Денверс появилась из дверей у меня за спиной. Пожалуй, это та самая комната, которая мне нужна. Та окна, которая выходит на лужайку. И на море. Я повернула ручку и вошла. Внутри, конечно, было темно из-за ставень. Я нащупала на стене выключатель и зажгла свет. Я стояла в небольшой комнате, видимо, гардеробной, с огромными платяными шкафами по стенам. А в конце ее виднелась другая, раскрытая, дверь в следующую комнату. Я прошла туда и тоже зажгла электричество. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что комната полностью обставлена, словно в ней живут. Я ожидала, что столы и кресла будут покрыты чехлами, так же, как и большая двуспальная кровать у стены. Я ошиблась. Чехлы были сняты. На туалетном столике лежали гребни и щетки. Стояли пудра и духи. Кровать была застелена. Поблескивало белое полотно наволочек. Из-под пикейного покрывала выглядывал верх одеяла. На трюмо и тумбочке возле кровати стояли цветы. И на резной доске под камином тоже. На кресле лежал атласный пеньюар. На полу рядом стояли домашние туфли. В первый отчаянный миг я подумала, что у меня произошло что-то с головой. И я смотрю в прошлое и вижу комнату такой, какой она была до смерти Ребекки. Через минуту сама Ребекка войдет сюда, сядет перед зеркалом за туалетный столик, возьмет щетку и, напевая, начнет расчесывать волосы. Я увижу ее отражение в зеркале, и она тоже увидит меня, стоящую у двери. Ничего не произошло. Я продолжала стоять в ожидании. К реальности меня вернуло тиканье часов на стене. Стрелки показывали двадцать пять минут пятого. На моих часах было то же самое. В тиканье часов есть что-то на редкость естественное и успокаивающее. Вот и сейчас оно вернуло меня к настоящему и напомнило о том, что скоро на лужайке меня будет ждать чай. Я медленно прошла на середину комнаты. Нет, ею не пользовались. В ней никто больше не жил. Даже цветы не могли заглушить затхлый запах. Ставни были закрыты, занавеси задернуты. Ребекка больше никогда не вернется сюда. Пусть миссис Денверс сколько угодно ставит цветы на камин, стелет на кровати свежие простыни. Это ее не вернет. Ребекка мертва. Она умерла уже год назад. Лежит в склепе под церковью, рядом со всеми усопшими де Винтерами. Я подошла к окну и приоткрыла ставни, впустив в комнату длинный узкий луч. Да, я стояла у того же окна, у которого полчаса назад стояли Фейвелл и миссис Денверс. При дневном свете электрический свет казался слишком искусственным, желтым. Я открыла ставни пошире. Полоса белого света упала на постель. Осветила чехол для ночной рубашки, лежащей на подушке, стеклянную доску туалетного столика, щетки и флаконы духов. Дневной свет придал комнате еще большую реальность. При закрытых ставнях и электричестве она напоминала театральные декорации, установленные между спектаклями. Занавес упал, вечернее представление окончено, и на сцене все приготовлено для завтрашнего утренника. Но при дневном свете комната возродилась, наполнилась жизнью. Я забыла про затхлый запах и задернутые занавеси на окнах. Я снова была гостьей, незваной гостьей. По ошибке я забрела в спальню хозяйки дома, щетки на туалетном столике принадлежали ей, ее пеньюар и домашние туфли дожидались ее на стуле и на полу. Только теперь, впервые, с тех пор, как зашла в комнату, я заметила, что еле держусь на ногах. Я присела на пуфик у туалетного столика. Лихорадочное возбуждение оставило меня, сердце было тяжелым, как свинец. Я глядела вокруг в каком-то немом оцепенении. Да, это была удивительно красивая комната. Миссис Денверс ничего не преувеличивала в тот первый вечер. Это была самая красивая комната в доме. Как я любила бы эту изящную каминную доску тончайшей работы, этот потолок, эту резную кровать, эти занавеси, даже стенные часы и подсвечники на туалетном столике. Как гордилась бы ими, будь они мои. Но они были не мои. Они принадлежали другой. Я протянула руку и дотронулась до щеток. Одна казалась более старой, чем остальные. Я не удивилась. Всегда одной из щеток пользуешься чаще, чем другой. Порой просто забываешь про вторую, и когда их берут, чтобы вымыть, одна оказывается почти совсем чистой. Какая я худая и бледная в этом зеркале. Какими прямыми и гладкими прядями висят волосы. Неужели у меня всегда такой вид? Да нет, обычно я куда румянее. Мое лицо болезненно желтое, некрасивое. Пристально смотрела на меня из зеркальной рамы. Я встала с пуфа и, подойдя к стулу, дотронулась до пеньюара. Подняла с полу туфли, подержала их в руке. Я чувствовала, как во мне нарастает ужас. Ужас, переходящий в отчаяние. Я коснулась покрывала, обвела пальцем монограмму на чехле для ночной сорочки. Р, Д, У, переплетенные сложным узором. Выпуклые буквы четко выделялись на золотистом атласе. Внутри лежала ночная сорочка, тонкая и легкая, как паутинка, абрикосового цвета. Я прикоснулась к ней, вынула из чехла, прижала к лицу. Она была холодная, совершенно холодная. Но от нее все еще пахло духами, белой азалией. Хотя запах был кислый, запах плесени. Я сложила сорочку, чтобы положить обратно в чехол, и тут заметила, что она смята. Ее не трогали с тех пор, как она была надета в последний раз. У меня глухо заныло сердце. Повинуясь внезапному порыву, я отошла от кровати и вернулась в гардеробную, где стояли платяные шкафы. Открыла один из них. Так я и думала. Там было полно платьев, вечерние туалеты. Я заметила мерцание серебра в прорези одного из белых чехлов, которые их укрывали, кусочек золотой парчи, рядом мягкий темно-красный бархат. По низу шкафа стелится белый атласный шлейф. Из папиросной бумаги на полке сверху выглядывает веер из страусовых перьев. В шкафу был странный спертый запах. Аромат азалии на воздухе, такой нежный и благоуханный, в закрытом шкафу сделался задхлым, лишая блеска парчу. Из открытых дверец на меня пахнуло гнилым душком. Я закрыла дверцы. Снова пошла в спальню. Мягкий луч света из приотворенных ставен по-прежнему освещал золотистое покрывало. Ясно и четко выделялась высокая косоя R-монограммы. И тут у меня за спиной раздались шаги. Я обернулась и увидела миссис Денверс. Никогда мне не забыть выражение ее лица. Торжествующее, злорадное, как-то странно болезненно возбужденное. Я страшно испугалась. «Что-нибудь случилось, мадам?» — спросила она. Я попыталась улыбнуться ей и не смогла. Попыталась заговорить. «Вам плохо?» — спросила она, подходя ближе. Голос ее был участливый и мягкий. Я попятилась от нее. Если бы она подошла еще ближе, я бы верно потеряла сознание. Я чувствовала ее дыхание у себя на лице. «Не беспокойтесь, миссис Денверс, все в порядке», — сказала я чуть погодя. «Я не ожидала вас увидеть. Дело в том, что я поглядела с лужайки на окна, и мне показалось, будто одни ставни плохо закрыты. Вот я и поднялась, чтобы их закрыть». «Я их закрою», — сказала миссис Денверс, и, пройдя через комнату, захлопнула ставни. Дневной свет исчез. При искусственном освещении комната снова приобрела нереальный вид, нереальный и жуткий. Миссис Денверс опять подошла ко мне. Она улыбнулась. Куда девалась ее обычная выдержка и беспристрастность? В ее повадке, к моему великому удивлению, появилось что-то фамильярное, угодливое, даже льстивое. «Почему вы сказали, что ставни были открыты?» — спросила она. «Я закрыла их, прежде чем выйти отсюда. Вы сами открыли их». «Да, несколько минут назад». «Вам хотелось посмотреть на комнату. «Почему вы давно не попросили меня вам ее показать? Я была готова это сделать когда угодно. Надо было только попросить». Мне хотелось убежать, но я была не в силах двинуться с места и продолжала, не отрываясь, глядеть ей в глаза. «Ну, раз уж вы здесь, позвольте мне вам все показать», — продолжала она елейным медовым голосом, таким ужасным и лживым. «Я знаю, вам хочется все тут увидеть, давно хочется, только вы стеснялись попросить. Красивая комната, да? Самая красивая, какую вы видели в жизни?» Она взяла меня за руку и подвела к кровати. Я не могла ей противиться. Я словно лишилась дара речи. Меня всю передернуло от прикосновения ее руки. Голос ее был тихим, интимным. Как я ненавидела его, как боялась. Это ее кровать. Красивая кровать, да? Я всегда застилала ее золотистым покрывалом. Оно было ее любимым. Это ее ночная сорочка здесь, внутри. Вы трогали ее, не так ли? Она надевала ее в последнюю ночь перед тем, как умерла. Хотите снова ее потрогать? Миссис Денверс вынула сорочку из чехла и протянула мне. «Возьмите, пощупайте ее», — сказала она. «Какая мягкая и легкая, правда? Я не стирала ее после. Я положила ее здесь, и пеньюары, тухли, на то же место, куда клала их в тот вечер, когда она не вернулась домой, когда она утонула». Миссис Денверс снова сложила сорочку и спрятала в чехол. «Я все делала для нее сама», — сказала она, беря меня за руку и подводя к стулу с пеньюаром. «Мы брали горничную за горничной, но ни одна из них не годилась». «Ты прислуживаешь мне лучше всех на свете, Денни», — часто говорила она. «Мне не нужен никто другой». «Поглядите, это ее пеньюар. Она была куда выше вас. Видно по длине. Приложите его к себе. Он доходит вам до самых щиколоток. У нее была прекрасная фигура — это ее комнатные туфли. «Кинь-ка мне шлепанца, Денни», — говорила она. Ножки у нее были не по росту. «Суньте руки внутрь туфель. Видите, какие они малюсенькие и узкие». Она чуть не силой надела туфли мне на руки, не переставая улыбаться и не сводя с меня глаз. «Вы бы ни за что не подумали, что она была такая высокая», — сказала она. «Эти туфельки будут в пору игрушечной ножки». «А какая она была стройная и гибкая! Вы забывали о том, какая она высокая?» «Пока не оказывались рядом с ней. Она была точь в точь такого роста, как я. Но в постели, когда ее густые черные волосы стояли вокруг лица, как нимб, она казалась совсем крохотной». Миссис Денверс снова опустила туфли на пол и положила пеньюар на стул. «Вы видели ее щетки, не так ли?» — сказала она, подводя меня к туалетному столику. «Так вот они, в том виде, в каком были при ней, их не трогали и не мыли. Я расчесывала ей волосы каждый вечер. «Пошли, Денни, поработаем!» — говорила обычно она. И я остановилась позади этого пуфа и расчесывала ей волосы двадцать минут подряд. Она носила короткую стрижку лишь последние несколько лет. Когда она вышла замуж, у нее были волосы ниже талии. Тогда их расчесывал мистер Де Винтер. Сколько раз я заходила в эту комнату и видела его в одной рубашке со щетками в руках. «Сильней, Макс! Сильней!» — говорила она, смеясь. И он делал, как она просила. Они одевались к обеду. В доме было полно гостей. «Хватит! Я опоздаю!» — говорил он, кидая мне щетки и смеясь ей в ответ. «В те годы он всегда был весел!» Миссис Денверс замолчала, все еще не снимая руки с моего плеча. «Все сердились на нее, когда она остриглась», — сказала она. Но ей было все равно. «Это никого не касается, кроме меня», — говорила она. «И, конечно, с короткими волосами было куда удобнее ездить верхом и ходить на яхте. Знаете, ее нарисовали верхом. Один известный художник, картина висела в Академии художеств. Вы не видели ее?» Я покачала головой. «Нет», — сказал я. «Нет». «Я слышала, ее признали лучшей картиной года», — продолжала миссис Денверс. «Но мистеру де Винтеру она не понравилась, и он не захотел повесить ее в Мэндерли. Я думаю, он считает, что картина не отдает ей должного. Вам бы хотелось посмотреть на ее платье, да?» Миссис Денверс не ждала моего ответа, вывела меня в гардеробную и принялась открывать один за другим шкафы. «Я держу все ее меха здесь», — сказала она. «Моль еще не добралась до них и вряд ли доберется. Я тщательно за этим слежу. Пощупайте эту соболью пелерину». «Рождественский подарок мистера де Винтера». Она мне называла цену, но я забыла. Этот шиншилловый палантин она обычно надевала по вечерам, накидывала на плечи, когда было прохладно. В этом шкафу ее вечернее платье. «Вы открывали его, да?» Задвижка закрыта не до конца. Мистеру де Винтеру она больше всего нравилась в серебристом. Ну, конечно, она могла носить что угодно, ей шел любой цвет. Как она была прекрасна в этом бархатном платье. Приложите к щеке, мягкое, да? А как оно пахнет! Духи все еще не выветрились, верно? Можно подумать, она только что сняла его. Входя в комнату, я всегда знала, была ли она там передо мной. По запаху ее духов. В этом ящике ее белье. Этот розовый гарнитур она не надевала ни разу. Само собой, когда она умерла, она была в брюках и рубашке. Правда, их содрало с нее волнами. Когда тело нашли через несколько недель, оно было голым. Пальцы миссис Денверс впились мне в руку. Она наклонилась ко мне. Ее лицо череп. Было совсем близко. Темные глаза пронизывали меня. Ее всю избило о камни, прошептала она. Ее прекрасное лицо нельзя было узнать. Обеих рук не хватало. Мистер Денвинтер опознал ее. Ездил для этого в Эджком. Совсем один. Он тогда был очень болен. Но он и слушать никого не пожелал. Даже мистера Кроли. Поехал и все. Она замолкла, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Я никогда не перестану винить себя за то, что случилось», — сказала она. «Я виновата в том, что меня не было в Мендерли в тот вечер. Я уехала днем в Керрит и задержалась там. Миссис Денвинтер была в Лондоне. Ее не ждали раньше ночи. Вот почему я не спешила сюда. Когда я вернулась около половины десятого, я узнала, что она приехала незадолго до семи, пообедала и снова вышла. Пошла к морю. Конечно. Я заволновалась. Дул сильный юго-западный ветер. Она ни за что бы не ушла, если бы я была в доме. Она всегда слушала меня. «Я бы не стала выходить в море сегодня», — ответила бы. «Хорошо, Денни. Беспокойная ты душа. И мы сидели бы здесь допоздна и болтали. И она рассказывала бы мне про все, что делала в Лондоне, как всегда». У меня онемела и разболелась рука от ее пальцев. Я видела, как туго натянута кожа у нее на лице, как выпирают скулы. Под ушами у нее были небольшие желтые пятна. «Мистер Дев Винтер в тот день обедал у мистера Кроли», — продолжала она. «Я не знаю, когда он пришел. Пожалуй, уже после одиннадцати. Ветер понемногу крепчал, и к полуночи разгулялся вовсю, а она все не возвращалась. Я спустилась вниз, но в библиотеке не было видно света. Я снова поднялась наверх и постучала в дверь гардеробной. Мистер Дев Винтер сразу же мне ответил. «Кто там? Чего вам надо?» — спросил он. Я сказала, что волнуюсь из-за миссис Дев Винтер. Она еще не вернулась домой. Через минуту мистер Дев Винтер открыл мне. Он был в халате. «Верно, решила провести ночь на берегу в лодочном домике», — сказал он. «Я бы на вашем месте шел спать. Она не придет сюда, если ветер не стихнет». У него был усталый вид, и мне не хотелось тревожить его. В конце концов, она не одну ночь провела в лодочном доме и плавала на своей яхте в любую погоду, а, возможно, она и вообще не выходила в море и просто хотела переночевать на берегу, чтобы отдохнуть после Лондона. Я пожелала мистеру Дев Винтеру спокойной ночи и вернулась к себе, но уснуть не могла. Все старалась представить себе, что она сейчас делает. Миссис Денверс снова приостановилась. Я не хотела больше слушать. Я хотела убежать от нее, убежать из этой комнаты. «Я сидела на постели до половины шестого», — продолжала миссис Денверс. «Больше ждать у меня не было сил. Я встала, надела пальто и пошла через лес на берег. Светало, по-прежнему моросил мелкий дождь, но ветер стих. Когда я добралась до берега, я увидела буй и ялик, но яхта исчезла. Мне казалось, я вижу своими глазами бухту в сером предутреннем свете, ощущаю холодную изморозь на лице и, всматриваясь в туман, различаю на воде расплывчатые смутные очертания темного буя». Миссис Денверс отпустила мое плечо. Ее рука вновь повисла вдоль тела. Голос потерял всякое выражение. Вновь стал холодным, автоматическим голосом, который я слышала каждый день. «Днем, неподалеку от Керрита, выбросила на берег спасательный круг», — сказала она. «Второй на следующий день нашли на скалах у мыса какие-то ловцы крабов. Прилив вынес куски оснастки». Миссис Денверс отвернулась и задвинула ящик, поправила картину на стене, подняла с ковра пушинку. Я стояла, глядя на нее, не зная, что делать. «Теперь вы понимаете», — сказала она, — «почему мистер Денверс не хочет жить в этих комнатах. Прислушайтесь к морю». Даже при закрытых окнах и ставнях сюда доносился зловещий глухой рокот. Это разбивались волны на белом галечном берегу. Прилив наступал все быстрее, скоро он подберется к самым дверям каменного домика. «Он не заходил в эти комнаты с той самой ночи, что она утонула», — сказала миссис Денверс. «Велел вынести из гардеробной все свои вещи. Мы перенесли его постель в одну из комнат в конце коридора, но он и там не мог спать. Сидел всю ночь в кресле, по утрам на полу валялась куча окурков, а днем Фрис слышал, как он ходит взад-вперед по библиотеке, взад-вперед, взад-вперед. Я тоже видела пепел на полу возле кресла. Тоже слышала его шаги раз-два, 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 туда и сюда, вокруг библиотеки. Миссис Денверс тихо закрыла дверь между спальней и гардеробной и погасила свет. Скрылись кровать и чехол для ночной сорочки на подушке, и туалетный столик, и комнатные туфли. Она пересекла гардеробную, положила ладонь на ручку двери и стояла, поджидая меня. «Я прихожу сюда каждый день вытирать пыль», — сказала она. «Если вам захочется снова здесь побывать, скажите мне. Позвоните по внутреннему телефону, я пойму. Горничным сюда вход закрыт. Здесь не бывает никто, кроме меня». В ее манере опять появилось что-то вкрадчивое, интимное и неприятное. Улыбка казалась неестественной и фальшивой. «Иногда, когда мистер Дю Винтер бывает в отъезде, и вы почувствуете себя одиноко, вам, может быть, вздумается прийти сюда и посидеть. Вы только скажите мне. Это такие красивые комнаты. Глядя на них, вам и в голову не придет, что ее уже давно нет в живых. Вы согласны? Можно подумать, она вышла на часок и к вечеру вернется». Я заставила себя улыбнуться, говорить я не могла. Пересохшее горло сжимало судорога. «И это не только в спальне», — продолжала миссис Денверс. «Во многих других комнатах тоже, в ее кабинете, в холле, даже в маленькой цветочной. Я ощущаю ее присутствие повсюду. И вы тоже, да?» Она испытующе взглянула на меня. Голос упал до шепота. «Иногда, когда я иду здесь по коридору, мне кажется, я слышу за собой ее шаги, ее быструю легкую походку. Я не спутаю ее ни с какой иной. И на галерее Менестрелли в холле сколько раз в прежние дни я видела, как, свесившись над перилами, она глядела вниз и звала собак. Порой мне чудится, что я вижу ее там и сейчас, и слышу шелест платья, когда она спускается по лестнице к обеду». Миссис Денверс приостановилась. Она все еще глядела на меня, стараясь уловить выражение моих глаз. «Как вы думаете, она видит нас сейчас, слышит, как мы разговариваем?» Медленно продолжала она. «Как вы думаете, мертвые возвращаются, чтобы следить за живыми?» Я проглотила комок в горле, вонзила ногти в ладони. «Не знаю», — сказала я, — «не знаю». Мой голос звучал пронзительно, неестественно, вовсе не мой голос. «Иногда я спрашиваю себя», — шепнула миссис Денверс, «иногда я спрашиваю себя, не возвращается ли она в Мендерли, не следит ли за вами и мистером Де Винтером, за вами обоими, за вами вместе». Мы стояли у двери, неотрывно глядя друг на друга. Я не могла отвести взгляда от ее глаз, какими темными и мрачными казались они на ее бледном лице мертвеца, какими злобными, полными ненависти. Миссис Денверс распахнула дверь в коридор. «Роберт вернулся», — сказала она. «Приехал четверть часа назад. Ему велено подать вам чай на лужайке. Под каштаном». Она отступила, чтобы пропустить меня вперед. Спотыкаясь, я вышла в коридор. Я не видела, куда иду. Я ничего ей не сказала. Как слепая спустилась по лестнице, завернула за угол и толкнула дверь, которая вела в мои комнаты в восточном крыле. Закрыла за собой дверь, заперла ее на ключ и спрятала ключ в карман. Затем легла на постель и закрыла глаза. Меня мутило, было худо. Я чувствовала себя совсем больной. Глава пятнадцатая Максим позвонил на следующее утро и сказал, что будет около семи. Говорил с ним Фрис. Максим не просил позвать меня. Я услышала телефонный звонок во время завтрака и подумала, что вот сейчас появится Фрис и скажет «Мистер де Винтер на проводе, мадам». Я положила на стол салфетку и встала, но тут Фрис вошел в столовую и передал слова Максима. Увидев, что я отодвинула стул и направилась к двери, он сказал «Мистер де Винтер уже дал отбой, мадам». Он больше ничего не говорил. Только что будет дома около семи. Я снова села, взяла салфетку. Фрис, должно быть, подумал, что я глупа и невыдержанно, раз кидаюсь со всех ног к телефону. Хорошо, Фрис, благодарю вас. Я снова принялась за яичницу с ветчиной. Джеспер на полу у моих ног, его мать в корзинку в углу. Что мне делать? Чем занять весь этот день? Спала я дурно, возможно, потому, что была в комнате одна. Меня что-то тревожило. Я часто просыпалась, но когда глядела на часы, видела, что стрелки едва сдвинулись с места. Когда я все же, наконец, задремала, мне стали сниться несвязанные, путанные сны. Мы шли с Максимом по лесу, и он все время меня опережал. Я никак не могла его догнать, не могла увидеть его лица, видела только фигуру, идущую большими шагами впереди, все время впереди. Я, должно быть, плакала во сне, потому что утром, когда я проснулась, подушка была влажная. А, взглянув в зеркало, увидела, что веки припухли. Я выглядела такой невзрачной, такой некрасивой, В тщетной попытке придать лицу хоть какой-то цвет я наложила на щеки немного румян, стало только хуже. Я сделалась похожа на клоуна. Может быть, я не умею пользоваться румянами. Я заметила, что, когда я шла через холл в столовую, Роберт пялился на меня во все глаза. Около десяти, когда я кормила на террасе крошками птиц, снова раздался звонок. На этот раз просили меня. Да, вышел Фрис и сказал, что со мной хочет говорить миссис Лейси. «Доброе утро, Беатрис», сказала я. «Привет, милочка, как вы там?» Послышался голос Беатрис, такой типичный для нее, энергичный, довольно низкий, безапелляционный. «Я собираюсь сегодня поехать повидать бабушку», продолжала она, не дожидаясь ответа. «Я звана на ленч к одним людям в двадцати милях от вас. Что, если я заеду и захвачу вас с собой? Съездим вместе. Вам пора уже познакомиться со старой дамой». «С удовольствием, Беатрис», сказала я. «Прекрасно. Значит, заезжаю за вами около половины четвертого. Джайлз видел Максима на обеде. Еда дрянь, говорит, но вино превосходное. Хорошо, милочка, пока». Щелчок рычага. И она исчезла. Я снова пошла в сад. Я была рада ее звонку, рада, что она предложила поехать в гости к бабушке. Теперь мне будет чего ждать. День перестанет быть таким монотонным. До семи вечера было так далеко. У меня пропало вчерашнее праздничное настроение. Не хотелось идти с Джеспером в счастливую долину, спускаться в бухточку и кидать камешки в воду. Покинуло ощущение свободы и детское желание побегать по лужайке в сандалиях. Я взяла книгу «Таймс» и вязание и отправилась в Розарий, как подобает солидной замужней женщине. Я сидела, зевая, под теплыми лучами солнца, убаюканная жужжанием пчел среди цветов. Я попыталась сосредоточиться на скучно газетных строчках, погрузиться в пикантный сюжет романа. Я не хотела думать о том, что было вчера днем, о миссис Денверс. Старалась забыть, что она находится в доме и, возможно, в этот самый момент, глядит на меня из какого-нибудь окна. Время от времени, когда я поднимала глаза от книги или кидала взгляд на розы, у меня возникало ощущение, что я не одна. В Мендерли было столько окон, столько комнат, куда не заходили ни Максим, ни я, пустых, с зачехленной мебелью, тихих комнат, необитаемых с тех пор прежних дней, когда еще были живы отец и дед Максима, дней, когда в доме было много слуг и устраивались большие приемы. Что стоит открыть тихонько эти двери и вновь их закрыть, пройти бесшумно по нежилой комнате и поглядеть на меня из-за задернутых штор? Я этого не узнаю. Даже если повернусь в кресле и взгляну на окна, я не увижу ее. Я вспомнила игру, в которую играла в детстве с соседскими ребятами, моими друзьями. Они называли ее «Бабушкины шаги», а я — «Старенькая ведьма». Один из нас становился в дальнем конце сада, спиной к дому, а все остальные, один за другим, приближались к нему кратко и короткими перебежками. Каждый несколько минут стоящий оборачивался и, если заставал кого-нибудь в движении, тот должен был возвращаться и начинать путь сначала. Но всегда находился один посмелее всех остальных, кто подбирался совсем близко, чьи шаги было невозможно услышать, и, стоя спиной ко всем, отсчитывая обязательные десять раз, ты знал, с вселяющей ужас уверенностью, что скоро, до того еще, как ты досчитаешь до десяти, в тот миг, когда ты его не ждешь, этот смельчак набросится на тебя сзади, так до конца, и незамеченный тобой, с громким, торжествующим криком. Я была сейчас в таком же нервном напряжении, в таком же ожидании, как тогда. Я играла в старую ведьму с миссис Денверс. Ленч внес приятное разнообразие в долгое утро. Спокойная расторопность Фриса и глуповатая физиономия Роберта помогли мне больше, чем книга и газета, а ровно в половине четвертого, секунда в секунду. Я услышала шорох колес на подъездной аллее и увидела, как машина останавливается у входа в дом. Я выбежала навстречу Беатрис, уже одетая, с перчатками в руках. Ну, милочка, вот и я. Великолепный день, не правда ли? Она захлопнула дверцу машины и поднялась по ступенькам мне навстречу. Быстро поцеловала меня, как клюнула, где-то возле уха. Вы плохо выглядите, тут же сказала она, осматривая меня с ног до головы. Лицо слишком худое и очень бледное. Что с вами? Ничего робко, сказала я, прекрасно зная, как я выгляжу. У меня никогда не было хорошего цвета лица. Чепуха, возразила она. Вы выглядели совсем иначе, когда я вас видела в прошлый раз. Наверное, сошел итальянский загар, сказала я, забираясь в машину. Хм, хмыкнула она. Вы не лучше Максима. Оба не выносите, когда говорят о вашем здоровье. Захлопните дверцу получше, не то она не закроется. Машина сорвалась с места, круто свернула и понеслась быстрее, чем мне хотелось бы. Вы случайно не ждете ребенка? Спросила она, пронизывая меня своими светлокарями, как у ястреба глазами. Нет, в замешательстве ответила я. Нет, не думаю. Утром не тошнит ничего в этом роде? Нет. Что ж, хотя это не обязательно. Меня абсолютно ничто не беспокоило, когда я носила Роджера. Была в превосходной форме все девять месяцев, играла в гольф накануне родов. Все это естественные вещи. Тут нечего смущаться. Если у вас есть какие-нибудь подозрения, вы лучше мне скажите. Право же, Беатрис, сказала я, мне нечего сказать. Не скрою. Я и правда хотела бы, чтобы вы поскорее произвели на свет сына и наследника. Это было бы так хорошо для Максима. Я надеюсь, вы ничего не делаете, чтобы это предотвратить. Конечно, нет, сказала я. Какой странный разговор. О, я вас шокирую, сказала Беатрис. Не обращайте внимания на мои слова. Ну, молодые женщины в наши дни способны на все. Конечно, обидно застрять дома из-за маленького в первый же охотничий сезон. Одного этого достаточно, чтобы разрушить брак, если оба и муж и жена страстные охотники. Ну, вам это не грозит. Рисованию дети не мешают. Между прочим, как ваши успехи? Боюсь, я не очень-то много сделала, сказала я. Правда? Погода чудесная, хоть целый день проводи на воздухе, ведь вам только и нужно, что складной табурет да цветные карандаши, да? Скажите, вас заинтересовали книги, которые я вам прислала? Да, конечно, сказала я. Это был прелестный подарок, Беатрис. У нее сделался довольный вид. Рада, что они вам понравились, сказала она. Машина мчалась вперед. Беатрис не снимала ноги с акселератора и все повороты срезала под острым углом. Два автомобилиста, которых мы обогнали, в ярости высунулись из окон кабин, а какой-то пешеход в узком проулке стал грозить ей палкой. Я оскорбилась за нее, но она ничего не заметила. Я вжалась в сидение. Роджер едет в Оксфорд в следующем семестре, снова заговорила Беатрис. Бог знает, что он там будет делать. Одна трата времени, так я думаю. Джайлз со мной согласен, но я ума не приложу, как с ним быть. Конечно, он пошел в нас с Джайлзом. Не интересуется ничем, кроме лошадей. Что, черт подери, думает эта машина впереди нас? Почему вы не высунули руку, голубчик? Право же. Кое-кого из тех, кто теперь болтается по дорогам, самое милое дело пристрелить. Мы свернули на шоссе, пройдя на волосок от идущего впереди автомобиля. Кто-нибудь гостил у вас за это время? спросила Беатрис. Нет, мы жили очень тихо, сказала я. Оно и лучше, согласилась Беатрис. Я всегда считала, что эти большие приемы страшно утомительны. Если вы приедете к нам, вам нечего тревожиться. Все наши соседи милейшие люди, и мы знаем их тысячу лет, мы приглашаем друг друга к обеду, играем в бридж и не очень жалуем посторонних. Вы играете в бридж, так ведь? Не очень хорошо, Беатрис. О, это не важно. Лишь бы играли, пусть кое-как. Меня возмущают люди, которые не желают научиться. Что ради всего святого делать с ними зимой между чаем и ужином, да и после него? Невозможно же просто сидеть и разговаривать. Интересно, почему нет? Однако, проще было помолчать. Теперь, когда Роджер вырос и поумнел, продолжала Беатрис, нам стало совсем весело. Он привозит к нам своих друзей, и мы развлекаемся вовсю. Жаль, вас не было с нами в прошлое Рождество. Мы ставили шарады. Милочка, ну и смеялись же мы. Джайлз был в своей стихии. Он обожает переодеваться, и после одного-двух бокалов шампанского становится таким смешным, я в жизни не видела никого забавнее. Мы часто говорим, что он упустил свое призвание, ему самое место на сцене. Я представила Джайлза, его круглое, как луна, лицо и очки в роговой оправе. Вряд ли его вид после нескольких бокалов шампанского меня рассмешит, скорее смутит. Джайлз и Дикки Марш, наш большой друг, надели женское платье и пели дуэтом. Какое это имело отношение к слову в шараде, никто не знал, но это было неважным. Мы все помирали со смеху. Я вежливо улыбнулась. Подумать только, как смешно. Я представила, как они хохочут, держась за бока в гостиной Беатрис. Все эти друзья, которые знают друг друга тысячу лет, Роджер, наверное, копия Джайлза. Беатрис засмеялась, что-то вспомнив. Бедный Джайлз, сказала она, никогда не забуду его физиономии, когда Дикки пустил ему за шиворот струю воды из сифона. Меня охватило тревожное предчувствие, что нас пригласят к Беатрис на это Рождество. Может быть, мне удастся заболеть гриппом? Конечно, мы ни на что не претендуем, продолжала она. Мы не актеры, все эти шарады просто забава для нас самих. И все. В Мендерли другое дело. Здесь есть возможность устроить настоящее представление. Помню, какой тут был маскарад несколько лет назад. Приехала куча народа из Лондона. Конечно, такие вещи требуют колоссальной работы. Надо все организовывать. Да, сказала я, несколько минут она молча вела машину. Как Максим? спросила она после паузы. Спасибо, хорошо. Веселый и счастлив. О, да, да, наверное. Узкая деревенская улица отвлекла ее внимание. Я спросила себя, не рассказать ли ей о миссис Денверс и о человеке по имени Февелл. Но я боялась, как бы она не совершила какой-нибудь промах, а главное, не передала мои слова Максиму. Беатрис, сказала я наконец, вы слышали когда-нибудь о таком Февеле, Джеки Февеле? Джек Февелл? Повторила она знакомое имя. Погодите минутку, Джек Февелл. Ну, конечно же, страшный прохвост. Я встречалась с ним однажды, сто лет назад. Он приезжал вчера в Мендерли повидаться с миссис Денверс, сказала я. Правда? Впрочем, тут нет ничего странного. Почему? спросила я. По-моему, он был в родстве с Ребеккой. Я удивилась. Этот человек родственник Ребекки? Я представляла себе ее родных совсем иными. Джек Февелл? Ее брат? О, сказала я. А, мне это и в голову не пришло. Возможно, он раньше часто ездил в Мендерли, сказала Беатрис. Не знаю. Не могу вам сказать. Я редко здесь бывала. Тон ее стал резким. У меня создалось впечатление, что ей не хотелось продолжать этот разговор. Мне он не очень понравился, сказала я. Да, откликнулась Беатрис, и я вас понимаю. Я подождала, но она молчала. Пожалуй, будет разумнее не говорить ей, что Февелл просил не рассказывать никому о его визите. Это могло привести к осложнениям. К тому же мы как раз подъезжали к своей цели белые ворота и гладкая гравиевая дорожка. Не забудьте, что старая дама почти совсем слепа, сказала Беатрис, и в последнее время не очень-то хорошо понимает, что к чему, но я позвонила сиделке, предупредила о нашем приезде, так что все будет в порядке. Дом был большой, из красного кирпича, с остроконечной крышей, поздний викторианский период, если я не ошибаюсь, не очень привлекательный дом. Сразу видно, что это один из домов, где царит вызывающий образцовый порядок, поддерживаемый огромным штатом прислуги, и все для одной единственной старушки, которая к тому же почти слепа. Дверь открыла опрятная горничная. Добрый день, Нора, как поживаете, сказала Беатрис, спасибо, мадам, прекрасно, надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. О, да, у нас все здоровы, а как старая дама, Нора? Всего понемножку, мадам, один день хорошо, другой плохо, но сегодня она в форме, я уверена, она будет рада вас видеть. Девушка с любопытством взглянула на меня. Это миссис Максим, сказала Беатрис. Вот как мадам, здравствуйте, проговорила Нора. Через узкий холл и заставленную мебелью гостиную мы прошли на веранду, выходящую на квадратную лужайку с коротко постриженной травой. Лестницу украшали каменные вазы с яркой геранью, в углу веранды стояло кресло на колесиках, в нем, подпертое подушками и укрытое шалями, сидела бабушка Беатрис и Максима. Когда мы подошли поближе, я увидела, что между ней и Максимом есть сильное, прямо пугающее сходство. Так выглядел бы Максим, будь он очень стар и слеп. Сиделка поднялась со стула возле кресла и заложила закладкой книгу, которую читала вслух. Улыбнулась Беатрис. «Как поживаете, миссис Лейси?» Беатрис поздоровалась с ней и представила меня. «Старая дама выглядит вполне прилично», сказала она. «И как только ей это удается в восемьдесят шесть лет, вот и мы, бабушка», проговорила она, повышая голос, «приехали целые и невредимые». Бабушка устремила взгляд в нашем направлении. «Дорогая Би», сказала она, «как мило с твоей стороны приехать проведать меня, но у нас так скучно, тебе тут будет совершенно нечего делать». Беатрис наклонилась и поцеловала ее. «Я привезла жену Максима повидаться с вами», сказала она. «Она уже давно хотела приехать, но они с Максимом были очень заняты». Беатрис ткнула меня в спину. «Поцелуйте ее», шепнула она. «Я тоже нагнулась и поцеловала старушку, та ощупала пальцами мое лицо. «Какая миленькая», сказала она. «Вы так добры, что навестили меня. Я очень рада вас видеть, душечка. Почему вы не взяли с собой Максима?» «Максим в Лондоне вернется сегодня к вечеру». «Привезите его в следующий раз. Садитесь, душечка, в это кресло, чтобы я могла вас видеть, а ты, Беатрис, сядь с другой стороны». «Как поживает милый Роджерс? Гадкий мальчик, он никогда не приезжает ко мне». «Приедет в августе», закричала Беатрис. «Он кончает Итон, едет в этом году в Оксфорд». «О, Боже, он уже совсем взрослый юноша, я не узнаю его». «Он уже перерос Джайлза», сказала Беатрис. Она не умолкала ни на минуту, рассказывала о Роджере и о Джайлзе, о лошадях, о собаках. Сиделка вынула вязанье, звонко постукивали спицы. Она повернулась ко мне полная бодрости и оптимизма. «Как вам нравится Мэндерли, миссис де Винтер?» «Очень благодарю вас», сказала я. «Прекрасное место, не так ли?» продолжала она, лязгая спицами. «Конечно, теперь мы туда не ездим, нам это больше не под силу, мне так жаль. Я очень любила бывать в Мэндерли». «Почему бы вам как-нибудь не приехать туда одной?» предложила я. «О, спасибо, с большим удовольствием. Мистер де Винтер, здоров, надеюсь?» «Да, вполне». «Вы провели медовый месяц в Италии, если не ошибаюсь. Мы были очень рады получить оттуда, от мистера де Винтера, цветную открытку». «Интересно», подумала я. «Она употребляет местоимение «мы» в том же смысле, в каком его употребляют короли, или хочет этим сказать, что она и ее подопечная одно целое?» «Разве он посылал вам что-нибудь, я не помню». «О, да, мы были в таком восторге, мы любим такие вещи, у нас есть специальный альбом, и мы наклеиваем туда все, что касается семьи. Все приятное, то есть, как мило», сказала я. С другого бока долетали обрывки разговора Беатрис и старой дамы. «Нам пришлось усыпить стрелка», говорила Беатрис, «Вы помните стрелка? Лучшая охотничья собака из всех, что у меня были». «О, Боже, неужели стрелка?» сказала бабушка, «Да, бедняга ослеп на оба глаза». Я подумала, что, пожалуй, не очень тактично было упоминать о слепоте и взглянула на сиделку. Она все еще деловито звякала спицами. «Вы любите охоту, миссис Де Винтер?» спросила она. «Нет, боюсь, что нет», отвечала я. «Возможно, вы еще войдете во вкус. В наших краях все без ума от охоты. Возможно». «Миссис Де Винтер увлекается искусством», сказала «Сиделки Беатрис. Я говорю ей, что в Мендерли есть куча таких уголков, которые прямо просятся на бумагу». «Пожалуй», согласилась сиделка, приостановив на секунду бешеное мелькание спиц. «Какое милое увлечение! У меня была подруга, так она просто чудеса творила карандашом. Как-то мы поехали с ней вместе на Пасху в Прованс. Она нарисовала там такие хорошенькие картинки». «Как мило», сказала я. «Мы говорим о рисовании», прокричала бабушке Беатрис. «Вы не знали, что у нас есть художница в семье, да?» «Художница?» переспросила старушка. «Я не знаю никаких художниц». «Ваша новая внучка», сказала Беатрис. «И спросите, какой я ей сделала свадебный подарок». Я улыбнулась, ожидая вопроса. Старая дама повернула ко мне голову. «О чем это толкует, Би?» спросила она. «Я не знала, что вы художница. У нас в семье никогда не было художников». «Беатрис шутит. Какая я художница? Просто я люблю рисовать. Я никогда этому не училась. Беатрис подарила мне несколько красивых книг». «О», протянула старая дама, сбитая с толку, «Беатрис подарила вам книги. Ну, это все равно, что возить уголь в Нью-Касл. В Мендерли полная библиотека книг». Она рассмеялась от всего сердца собственной шутки. «Мы вторили ей. Я надеялась, что больше мы не вернемся к этой теме, но Беатрис все не могла успокоиться. Вы не понимаете, бабушка», прокричала она, «Это не обыкновенные книги, это книги по искусству, все четыре тома». Сиделка наклонилась к бабушке, чтобы внести и свой вклад. «Миссис Лейси хочет сказать, что миссис Де Винтер увлекается рисованием. Вот она и купила ей четыре красивых книжки про искусство и послала как свадебный подарок». «Какая нелепая вещь», сказала старушка, «какой это свадебный подарок. Когда я выходила замуж, мне не дарили книг, а подарили бы, я не стала бы их читать». Она снова засмеялась. У Беатрис был обиженный вид, я улыбнулась ей в знак сочувствия, по-моему, она этого не заметила, сиделка снова взялась за вязание. «Я хочу чаю», ворчливо проговорила старая дама. «Разве еще нет половины пятого, почему нора не несет мне чай? Что? Мы снова хотим есть после такого сытного ленча?» проговорила сиделка, вставая с места и весело улыбаясь своей подопечной. «Я сильно устала и спрашивала себя, укоряя за собственную черствость, почему это старики бывают порой так утомительны, хуже, чем дети или щенки, потому что приходится быть вежливым. Я сидела, сложив руки на коленях, готовая согласиться со всеми и со всем. Сиделка взбила подушки и перекладывала шали. Бабушка Максима терпеливо сносила все это. Она закрыла глаза, точно она тоже устала, теперь она еще больше сделалась похожа на Максима. Я представляла ее в молодости, высокую, красивую, видела, как она идет на конюшню с сахаром в карманах, поддерживая подол длинного платья, чтобы не попал в грязь. Я рисовала себе ее затянутую талию, высокий воротник, слышала, как она заказывает карету на два часа дня. Теперь для нее все было кончено, все в прошлом. Муж лежал в могиле вот уже сорок лет, сын пятнадцать. Ей остается жить под присмотром сиделки в этом вымотом и начищенном до блеска красном доме с высокой крышей, крышей, пока не наступит и ее черед умирать. Я подумала, как мало мы знаем о чувствах старых людей. Детей мы понимаем, понимаем их страхи и надежды, их выдумки. Я только вчера была ребенком, я еще ничего не забыла, но бабушка Максима, сидящая здесь под шалью, прикрыв бледные слепые глаза, что она чувствует, о чем она думает. Знает она, что Беатрис зевает и поглядывает на часы, догадывается, что мы приехали к ней потому, что так надо, что считаем это своим долгом, и когда Беатрис вернется домой, она сможет сказать, ну что ж, теперь три месяца, по крайней мере, у меня будет чиста совесть. Думает ли она о Мендерли, хоть изредка, помнит ли, как сидела хозяйкой за обеденным столом там, где теперь сижу я, пила ли она, как я, чай под каштаном, или все это забылось, ушло в небытие, и за этим спокойным бледным лбом нет ничего, кроме ощущения легкой боли или неудобства, смутной благодарности, когда греет солнце, дрожи, недовольства, когда подует ветерок. Я хотела бы положить ладонь ей на лоб и сбросить прочь года. Я хотела бы увидеть ее молодой, такой, какой она некогда была, с каштановыми кудрями, румянцем во всю щеку, живую, энергичную, как сидящую рядом с ней Беатрис, говорящую об охоте, собаках, лошадях, а не такую, с закрытыми глазами, ждущую, пока сиделка взобьет подушки. А у нас сегодня к чаю что-то вкусненькое, сказала сиделка, сэндвичи с салатом, мы ведь любим салат, да? Разве сегодня салатный день, спросила старая дама, приподнимая с подушки голову и глядя на дверь, вы мне этого не говорили, почему Нора не несет чай? Я не хотела бы быть на вашем месте сестра и за тысячу фунтов в день, сказала Беатрис в полголоса, о, я привыкла, миссис Лейси, улыбнулась сиделка, мне здесь очень удобно, конечно, у нас случаются плохие дни, но могло быть во много раз хуже, она очень покладистая, не то, что некоторые пациенты, и персонал очень услужлив, а это главное, а вот и Нора, горничная внесла столик с раздвижными ножками и откидной крышкой и белоснежную скатерть, ну и капушевы Нора, проворчала старая дама, только что пробила половину пятого мадам, сказала Нора тем же бодрым веселым голосом, что и сиделка, интересно, сознает ли старушка, что люди говорят с ней особым образом, интересно, когда они стали так говорить впервые, и заметила ли она, возможно, она сказала, себя не думают, я постарела, какая нелепость, а потом мало-помалу привыкла, и теперь ей кажется, что они всегда только так и говорили, это вошло в привычку, но где молодая женщина с тонкой талией и каштановыми кудрями, которая кормила сахаром лошадей, где она? Мы пододвинули стулья к раскладному столику и принялись за сэндвичи с салатом, для старой дамы сиделка готовила их отдельно, ну как, вкусное у нас сегодня угощение, спросила она, я увидела, как на неподвижном бесстрастном лице мелькнула улыбка, я люблю салатный день, сказала старушка, чай был обжигающий горячий, слишком горячий, чтобы его пить, сиделка потягивала его крошечными глоточками, попробуйте в наши дни получить у прислуги кипяток, сказала она, кивая Беатрис, никак не могу этого добиться, вечно держит чайник на маленьком огне, тысячу раз говорила им об этом, будто и не слышит. Все они одним миром мазаным, сказала Беатрис, я уж и рукой махнула. Старая дама помешивала чай ложечкой, устремив взгляд в пространство, как бы я хотела знать, о чем она думает. Погода в Италии была хорошая, спросила сиделка, да, было очень тепло. Беатрис повернулась к бабушке. В Италии во время их свадебного путешествия была чудесная погода, Максим сильно загорел. Почему Максим не приехал сегодня, спросила старая дама. Мы вам уже говорили, бабушка, ему пришлось поехать в Лондон, нетерпеливо сказала Беатрис. Какой-то официальный обед, Джайлз тоже поехал. А, понимаю, почему ты сказала, что Максим был в Италии. Так ведь он действительно был там, бабушка, в апреле, теперь они вернулись в Мендерли. Она взглянула на сиделку, пожала плечами. Мистер и миссис де Винтер теперь живут в Мендерли, повторила она. В этом месяце там было так чудесно, сказала я, придвигаясь к старой даме, цвели розы, жаль, что я не привезла вам роз. Да, я люблю розы, неопределенно произнесла она, затем, всматриваясь в меня тусклыми голубыми глазами, спросила, вы тоже гостите в Мендерли? Я проглотила комок, небольшая пауза, нарушенная громким, нетерпеливым голосом Беатрис, бабушка, милая, вы же прекрасно знаете, что она там живет, они с Максимом женаты. Я заметила, что сиделка поставила на стол чашку с чаем и кинула на старую даму быстрый взгляд, та устала откинулась на подушке, пальцы ее дергали шаль, губы дрожали. Вы слишком много говорите, все вы, я не понимаю, затем снова взглянула на меня, нахмурилась и покачала головой. Кто вы, душечка? Я вас раньше не видела, я не знаю вашего лица, я вас не помню, я не видела вас в Мендерли, Би, кто это дитя, почему Максим не привозит ко мне Ребекку, я так люблю Ребекку, где моя милая Ребекка? Пауза, долгая, мучительная, я почувствовала, как полыхают мои щеки, сиделка вскочила на ноги и подошла к креслу. Я хочу Ребекку, повторила старая дама, что вы сделали с Ребеккой? Беатрис неуклюже встала из-за стола, зазвенели чашки и блюдца, она тоже покраснела, рот ее подергивался. Вам, пожалуй, лучше уйти, миссис Лейси, сказала сиделка, она порозовела, утратила свою невозмутимость. Она немного устала, а когда она так вот заговаривается, это иногда длится несколько часов, с ней это время от времени бывает, надо же было случиться этому именно сегодня, вы, конечно, понимаете, миссис де Винтер, она повернулась ко мне с извиняющимся видом. Конечно, быстро сказала я, разумеется, нам лучше уйти. Мы стали искать сумочки и перчатки, сиделка вновь повернулась к своей пациентке. «О чем вы толкуете, а? Вы разве не хотите вкусненького сэндвича с салатом, который я вам приготовила? Где Ребекка? Почему Максим не приезжает и не привозит Ребекку?» отвечал тонкий, усталый, жалобный голос. Мы прошли через гостиную в холл и вышли из парадной двери. Беатрис молча завела мотор, машина покатила по гладкой подъездной аллее, миновала белые ворота. Я глядела на дорогу прямо перед собой. Меня лично все это не тронуло. Будь я там одна, я бы и внимания не обратила. Мне было жаль Беатрис. Ее это поставило в ужасно неловкое положение. Беатрис заговорила только когда мы выехали из деревни. Милочка начала виновата перед вами. Я не знаю, что и сказать. Ну, какая чепуха, Беатрис, поспешно проговорила я. Какое это имеет значение? Все в полном порядке. Кто бы мог подумать, что она на это способна, сказала Беатрис. Мне бы и в голову не пришло брать вас с собой, простите меня, ради Бога. Вам не за что просить прощения. Пожалуйста, оставим этот разговор. Ничего не могу понять, ведь она все про вас знает. Я написала и рассказала ей, Максим тоже. Ее так заинтересовала свадьба за границей. Вы забываете, как она стара, сказала я. Почему бы ей все это помнить? Она не связывает меня с Максимом, для нее он связан с Ребеккой. Мы продолжали путь в молчании. Как приятно снова очутиться в машине. Пусть меня кидает из стороны в сторону, пусть кажется, что я вылечу на поворотах. Я забыла, что она очень любила Ребекку, медленно произнесла Беатрис. Вполне можно было бы ожидать чего-нибудь в этом роде. Ах, как глупо с моей стороны. Я думаю, она так никогда толком и не поняла. Что произошло с Ребеккой? О, боже, какой кошмарный день. Что вы будете теперь обо мне думать? Ну, пожалуйста, Беатрис, перестаньте. Говорю вам, мне это безразлично. Ребекка всегда с ней носилась, часто приглашала в Мендерли. Бедняжка бабушка была тогда куда живей. Она хохотала до упаду над каждым словом Ребекке. Конечно, та всегда была очень занятной. И это привлекало старую даму. У нее был поразительный дар, я имею в виду Ребекку. Нравится людям, мужчинам, женщинам, детям и даже собакам. Верно, старая дама до сих пор ее не забыла. Ах, милочка, вы не поблагодарите меня за этот визит. Неважно, неважно, механически повторяла я. Ах, если бы Беатрис прекратила этот разговор. Он не интересовал меня, какое это имело значение, какое значение имело что бы то ни было на свете. Джайлз будет очень расстроен, сказала Беатрис, будет бронить меня за то, что я вас туда взяла, так и слышу его слова. Что за идиотская мысль, Би? Меня ждет хорошая взбучка. Не говорите ему ничего, сказала я. Я бы предпочла, чтобы все было забыто, а так пойдет из уст в уста, да еще начнут сгущать краски. Джайлз по лицу поймет, что со мной неладно, я никогда ничего не могла от него скрыть. Я промолчала. Я уже видела, как их самые близкие друзья будут пересказывать эту историю один другому. Представляла небольшую компанию во время воскресного ленча, круглые глаза, настороженные уши, затаенное дыхание, возгласы. Господи, какой ужас, что вы наделали ради всего святого, а затем а как она это приняла, да чего неловкое положение. Для меня имело значение одно, чтобы Максим никогда ни от кого об этом не услышал. Как-нибудь я, может быть, расскажу Фрэнку кроли, но не сейчас, еще не скоро. Вскоре мы выехали на шоссе наверху холма, вдали серели первые крыши Керрита, направо в лощине лежали темные леса Мендерли, а за ними море. «Вы очень торопитесь домой?» спросила Беатрис. «Нет», сказала я, «что? Вы не сочтете меня последней свиньей, если я оставлю вас у сторожки, если я буду гнать как сумасшедшая, я еще сумею встретить Джайлза из Лондона, и ему не придется брать на станции такси. «Ну, разумеется», сказала я, «я пройду по аллее пешком». «Огромное спасибо», поблагодарила Беатрис. Я почувствовала, что этот день оказался ей не по силам, она хотела остаться одна, а не пить еще раз чай теперь в Мендерли. Я вышла из машины у ворот перед сторожкой, и мы расцеловались на прощание. «Поправьтесь немного к нашей следующей встрече», сказала она, «вам не идет быть такой худой, передайте привет Максиму и простите меня за сегодня». Она исчезла в облаке пыли, а я повернулась и пошла по аллее. Интересно, очень здесь все изменилось с тех пор, как бабушка Максима ездила этим путем в экипаже. Она была молода тогда и улыбалась женщине в сторожке, как улыбнулась сейчас я, а жена привратника сделала ей в ответ к Никсон, как было принято в те дни, обмахнув дорожку широкой собранной юбкой. А мне в ответ был лишь короткий кивок, и женщина принялась звать сына, возившегося с котятами позади сторожки. Бабушка Максима наклоняла голову, чтобы ее не задели свисавшие ветви, а лошадь шла рысью по извилистой аллеи, где я сейчас шагаю пешком. Аллея была тогда шире и глаже, лучше ухожена, лес еще не вторгся сюда. Я не хотела думать о ней такой, какой она была теперь, лежащая на подушках старуха, укрытая шалью. Я представляла ее такой, какой она была в молодости, а Мендерли был ее домом. Я видела, как она гуляет в саду, а маленький мальчик, отец Максима, горцует позади на деревянной лошадке, на нем накрахмаленная курточка с поясом и широкий белый воротник. Пикники в бухточке были тогда целым событием, удовольствием, которое доставляли себе лишь изредка. Где-нибудь в каком-нибудь старом альбоме должна быть фотография. Вся семья сидит, словно оршин проглотив, вокруг расстеленной на берегу скатерти, а на заднем плане слуги возле огромной корзины с провизией. Я рисовала себе бабушку Максима и тогда, когда она стала старше, такой, какой она была несколько лет назад, и, опершись на палку, гуляла по террасам Мендерли, рисовала себе и еще кого-то, кто шел, смеясь и держа ее под руку с другой стороны, какую-то женщину, высокую, стройную и прекрасную, у кого был дар, как сказала Беатрис, привлекать к себе все сердца, от приязни до любви, подумала я, один шаг. Подойдя наконец к дому, я заметила перед ним автомобиль Максима, у меня стало легко на сердце, и я бегом вбежала в холл, на столе лежали его шляпы и перчатки, я направилась к библиотеке и, подойдя ближе, услышала голоса, один громче, чем другой голос Максима, дверь была закрыта, я замешкалась, прежде чем войти. Извольте написать ему и предупредить, чтобы впредь он держался от Мендерли подальше, слышите? Не важно, кто мне об этом сказал, это не имеет значения, я случайно узнал, что его машину видели здесь вчера днем, если хотите с ним встречаться, встречайтесь за пределами Мендерли, я не допущу, чтобы он появлялся по эту сторону ворот, ясно? Запомните, я предупреждаю вас в последний раз. Я быстро скользнула к лестнице, услышала, как открывается дверь в библиотеку, взлетела по ступеням и спряталась на галерее, из библиотеки вышла миссис Денверс, закрыла за собой дверь, я скорчилась, прижалась к стене, стараясь стать незаметной, передо мной мелькнуло ее лицо, оно посерело от злобы, черты исказились, ужасное лицо. Миссис Денверс быстро и бесшумно поднялась по лестнице и исчезла в дверях, ведущих в западное крыло. Я подождала минуту, затем медленно спустилась в библиотеку, открыла дверь и вошла. Максим стоял у окна, держа в руке какие-то письма. Я видела лишь его спину, мне вдруг захотелось выскользнуть незаметно обратно, пойти в свою комнату и посидеть там, но он, видимо, что-то услышал, потому что нетерпеливо обернулся. «Ну, кто еще тут?» сказал он. Я улыбнулась, протянула к нему руки. «Привет», сказала я. «А, это ты?» Я с первого взгляда увидела, что он страшно чем-то рассержен. Губы сжались в тонкую линию, ноздри побелели. «Где ты была?» «Что делала?» спросил он. Он поцеловал меня в макушку и обнял рукой за плечи. Мне казалось, со вчерашнего утра, когда он меня оставил, прошла целая вечность. «Я ездила повидать твою бабушку», сказала я. «Меня возила Беатрис». «Как старая дама себя чувствует?» «Неплохо». А куда подевалась Би? Вернулась, чтобы встретить Джайлза. Мы сели рядом на подоконник. Я взяла его руку в свои. «Мне было без тебя очень плохо. Я так по тебе скучала». «Да», сказал он. Мы молчали. Я просто держала его руку. «В Лондоне было жарко?» спросила я. «Да, ужасно. Терпеть не могу этот город». Я спрашивала себя, расскажет ли он мне о том, что произошло в библиотеке о разговоре с миссис Денверс. Интересно, от кого он узнал про Фейвелла? «Тебя что-то тревожит?» спросила я. «У меня был длинный день», сказал он. «Поездка туда и обратно за одни сутки кого угодно свалит с ног». Он встал с места, отошел от меня, зажег сигарету. Я поняла, что он не собирается рассказывать мне о миссис Денверс. «Я тоже устала», медленно сказала я. «Странный это был день». «Ой, Продолжение следует...